Он обратился к Шри-Эр-Эн-Агарвалу, президенту муниципального комитета Делли, который, услышав имена нескольких уважаемых людей, которые будут присутствовать на встрече, согласился ее возглавить. Абхай назначил дату на 22 декабря и напечатал 500 экземпляров объявлений и 200 пригласительных билетов. Выражая космополитическую ноту, он заявил в своем заявлении, по милости Всевышнего Дели становится центром культурного объединения всего мира. Лидеры России и Индии недавно указали на необходимость культурных контактов между всеми народами. Но высшей культурой, по мнению Абхая, является научное и духовное знание, поэтому лучшие культурные ресурсы в мире находятся в Индии. И эти ресурсы, подчеркнул Абхай, не должны быть оставлены неорганизованным Садху и Саньяси, а должны быть взяты на вооружение важными членами общества организованным образом. В газете Hindustan Times 22 декабря в колонке «Сегодняшнее мероприятие» было указано собрание Лиги преданных, а также объявление о собраниях Ротари-клуба, Общества Тогора, Индийского совета по мировым делам, скаутов Пхарата и Индийского фармацевтического конгресса. Собрание Лиги началось с Киртаны под руководством профессора Хачанда, после чего Акап Хативеданта, основатель и секретарь Лиги преданных, объяснил цели своего движения. Затем выступил Нарайан Дас, после чего зачитал ряд предложенных резолюций от основателей-секретари, свидетельствующих о том, что присутствующие поддерживают Лигу преданную и рекомендовали Центральному правительству Индии также поддержать это движение за мир во всем мире, основанное на гандийских принципах. После принятия резолюции встреча завершилась очередной Киртаной и Прасадом. Абхай был убежден, что если его доброжелатели и коллеги-гуманитарии окажут ему масштабную поддержку, он сможет создать движение за мир во всем мире, основанное на принципах преданного служения Господу Кришне. Но его роль заключалась лишь в том, чтобы представить Кришну сознание всем, кому только мог. Результаты зависели от Кришны. Абхай понимал, что благие намерения большинства участников его встречи в Бирламандиры не пройдут дальше этой единственной встречи. Но он не унывал. На протяжении всей своей неустанной евангелизации он сохранял философское веселье. В каком-то смысле он уже был полностью удовлетворен, он был счастлив, что работает от имени своего духовного учителя. Хотя он менял адреса так быстро, что почта едва успевала за ним, он написал в газету объявление о домашнем курсе обучения. Образование заочно изучите духовную тайну Бхагвадгита дома и станьте сильным человеком. Полный курс обучения стоит всего 50 рупий. Обучение ведется не обычным образным способом квалифицированных толкований, а по системе парампара преемственности наставлений. Все вопросы решаются должным образом. Обращайтесь к Ачепхактиведанте. Приглашаются студенты всех общин и национальностей. Он не издавал «Назад к божеству» уже 4 года, с 1952 года, но и решил взродить его. Книга «Назад к божеству» была миссией, достойной его полного внимания, и требовала в тех его усилий, собрать средства, написать статьи, проследить за печатью, а затем распространить тысячу экземпляров. Деньги он собирал, давая интервью и выпрашивая пожертвования. Одним из жертвователей и друзей был судья Бипенчандра Мишра, судья Верховного Суда в Нью-Деле. Судья Мишра, он приходил ко мне раз в месяц. Я давал ему пожертвования на его газету. Это был всего лишь четырехстраничный журнал, но он показывал его изучение предмета, его серьезность и преданность Господу Кришне. Он оказался очень простым и скромным человеком, и с ним было приятно общаться. У него была улыбчивая манера поведения. Главное, это его смирение. Он мог говорить с любовью, и он был уверен в себе и знал, что мы обсуждаем вещи, близкие к Богу. Поэтому каждый разговор с ним возвышал нас. В то время я был довольно важной личностью в религиозных делах. Но от него нельзя было ожидать вклада в основную религиозную жизнь Дели того времени за языковых трудностей, потому что его цель заключалась в том, чтобы привлечь англоязычных людей, а не хинди. А также потому, что его средства и популярность были еще не устоявшимися, журнал не имел широкого распространения среди этих людей. Другие религиозные лидеры были уже устоялся. Единственное, что впечатляло и заслуживало внимания в то время, это простота его непоколебимой веры в Божье имя и его миссию. Написание статей не было проблемой. По милости своего духовного учителя он не испытывал недостатка в идеях и не мог их изложить. Переводя и комментируемые шнавские писания, его перо свободно писало. Его вдохновляло чудо печати, Бэд МДО. Работа по написанию и тысячному тиражированию его послания, с осознанием необходимости обратиться напрямую каждому, не только к жителям Дели или Индии, но и каждому, погрузила Абхайи в экстатическую медитацию. Он размышлял о том, как копия назад к Божеству могут попасть к внимательным людям, которые с благодарностью прочтут их. Обслуживание также не было проблемой. В Шримад Пхагау Тамшука Дева Госвами и говорит заявил, что проблема преданного – это не еда, одежда или кров. Если у человека нет кровати, он всегда может лечь на землю и использовать свои руки в качестве подушки. Для одежды он всегда мог найти на улице какую-нибудь отвергнутую одежду. В качестве пищи он мог питаться плодами с деревьев. А для ночлега можно было остановиться в горных пещерах. Природа дает все необходимое, а трансценденталист не должен льстить материалистам, чтобы сохранить себя. Конечно, Абхайи жил не в горах и не в джунглях, а в городе Нью-Дели, но он фактически принял образ жизни отреченного, предложенный Шукадевой, не для того, чтобы наказать свое тело или доказать, что он чист и бескомпромиссен, а потому, что он должен был жить в бедности, если хотел регулярно производить назад к Божеству. Для Абхайи это был великий труд любви, и покупка бумаги для печати становилась приоритетом даже перед едой. Пренебрежение личными потребностями ради проповеди было проявлением его веры в Кришну, в которую Абхайи испытывал недостатка. Он был полностью уверен, что если будет служить Кришне, то будет обеспечен. Работать в одиночку не было непреодолимой проблемой, это было приятным и простым. Это было лучше, чем управлять неофитами, членами Гауди и Сангхи. Экстаз от усердного служения своему духовному учителю не был проблемой. Проблемой было состояние мира. Согласно Стресс, нынешняя эпоха, Кали-юга, приведет к постоянной деградации общества. И Абхай мог наблюдать это каждый день в Дели. Дели, ранее известный как Хастинапура, был древней столицей царя Ютхихиры, который за пять тысяч лет до этого под покровительством господа Кришны был самым богатым царем в мире, а его граждане были полностью защищены и обеспечены. Теперь, после тысячи лет иностранного порабощения, Индия вновь стала независимой, а ее столицей стал Нью-Дели. Однако даже за сравнительно короткий 60-летний стаж Абхай он успел увидеть, как деградирует индийская культура, которая в его детстве сохранила большую часть первозданной чистоты ведической эпохи. Теперь он увидел общество, в котором его соотечественники стали жертвами пропаганды и того, что они могут быть счастливы в грубых материалистических потоканиях. Британцы вели чай, табак, мясо и фабрики, и теперь, даже после обретения независимости, все это стало частью нового образа жизни Индии. Прогнув британцев, индийцы стали подражать западным образцам, а индийские лидеры намеренно игнорировали ведические принципы сознания Бога, те самые сокровища, которые Индия должна была распространять по всему миру. Абхай видел, как Индия отказалась от своего духовного наследия и устремилась за модернизацией Запада, но где же теперь этот материальный прогресс? Стали ли индийцы счастливее после обретения независимости, чем в британские времена? Для Абхай перенаселенный город был сущим адом, в котором обитали грубияны и глупцы. Хотя тысячи бедняков были заняты на растущих сталелитейных и шинных заводах, условия их жизни ухудшились. Абхай выразил свою озабоченность такими условиями в фильме «Назад в год-хит». Могут ли бедняки есть гайки и болты, произведенные на заводах? Могут ли они питаться кино, телевидением или сексуальными песнями по радио? Лидеры не могли понять, что отказ от духовного принципа привели к тем самым бедам, которые они официально ненавидели, декаденская, бунтующая молодежь, коррупция во всех сферах гражданской жизни и даже экономическая нестабильность и дефицит. Когда Абхай был юнцом в Калькутте, там не было билборда в кинотеатрах, рекламирующих бурные сексуальные фантазии, но теперь в Индии была создана третья по величине киноиндустрия в мире, и реклама фильмов была повсюду в Деле. Появились магазины по продаже говядины и спиртных напитков. В газетах регулярно появлялись редакционные статьи, в которых выражалось сожаление по поводу деградации молодых индийских парней, которые дразнили, оскорбляли и унижали женщин на улице. Женские люди жаловались на рост распущенности среди подростков и непристойное отношение к женщинам в фильмах и рекламы. Но не было ни благочестивых брахм, ни святых администраторов, которые могли бы что-то с этим сделать. Абхай видел необходимость в пересмыслении общества. Но общество устремилось в противоположном направлении. В феврале, когда Абхай пытался публиковать книгу «Назад к божеству», премьер-министр Нэру, с беспокойством говоря о кризисе духов в Индии, сказал одновременно «Стартовал очередной пятилетний план по быстрой индустриализации». Все, начиная с премьер-министра и заканчивая простым человеком, были озабочены симптоматическими проблемами, но никто, похоже, не понимал, что настоящая проблема заключается в отсутствии сознания Бога. Абхай должен был дать лекарство от недугов кали-юде. Он знал, что оно необходимо в гораздо больших масштабах, чем он мог бы сделать своими силами, но даже выпустить один номер назад к божеству было почти не по силам. Написание статей, их набор, сдача в типографию и распространение не должны были быть работой одного одинокого, обедневшего преданного, но, работая со своими крестными братьями, он столкнулся с их явной неорганизованностью и отсутствием желания энергично проповедовать. Прхактисар и Бхактисар и Гогос в Маймел казалось, что Сатханатуя полон решимости оставаться маленьким, и его маха, как и многие другие, была неэффективна для привлечения новых членов. Это было то мелочное умонастроение, которое искалечит проповедь. Поэтому сейчас он работал в одиночку в небольшом масштабе, счастливый в своем духовной работе на благосостояние, при этом осознавая, что его четырехстраничная газета – лишь капли воды в пустыне. В феврале 1956 года, в то время как США боролись за гражданские права, когда Хрущев и Зинхауэр открыто осуждали гонку вооружений и маневрировали на переговорах по ядерному разоружению, а Шах Ирана находился с визитом в Нию Дели Абхой, пытался печать книги назад к божеству. В зимнюю стужу он ходил по утренним улицам Дели, чтобы зайти к печатнику Сурендри Кумару Джайну и ознакомиться с последними гранками. Пешком он экономил деньги. Только когда он доставлял бумагу от торговца бумагой в типографию, он брал на прокат Рикшу. У него не было кадары, только легкая хлопчатобумажная куртка, и он носил резиновую обувь. Он также носил хлопчатобумажную шапку, которая закрывала уши и завязывалась под подбородком, защищая его от 40-градусных зимних утр и порывистого ветра. Кумар Джайн, мое первое впечатление было таким, он был приятным человеком и прямолинейным. Мне было жаль его, потому что я знал, в каких условиях он приезжал. Я знаю, что у него не было даже 25 пайсов. Он проходил весь путь пешком, без завтрака и прочего. Он приходил утром к прессе, и когда я спрашивал его, «С вами Джа, вы что-нибудь ели сегодня утром?» Он отвечал, «О, нет, мистер Джайн. Я просто пришел, потому что мне нужно было посмотреть доказательства. Ничего страшного, говорю я, я принесу тебе завтрак». Я звала его завтракать, а он садился и работал. Он сам вычитывал корректуру. Печатать приходилось мне, и чаще всего он хотел присутствовать при окончательной доводке. Он приходил в утром около 7 и оставался до тех пор, пока не видел все доказательства. Это было обычным делом, он приходил без завтрака, я организовывал завтрак, и мы садились напротив. Стол был накрыт на несколько часов. Он всегда говорил только на религиозные темы. Но когда мы сидели, особенно когда ждали, когда придут гранки, мы обсуждали многие вещи. Я чувствовал, что он знает довольно много, потому что он был начитанным человеком. Он был скорее другом, чем просто человеком, приходящим за печатной продукцией. Он был очень простым человеком, прямолинейным в своих привычках. Но в то время его миссия заключалась, в частности, в продвижении движений назад к Божеству. Его финансовое положение было очень, очень слабым. Иногда печать была затруднена, потому что он не мог договориться о бумаге. Много раз я говорил ему, что если он чувствовал затруднение, почему он продолжает? Но он сказал, «Нет, это моя миссия, и я всегда буду выполнять ее по мере возможности». Я старался максимально приспособиться к нему. Но он был настоящим нищим. Я только печатал, а он должен был договариваться о бумаге. Поэтому иногда она задерживалась. Хотя моя работа заключалась в печати, иногда я говорил, «Хорошо, вы так заинтересованы. Я дам вам бумагу». Но обычно он сам договаривался об этом, поскольку мы занимались только печатью. Он привозил ее на рикша. Мы не испытывали неудобств, но, как водится, если счета задерживались надолго, я спрашивала его, не может ли он что-нибудь с этим сделать. Он отвечал, «Не волнуйтесь, вы можете быть уверены, что ваши деньги придут». Я никогда не спрашивал его, откуда берутся деньги, потому что считал, что это его личное дело. Но ему было неловко, когда он не мог заплатить, поэтому я никогда не пытался его смутить. Его беспокоило, что если у него не будет денег, как он сможет печатать газету? А он определенно хотел выпускать эту газету. Он хотел проповедовать учения Гиты. Он думал о том, что это своего рода движение, что это единственный способ, с помощью которого люди в мире могут обрести мир. Его убежденность была очень сильной. Забрав копии с типографии, Абхай ходил по городу и продавал их. Он садился за чайный киоск, и когда кто-нибудь садился рядом с ним, Абхай просил его взять копию назад к божеству. Он также ходил по домам и офисам людей, которые уже делали пожертвования или согласились встретиться с ним, и искал новые контакты иногда, по рекомендации, а иногда без приглашения заходя везде, где мог найти потенциального читателя. Доставляя экземпляры постоянным жертвователям, он обсуждал с ними философию предыдущего номера, а иногда писал статьи на заданное имя темы, наш уважаемый друг, Шри Бишин Прасат Махешвари, один из авторитетных адвокатов Верховного Суда, попросил нас написать что-нибудь о принципе плодотворного действия с особой ссылкой на пороки и их потенцию. Часто доноры соглашались встретиться с ним не столько из искреннего интереса или привязанности, сколько из чувства долга. В силу традиционной индуистской набожности они считали себя обязанными видеть с Абху, брать у него газету и даже хорошо о нем думать, но не обязательно читать его газету. Однажды, когда Абхой приближался к зажиточному дому, хозяин вышел на второй этаж веранди и крикнул, «Уходите! Мы не хотим, чтобы вы здесь были!» Абхой, отвечая на сопротивление, вежливое и невежливое, с которым он столкнулся во время продажи «Назадгатхеду», написал статью «Нет времени, хроническая болезнь обычного человека» для издания от 16 марта. Когда мы подходим к какому-нибудь джентльмену и просим его стать читателем «Назадгатхеду», иногда нам отвечают «Нет времени». Они говорят, что слишком заняты заработыванием денег, чтобы поддерживать тело и душу вместе. Но когда мы спрашиваем их, что они подразумевают под душой, им нечего ответить. Доктор Мегнат Хсаха, великий ученый, собирался на заседание комиссии по планированию. К несчастью, во время поездки на машине он умер и не смог попросить смерть подождать, потому что в тот момент у него не было времени. Доктор Ансари, великий лидер Конгресса, умирая в движущемся поезде по дороге домой, сказал, что сам он был медиком и почти все члены его семьи были таковыми, но смерть – это так жестоко, что он умирает без всякой медицинской помощи. Поэтому в Пхагвате смерть описана как неутомимая. Смерть подстерегает каждого, хотя каждый думает, что он может не умереть. После смерти есть жизнь. Занятый человек должен попытаться узнать, куда он идет. Эта жизнь – всего лишь точка в его долгом пребывании, и здравомыслящий человек не должен быть занят только этой точкой. Никто не говорит, что тело не следует поддерживать, но каждый должен знать из Пхагватгиты, что тело – это внешняя одежда, а душа – это реальная личность, которая надевает эту одежду. Поэтому если заботиться только о платье, не заботясь о реальной личности, это полная глупость и пустая трата времени. Абхай был необычным продавцом газет. Он не торговал газетами на улицах и не продавал их в газетных киосках, а спокойно подходил к людям, когда они сидели за чашкой чая, или заходил к знакомым в их офисы или места работы. Взяв экземпляр из пачки, которую он нес подмышкой, он вручал, казалось бы, обычную газету – бульварная газета жирными черными заголовками на всю первую полосу. Но какие странные заголовки – ничтожество человечества, философские проблемы в рамках социального сознания, страдания человечества, чистое сознание национализма. Любой с первого взгляда мог понять, что это необычная газета. Абхай говорил что-то, пытаясь убедить их взять ее в любом случае, пока они не говорили – нет времени. От имени своего духовного учителя и предыдущих авторитетов вайшнавов он играл роль продавца газет, улыбчивое поведение, джентльменское приглашение. Нет, это была необычная газета, но они найдут ее интересной, и стоила она всего шесть пайсов. Так он проявлял милость господа Кайтанье, раздавая истинную веду легкой и доступной форме газеты. Несмотря на отчаянную бедность и срочность его послания, его письмо никогда не было пронзительным, язвительным или фанатичным. Он писал, рассчитывая найти своего читателя, готового услышать здравую философию и всегда готового принять истину, особенно если она представлена логично и уместно и подкреплена авторитетной ведической литературой. Хотя опыт жизни на улицах Дейли показал ему, что люди неглубокие, отвлеченные и не заинтересованные в самореализации, он знал, что большинство людей хотя бы раз в жизни задумывались над важнейшими темами философии, существует ли Бог, является ли он личностью, почему существует страдание. Поэтому Абхай обратился к их высшим чувствам. Весна 1956 года принесла визиты государственного секретаря США Далеса и, несколько дней спустя, лорда Малунбаттина, бывшего генерал-губернатора Индии, которого в аэропорту встречали тысячи людей. Затем наступило празднование некогда священного дня холи, когда ежи обрызгивают всех прохожих разноцветными красками. Премьер-министр Нейру объехал делийские трущобы, выражая отвращение к царящим в них условиям. Он объявил о намерении Индии развивать атомную энергетику, подчеркивая его мирное использование. Погода потеплела. Началось пограничное столкновение между Индией и Пакистаном. Железнодорожники Дели объявили забастовку. Тем временем Абхай продолжал проповедовать. Каким-то образом ему удалось удовлетворить финансовые, редакционные и типографские требования, и 20 мая вышел шестой номер журнала за 1956 год назад Гатхеду. На первой странице было помещено специальное объявление, в качестве принципа пожалуйста, прочитайте назад к Божеству и возродите свой глубинный аспект личности. В ней нет ничего, что было бы нашей идеологией, созданной несовершенным чувственным восприятием, но все, что она содержит, это послание наших освобожденных мудрецов. Мы просто помогаем им вновь заговорить с мужчинами и женщинами простым языком для реальной жизни. Поэтому каждый ответственный мужчина и женщина должны регулярно читать эту книгу за очень незначительную сумму 24 рупия в год или 3 рупия в месяц. Не пренебрегайте ею. Это в ваших интересах. Она создаст счастливое общество человечества. В книге «Как транслировать учения Бхагавадгиты» он говорил о необходимости духовной организации в обществе. Образцовая община, которую он назвал Гиттанагари, деревней, где поют Бхагавадгиту, будет жить по Бхагавадгите и проповедовать ее послание всему миру. Похвалив Махатму Ганди за его вешеновские качества, Абхай предположил, что Ганди также высоко ценил концепцию Гиттанагари. Это был единственный способ избавиться от страданий вызванных демоническими лидерами, которые вводили в заблуждение нынешнюю деморализованную цивилизацию. Он прикидывал, как захватить беспокойное народное воображение. Он хотел изложить течение Кришны в ясной, понятной форме и широко распространить его. Он чувствовал, что хорошие аргументы из авторитетного писания привлекут здравомыслящих, беспристрастных, образованных людей, даже если они будут утверждать, что им это неинтересно. Он знал, что каким-то образом, не отказываясь от своей серьезности и абсолютного вывода, он должен привлечь их интерес. Они не заводили религию до уровня какой-то книги священного писания на полке, которую они никогда не читали, ни не понимали или не могли поверить, он принес им это как газету, и все же это было так же хорошо, как священное писание. Нет, это было не то, что они ожидали увидеть в газете, но они могли ее прочитать. Процесс воспевания святого имени Бога, осуществляемой пропагандой назад к божеству, не доставляет удовольствия поверхностным охотникам за наслаждениями, описывающим мужчин и женщин в непристойной литературе в национальных новостях, но он является средством наслаждения трансцендентным вечная жизнь. Помимо продажи Back to Godhead в чайных киосках и передачи экземпляров донорам, Абхай также рассылывал бесплатные экземпляры, как в Индии, так и за ее пределами. В течение многих лет его беспокоила огромная аудитория англоязычных читателей за пределами Индии, и он хотел до них добраться. Собрав адреса библиотек, университетов, культурных и правительственных учреждений за пределами Индии, он разослал по почте столько Back to Godhead, сколько мог себе позволить. Он подготовил письмо для своих западных читателей, предполагая, что они должны быть еще более восприимчивы, чем его соотечественники. Хотя послания, содержащиеся в книге Back to Godhead, это все дары древних мудрецов Индии, которые действительно осознали и абсолютную истину, в настоящее время так называемые лидеры Индии слишком увлечены западным путем материального развития знаний. Они полностью пренебрегают сокровищницей знаний, оставленные мудрецами. Вы, господа из западных стран, много видели о материальной науке, и все же мир вам не подвластен. В большинстве случаев вы можете ощущать недостаток мира, хотя у вас его достаточно, в материальном плане. Этот основной недостаток материализма остается незамеченным заблуждающимися лидерами Индии, и поэтому они несерьезно относятся к возвращению к Богу, конечной цели жизненного пути. На домашнем фронте Абхай отправил копию последних выпусков назад Гатхеду в президенту Индии, доктору Раджендре Прасаду, вместе с письмом, предупреждающим о гибельной судьбе, которую ожидает общество, управляемое Асурами, «Пожалуйста, спасите их от великого падения». Письмо Абхая от 21 ноября было откровенным. У меня появилась идея отправиться назад к Божеству сразу после того, как я покину свое нынешнее материальное тело, и, чтобы взять с собой всех современных мужчин и женщин мира, я начал издавать свою газету «Назад к Божеству» как одно из средств на этом пути. Пожалуйста, не считайте меня каким-то чудаком или безумцем, когда я говорю, что, покинув свое нынешнее материальное тело, «Я отправлюсь назад к Божеству». Это вполне возможно для всех и каждого из нас. Абхай попросил его превосходительства хотя бы бегло просмотреть заголовки прилагаемой дюжины экземпляров «Назад к Божеству» и рассмотреть возможность дать редактору интервью. Предстоит проделать огромную работу по сохранению духовного наследия Индия, и для этого должно быть создано специальное министерство по духовным делам. «Сейчас я плачу один в пустыне», — написал Абхай. Но его превосходительство так и не ответил. В фильме «Назад к Божеству» Абхай вел пропаганду против атеистических взглядов. В фильме «Надежда против надежды» он откровенно признался, что 80% людей, с которыми он встречался во время продажи «Назад к Атхеду», были атеистами. Иногда мы встречаем Господь современным вкусом и пытаемся заинтересовать их вопросом «Назад к Божеству». Они откровенно говорят, что не только не интересуются такой атеистической темой, но и осуждают попытку вернуть людей в целом на путь назад к Божеству. По мнению этих джентльменов, экономические условия индийского народа ухудшились из-за его чрезмерной веры в Бога, и чем скорее они забудут все о Божестве, тем лучше для них. Но мы не можем согласиться с этим атеистическим выводом таких современных джентльменов, лишенных чувства Божества. Абхай утверждал, что, хотя независимая Индия теперь воспитывает своих граждан в духе безбожного материализма, ее экономические условия не улучшаются. Многие индийцы не имеют даже самого необходимого для жизни. Он привел в пример 120 тысяч безработных в Деле. Некоторые государственные служащие или удачливые бизнесмены могут чувствовать себя счастливыми, но 90% их собратьев не знают, как свести концы с концами, и поэтому экономическая ситуация определенно неудовлетворительна. Он процитировал слова бывшего президента Соединенных Штатов Гарри Эструмэна о том, что национальная независимость означает, что граждане должны иметь комфортную жизнь. Если это так, сказал Абхай, то здесь же независимость Индия. Его мысль заключалась в том, что все попытки добиться счастья процветания незаконы, если они не признают главенство Верховного Господа. Атеистическая цивилизация никогда не сможет привести к миру. В книге «Прогрессивные амбиции» и «Неутолимая похоть» Абхай написал, «В мире нет недостатка в деньгах, но есть недостаток в мире». Вся человеческая энергия была направлена на этот бизнес по заработанию денег, что, конечно, увеличило способность всего населения зарабатывать дешевые деньги, но в результате такая неограниченная и незаконная инфляция денег создала плохую экономику и позволила нам производство огромного дорогостоящего оружия для уничтожения результата такого дешевого бизнеса по заработанию денег. Власти стран, делающих большие деньги, вместо того чтобы наслаждаться миром, сейчас заняты разработкой важных планов, как спастись от современного разрушительного оружия, и, по сути, огромные деньги бросаются в море для проведения экспериментов с таким страшным оружием. Такие эксперименты проводятся не только с огромными затратами, но и ценой многих несчастных жизней, связывая тем самым эти страны по законам кармы. У тех, кто незаконно накапливал деньги, их отнимали налоги на войны и другие агенты иллюзорной природы в виде врачей, адвокатов, сборщиков налогов, обществ, конституций, так называемых садху, голода, землетрясений и многих подобных бедствий. Скупец, не решившийся приобрести экземпляр книги «Назад к божеству» по дептовку иллюзорной природы, потратил 20 тысяч рупий на недельные болезни и в конце концов умер. Подобное случилось, когда человек, отказавшийся потратить непоясы на служение Господу, испортил 30 тысяч рупий в судебных тяжбах между членами дома. Таков закон природы. Работник почтового отделения в Нью-Дели, заметив название журналов, которые Абхай отправлял за границу, воспользовался случаем, чтобы поспорить с Абхаем о его атеистических взглядах. Шрила Прабхупада, почтмейстер Быларьи Самаджа, и он говорил со мной о газете «Назад к божеству». Он поднял вопрос, если мы хорошо выполняем свои обязанности, то какой смысл поклоняться Богу? Если мы становимся честными, если мы становимся нравственными, если мы не делаем ничего, что вредит кому-либо, если мы действуем таким образом, то зачем это нужно? Поскольку название нашей газеты было «Назад к божеству», он косвенно протестовал, что толку в том, чтобы распространять эту философию божества, если мы будем вести себя хорошо, таково мнение Арииса Маджистов, как избежать Бога. И я ответил, что если человек не осознает Бога, он не может быть моралистом, не может быть правдивым, не может быть честным, такова наша точка зрения. Вы изучаете весь мир только по этим трем пунктам – нравственность, честность, милосердие, но если человек не осознает Бога, он не сможет продолжать эти вещи. Чтобы возродить все эти хорошие качества в обществе, сначала нужно вызвать сознание Бога. Один человек из Делли, заметив, что Абхар распространяет «Назад к божеству», спросил, где находится божество? Можете ли вы показать мне Бога? Абхар ответил на вызов, но, передвигаясь по городу в течение дня, он также размышлял над более глубоким ответом. Вернувшись в свою комнату, он начал писать статью «Где божество?» Можно ли его увидеть? В здании секретариата вне Юдели на камне высечена надпись «Свобода не приходит к народу, ее нужно заслужить, прежде чем ею можно будет наслаждаться». Это действительно так, и мы видим, как много жертв пришлось принести народу Индия, прежде чем он смог обрести сварадж. На вопросе о божестве некоторые безответственные люди спрашивают, «Где Бог?» «Можете ли вы показать мне Его?» «Видели ли вы Бога?» Таковы некоторые вопросы, задаваемые безответственными людьми, которые хотят получить все очень дешево. Если для достижения временного ложного чувства свободы в этом материальном мире требуется столько труда и жертв, то можно ли так дешево увидеть божество, абсолютную истину? Увидеть Бога означает полную свободу от всех условий. Но является ли божество, чтобы он мог присутствовать по моему приказу? Атрисд же требует так, как будто божество – это его платный слуга, и считает, что божество – это воображаемая вещь, иначе оно появилось бы перед нами, как только мы потребовали бы его увидеть. Однажды, когда он шел по уединенной улице, выполняя свой долг назад к божеству, бродячая корова, такие обычно встречаются на улицах любого индийского города, внезапно набросилась на него, пронзив рогом Его Бог, и сбилась ног. Сначала он не мог подняться, и никто не пришел ему на помощь. Лежа на земле, он размышлял, почему это произошло. Наступило лето, и 110-градусная жара сделала почти невыносимым пребывание на улице. На городских улицах дули горячие ветры, наполненные пылью. Уличные лоточники закрывали свои предприятия днем. В начале мая, во время 112-градусной жары, мужчина упал в обморок и умер от теплового удара. Но Абхай не обращал внимания на жару и обычные ограничения организма. Однажды во время проповеди назад к божеству по разным адресам в городе Абхай вдруг начал терять сознание, одолеваемый жарой. В этот момент мимо на машине проезжал его знакомый, человек, к которому он обращался во время проповеди, и он отвез Абхая к врачу. Врач диагностировал у него тепловой удар и приказал ему отдохнуть. 20 июня Абхай выпустил восьмой подряд двухнедельный номер за год, на первой странице которого была помещена статья, осуждающая как материалистическую семейную жизнь, так и ложный отказ от семейной жизни. Прошло почти два года с тех пор, как он покинул свой дом и принял орден вонапростх, его комментарии о семейной жизни выглядели как автобиографические, так и священные. Он процитировал высказывание прохлады Махараджа и Шримадбхагаватам. Те, кого постоянно тревожат заботы и тревоги, связанные с домашними делами, могут покинуть место, которое является временной обителью черной дыры, семейной жизни, убить себя и укрыться у лотосных стоп личности божества, уйдя в лес. И он признал, управлять семьей сложнее, чем империи. Но попытка избежать семейной жизни, живя в джунглях без настоящего духа тречения, была обезьяненом и тречением. В джунглях было много обезьян, которые жили голыми, ели фрукты и держали спутниц. Настоящее лекарство заключается в том, чтобы принять служение лотосным стопам господа. Это делает человека свободным от всех забот и тревог жизни. Это делает человека способным видеть божество всегда и везде. Настоящая отреченная жизнь, таким образом, была возможна и без ухода в лес. Даже если человек оставался в одежде домохозяина, он мог освободиться от забот и тревог. Занявшись преданным служением 1 сентября, президент США Эйзенхауэр осудил советские секретные испытания и ядерную бомбу мощностью в миллион тонн тротила и посмеялся над советскими заявлениями о мире. На Ближнем Востоке египтянин Асир национализировал эксплуатацию Суэцкого канала, что вызвало международный кризис. 20 сентября 81 страна собралась вон, чтобы сформировать новые международные агентства, призванное помочь приручить атом в мирных целях. Абхай видел некоторые заголовки и слышал разговоры о последних новостях от джентльменов, которых он навещал. Он откровенно говорил им, что без сознания Кришны обещание политиков о сотрудничестве — сплошная фантасмагория. Пхатиси Тханта Сарасвати говорил, что если хотя бы одна душа превратится в чистого преданного, его миссия будет успешной. И все же иногда Пхатиси чувствовал себя подавленным, когда он думал о том, как он мал, как много работы нужно проделать от имени Кришны и как трудно убедить хотя бы одну обусловленную душу. Библиотека Шрила Прабху подали Олмтатам 1 глава 10 и обитатель Виндавана «Я сидел один» Виндаване писал. «Мой крестный брат настойчиво говорил мне, Пахактиведанта Прабху, ты должен это сделать. Не приняв отреченный образ жизни, никто не сможет стать проповедником». Так он настаивал. Не он и стоял, а практически мой духовный учитель настоял. Он хотел, чтобы я стал проповедником, поэтому заставил меня через этого крестного брата, ты принимаешь. Итак, с неохотой я согласился. Шрила Прабхупада пассажирские вагоны за локомотивом двигались вперед почти бесшумно. Медленно стуча по рельсам, поезд выехал со станции, мимо товарных складов, квартала ветхих домов, старого далийского форта, мусорной свалки незамуденно сотнями ворон и стервятников, летающих над головой, а затем мимо красного мраморного купола мечети из песчаника. Сидя в купе третьего класса, с багажом, уложенным под сидением, Абхай мог видеть проходящих рядом с путями фабричных рабочих, которые несли свои обеды в металлических цифинах, а затем и сами фабрики, окруженные хижинами из грязи и соломы. Он миновал соломенные крыши и брезентовые палатки, костры из коровьего навоза, дымившие в утреннем воздухе. Высокие трубы электростанции и андропрастха извергали другой дым, а сажа была черной. Облака стелились за локомотивом. Он увидел красные и фиолетовые пылевые цветы, распустившиеся в заросли колючего кустарника на обочине, а за ними, дорогу на Матхуру с ее границей из бесплодной деревьев Кикара. Это был утренний поезд Агры, и пассажиров было немного. Абхай собирался доехать до Матхуры, а затем отправиться под Дживендаванну. Он много ездил по индийской железной дороге, особенно в 30-е и 40-е годы, когда по делам путешествовал по Бенгалии, Пинджабу, Утарпрадишу, Махараштри и Панхарпрадишу. Он бывал в Индаване несколько раз. В детстве, когда он задумчиво смотрел на расписание поездов, это было первое место, которое ему пришло в голову посетить. Его первый визит в 1925 году был лишь кратким паломничеством, пока он находился в близлежащей Агри по делам. Затем в 1932 году Шрила Пхатисидханта Сарасвати был в умдавании во время парикраммы. Это был незабываемый визит, Абхай слышал его выступление в Кассии, и Шрила Пхатисидханта отметил его, он любит слушать. А затем в Радхакуа три года спустя он был со своим духовным снова хозяином. Но он никогда не ездил вот так, жить там. Одетый в простую белую тхоти, держа руку в мешочки для бусин, перебирая четки джапы, он смотрел в окно, тихо напевая святое имя. Поезд проехал через густые заросли Фаридабада и попал на сельскохозяйственные поля, с их перемежающимися участками пшеницы, дола и сахарного тростника, начинающимися у железнодорожного полотна и простирающимися на полмилли до сухих, невозделанных земель, которые тянулись до самого горизонта. Сайт-поезд мчался все быстрее. За окном проплывали сельские деревни. В часе из Деодели земля была в основном плоской и открытой, усеянной небольшими деревнями. Изредка он замечал старинный храм. Но в основном это была земля, то бесплодная, с несколькими пальмами, то возделанная с орошаемыми полями, под простором голубого неба и палящего солнца. Абхай давно хотел укрыться в Ндване, и теперь для этого не было никаких препятствий. Его цель оставалась прежней, он писал назад к Божеству и раз в две недели доставлял его в типографию в Деле. Пока он мог позволить себе путешествовать, он возвращался в Деле, чтобы распространять назад к Божеству. Но жить он будет в приюте Виндаваны. Он имел в виду комнату в храме Гоплыч возле Кисикха, комнату на крыше, откуда открывался вид почти на всю Виндаванну. Со времени своего визита в 1953 году из Тшханьсе он поддерживал связь с управляющим храма. Переехав Виндаванну, Абхай последовал за своими духовными учителями-предшественниками. У Шрилы Бхакти Сидханты Сарасвати Бхакти Винады Хакура был свой дом в Радхакуа и проповедовал Виндаване. Гауракисра Даса Бабаджа, Джиганатха Даса Бабаджа, Вишванатха Чакраварти и Нратамадасах Кюра жили либо в Виндаване, либо в Новодвипе, недалеко от места рождения господа Кайтанья. У господа Кайтанья и его ближайших последователей были особенно близкие отношения с Виндаванной. Господь Кайтанья поручил Рупе Госвами Санатане Госвами открыть места пребывания Кришны Виндаване, которые с течением веков были утеряны. Рупа и Санатана оставили свои престижные государственные посты и отправились жить в Виндаванну. Одетые в простые набедренные повязки, они жили без постоянного места жительства, останавливаясь каждую ночь под разным деревом. Они, а также Дживо Госвами, Ракхунатха Даса Госвами, Ракхунатха Бхага, Гапала Бхага, известные и почитаемые как шесть Госвами из Виндаваны, составили обширную литературу о Кришной Бхате. Они вдохновили богатых вайшнавских меценатов на возведение великих храмов Виндаване, Гавиндаджа, Маданамохана, Радхадамодара, Радхарама. В Радхакуа, вскоре после ухода Господа Кайтания из этого мира, Радхунатха Даса Госвами воспевал сто тысяч имен Кришны и ежедневно по нескольку часов рассказывал о том, как живет Господь Кайтания. Там же, Кришна Даса Кайраджи составил книгу Кайтания Каритама, описывающую жизнь и учения Господа Кайтания. Даже те гаудеи вайшновы, которые не жили в Виндвене, всегда хранили Виндвену в своих сердцах и провозглашали ее славу. В Кайтании Каритаме описывается великий экстаз, который испытывал Господь Кайтания, путешествуя с Пури Виндавану, ум Шри Кайтания Махапрабху был поглощен экстатической любовью Джиганадха Пури, но когда он проходил по дороге на пути Виндавану, эта любовь возросла во сто крат. Экстатическая любовь Господа возросла в тысячу раз, когда он посетил Матхуру, но она возросла в сто тысяч раз, когда он бродил по лесам Виндаваны. Когда Шри Кайтания Махапрабху находился в другом месте, самого названия Виндвены было достаточно, чтобы усилить его экстатическую любовь. Теперь же, когда он действительно путешествовал в лесу Виндаваны, его ум поглощен великой экстатической любовью день и ночь. Он лел и купался просто по привычке. Виндаванна, это земное проявление вечной духовной обители господа Кришны, которую сам Господь описывает в Пхагавадгите, есть и другая природа, которая вечно и является трансцендентной по отношению к проявленной и непроявленной материи. Она никогда не уничтожается. Это высшее предназначение. Когда человек отправляется туда, он никогда не возвращается. Это моя высшая обитель. Деятельность Кришны, связанная с вечностью, блаженством и знанием, а также его обители, Галлока Виндаванна, описанной во многих ведических литературах, я поклоняюсь Гавинде, первозданному Господу, перворожденному, который пасет коров, исполняя все желания, в обители, построенной из духовных драгоценных камней, где его окружают миллионы деревьев цели и где ему всегда оказывают великую услугу почитания и привязанность сотен и тысяч лакхов, или гопи. Хотя обитель Господа Кришны, Галлока Виндаванна, находится далеко за пределами материального мира, когда Кришна приходит на землю, он показывает свою вечную обитель в индийской Виндаване. Этот участок площадью 84 квадратных мили на севере Индии идентичен вечному миру на духовном небе. Жизнь и смерть Виндавана гарантирует преданному переход вечный духовный мир. Обитатели Галлоки, даже животные, возвышены, в конце жизни они переходят на Галлоку-Галлоку. Поэтому Господь Брахман молился о том, чтобы родиться в виде комочка травы на окраине Галлоки, чтобы эти чистые преданные очистили его пылью со своих ног. А Вишнавские шастры утверждают, что даже при кратковременном посещении Виндавана можно осознать Верховного Господа в своем сердце. Кайтаньи Чаритамрита утверждает, подобно трансцендентному телу Господа Кришны, Гакула всепроникающая, бесконечная и верховная. Она простирается как вверх, так и вниз, без каких-либо ограничений. Эта обитель проявляется в материальном мире по воле Господа Кришны. Она идентична той изначальной Гакуле, это не два разных тела. Земля является осязаемым камнем. Синтмы, и леса изобилуют деревьями желаний, хотя материальные глаза видят это как обычное место. Идеальное место для реализации сознания Кришны, в Раджабхуме, или в Даванна, где люди естественным образом склонны любить Кришну, а Кришна естественным образом склонен любить их. Поезд прибыл в Матхуру. Абхай сошел с багажом и осмотрелся, заметив недавно построенное здание и узловой станции Матхура. Пройдя через ворота и выйдя со станции, он нашел водителя, договорился о стоимости проезда и отправился в Кесе к Хаоу. Палмелия повозка, запряженная лошадьми, ехала по дороге между путями и железнодорожным двором. На главной дороге они свернули налево, проехали под железнодорожным мостом и попали на открытый рынок. На земле были разложены груды фруктов, овощей и зерна. Рядом с ними сидели продавцы, торговались и мерили, пока покупатели толпились вокруг. Женщины Матхуры, одетые в яркие саря, желтые, зеленые, розовые и фиолетовые, оживленно двигались по рынку. Автомобильный транспорт состоял в основном из телек с быками, погонщики которых часто сидели на корточках на деревянных вилах между плечами своих животных, помахивая кнутом почередно то одного, то другого вала с помощью вилевки, соединенной с деревянной ручкой. Хотя это был самый населенный район в путешествие Виндавану, по сравнению с Дели он казался простым и сельским. Солнце стояло высоко, но верхушка джи давала частичное укрытие, и летняя жара уже прошла. За базаром дорога свернула вправо, и Абхай увидел неподалеку белые купола массивной мечети из песчаника, обозначающие Кришна Джанма Мастханна, место рождения Господа Кришны. Много веков назад большой храм Кришны и построили на его месте мечеть, и теперь прямо перед мечетью стоял на воде меньший храм Кришны. Они подъехали к трехстороннему перекрестку Нью-Дели, центральная Матхура, Виндавана. Водитель ударил лошадь кнутом, и джи поехал по дороге Виндавану, обгоняя стадо белых коров, среди которых шел пастух, держа в руках палку. Дорога была оживлена джи и медленными, скрипучими повозками, груженными рыночными товарами и запряженными приземистыми черными водяными буйволами. Вереница маленьких веретенообразных осликов везла негабаритные грузы дров и мешков с песком. Хотя в жизни Абхая многое изменилось с тех пор, как он приехал сюда к своему духовному учителю во время парикрамы много лет назад, Виндавана осталась прежней. Он чувствовал, что поступил наилучшим образом, приехав сюда, оставив жару, пробки и дым, человеческие страсти деля. Это было естественное облегчение. Но даже когда он испытывал трансцендентные эмоции по отношению к Виндаване, в его сознании все еще сохранялись впечатления от месяцев проповеди в Дели, городские улицы и он сам, переходящий с места на место со своей книгой назад к божествам. Жизнь в Дели была постоянной, энергичной проповедью. Сейчас ему было уже более 60 лет, но он приехал в Виндавану не для того, чтобы уйти на покой. Он отошел от домашних дел, но не от обязанностей сделать назад к божеству таким же популярным изысканным, как Илла Стретит Викли. Он будет жить Виндаване и ездить в Дели. Но он никогда не перестанет проповедовать. Тонкая лошадка рысью пронеслась мимо полицейского участка и корыта с водой для животных, и высокие деревья возвестили о том, что перед ними окрестности Виндаваны. По обеим сторонам виднелись садовые дворики частных усадеб и ошрамов. Хрупкие белые цветы малати, золотые ноготки, во лучах яркого солнца распустились франжипания, красный гибискус, деревья печали и многие другие цветы и деревья, некоторые из которых известны только Виндаване. Слева от них возвышался крепостной храм Радхаговинда, а напротив, вдалеке, в высоченная башня храма Раджанетха. Они вошли в узкие улочки, тесные и оживленные, с рынками и городскими домами, а затем снова стало тише. В конце узкой улочки, у реки Емуна, рядом с купальней Кеси, стоял небольшой, красиво украшенный вход в храм Вэш-Сига Паладжа, узкое трехэтажное здание с тремя куполами и множеством украшенных арок. Перешагнув через точную канаву на обочине и поднявшись по трем мраморным ступеням, Абхай вошел в парадную дверь, а за ним последовал водитель, который нес багаж. Оказавшись внутри, Абхай снял обувь и вошел во двор, открытое небо через металлическую решетку, на которой двумя этажами выше сидели несколько птиц. Столб солнечного света освещал одну сторону двора, где на колонне стоял горшок стуласи. Храм казался прохладным и тихим. К двору примыкала комната божества, двери которой были заперты. Наверху находился мезонин с комнатами, в которых со двора были видны входы, несколько сарий полос ткани висели на импровизированных веревках. Махант Гопал, храмовый пуджарь, которого Абхай знал с 1954 года, радостно приветствовал его. Он был примерно одного возраста с Абхаем, у него были длинные седые волосы и неухаженная борода. Хотя одежда Абхая была скромной, он выглядел хорошо одетым по сравнению с Гопалом, на котором была лишь грубая отходя. Гопал повел Абхая наверх. Выйди на крышу, Абхай улыбнулся, вновь увидев чудесный вид. Всего в ста ярдах от него виднелась имона, не только непосредственно перед ним, но и слева и справа от него, широкая извилистая лента реки, сверкающая в лучах послеполуденного солнца. Там были песчаные дельты, паслись стада коров и буйволов, плоские травянистые берега и муны, равнины и деревья, насколько хватало глаз. А в противоположном направлении находился город Виндаванна, отмеченный десятками хромовых шпилей и куполов. Комната Абхая, единственная на крыше, была маленькой, с узкими двойными дверями и зарешеченными окнами. На крыше квартиры сидели обезьяны со своим крошечным потомством и невозмутимо наблюдали за происходящим. Сразу зад дверью возвышалась цементная пирамида высотой в два фута, означавшие, что прямо под ней находится божество храма. Абхай вошел в комнату. Сквозь зарешеченные окна он видел дворец в Кисикхане, почтенную башню храма Гапинатхи, а за ней бескрайнюю ровную реку, зеленые берега и небо. Ознакомив Абхай с деталями комнаты, маленькой керосиновой горелкой, веревкой и ведром для набирания воды из колодца на крышу, Гопул тщательно подготовил договор аренды с государственной печатью. Абхай написал небольшой абзац, объявив себя учеником покойного Шри Шримада Бхатиситханты Сарасвати Прабхупада и подтвердив, что арендует комнату за пять рупий в месяц. Обе стороны поставили свои подписи. После купания Абхай принял прасад и лег отдохнуть. Когда он услышал звон колоколов в храме, расположенном внизу, он спустился вниз, чтобы посмотреть на божество. Гопул, который много лет был в пуджаре храма и видел его реконструкцию в 1923 году, рассказал Абхаю, что храмовое божество во Гопулыч было установлено 350 лет назад Махантом Прохладой Даса из Нембаракова Джиевосом Прадайо. Гопул сам установил божество Радхарара РДХР. Выше Шигапала Джа, стоящий в изящной форме с тремя изгибами и держащий в руках свою флейту, был очень привлекателен. Он был трех футов ростом из черного мрамора Радхарара, чуть пониже ростом был из латуни. Они были просто одеты в грубый белый хлопок и освещались тусклым светом керосиновые лампы. Абхай видел, что о них заботится, но из бедности не было никакой пышности. Он вернулся на крышу, когда солнце уже садилось над городом Виндаваной. На крыше стоял весь Абхай и шел по дорожке, ведущей на крышу, и напевал Джапу, наслаждаясь прохладой раннего утра. Вечерний Брис Имоны Изредка Одинокая Лодка, и было слышно, как кто-то из преданных, где-то вдалеке, воспевает вечерние молитвы в Кишик-Фхао. Он чувствовал себя довольным этим местом, расположенным в самом сердце времен Господа Кришны. Он не был новичком, проводящим свой первый день в незнакомом городе, все здесь было уже знакомо и дорого. Поскольку Виндавана была обителью Кришны, Абхай был слугой Кришны, то слуга Шестига-Свами, слуга своего духовного Учителя. Он чувствовал себя как дома. Когда день сменился сумерками, по всему городу зазвонили колокола храмов. Абхай подошел к западной стороне крыши и посмотрел на город, состоящий из тысяч храмов. В храме Гавиндаджа, храме Раганадхи тысячи храмов поменьше проходили Санчхиарати и Киртанна, прославляющие Господа Кришну. Абхай реагировал на достопримечательности звуки Виндаваны так, как может реагировать только чистый преданный, его мысли и их мации были полны признательности и осознания Кришны, преданных Кришне и земли Кришны. Естественно, он начал думать о проповеди, желая, чтобы другие познали сокровенный мир и экстаз Виндаваны. Кришна, верховная личность Божества, приглашал все души присоединиться к нему в его вечной обители, но даже в Индии немногие понимали это. А за пределами Индии люди ничего не знали ни о о виндаване, ни о иммунии, ни о том, что значит быть свободным от материальных желаний. Почему бы людям во всем мире не иметь этого? Это была обитель мира, но никто ничего не знал о ней, и люди не были заинтересованы. Но на самом деле они жаждали именно этого. Абхай думал назад к Божеству и о том, как, по милости Кришны, он может распространить свою проповедь за пределы Индии на весь мир. Его крестным братьям было бы лучше работать всем вместе в Гудии и Матье, но многие из них, по крайней мере, соблюдали регулирующие принципы. Однако никто из них, похоже, не делал ничего сверх того, чтобы содержать храм здесь, а шраму там, поклоняться Божеству, есть и спать. Но ведь нужно было сделать гораздо больше, чтобы передать славу Вандвенны. Абхай воспевал и думал о Кришне. Постепенно он переключился на свою задачу по подготовке октябрьского номера назад к Божеству, который должен был вскоре быть напечатан в деле. Он должен был уложиться в срок. На следующее утро, еще до восхода солнца, жители Вандаваны были бодры, купались в Емунии, совершали пуджу своим божествам, читали мантры. Но Абхай проснулся даже раньше всех и писал в тишине при свете фонаря в своей комнате на крыше. По мере того, как он старательно писал на английском, появлялись ссылки на священное писание и занимали свое место в убедительных аргументах. Он писал часами, страница за страницей в тетради, пока постепенно щебетание проснувшихся птиц не возвестило о конце темно-но-ночной тишиной. Скоро должно было взойти солнце. Придерживаясь своего обычного графика, он отложил писанину и начал воспевать джапу, оставаясь в своей комнате произнося мантру Хари Кришну мягким, глубоким голосом. Еще до того, как на небе появились первые следы света, еще до того, как стала видна река, несколько бабаджа читая молитвы, пробирались по улицам, направляясь Кимуне. К четырем часам утра Гонгия колокола храмов по всему городу возвестили о Маглаарате божества. Абхай продолжал воспевать в одиночестве еще час. Затем он приготовился купанию, спустил ведро на длинные веревки и потащил воду на крышу. Когда он вышел на улицу, было уже светло, на шее висел мешочек с бисером, в руке, несколько экземпляров назад к божеству. Повернув у дверей храма направо, он пошел по узкой кривой дорожке, мимо переулков, грунтовых тропинок и поперечных дорожек, которые сплетались в извильствую сеть. В этом районе не было магазинов, только молчаливое здание, многим из которых сотни лет. Район был безмятежным. За закрытыми ставнями кто-то играл на деревянных колотушках и негромко пел Харе Кришна. На перекрестке, где смуглые женщины наполняли медной ковшики водой из колодца, Абхай свернул налево, на улицу, уставленную маленькими открытыми крыльцами. По обеим сторонам виднелись богато украшенные храмы, у одного входа стояли два каменных льва, у другого резной слон зубами, как у тигра. Кирпично-монолитная стена осыпалась от старости. Вскоре Абхай прибыл в храм Радхарамы, основанный одним из главных последователей господа Кайтаньи. Здесь жители Вандаваны приходили и уходили согласно своим обетам, следуя строгому расписанию, не допускавшему ни минуты промедления, совершая ежедневное посещение различных храмов. Абхай вошел и встал среди группы поклоняющихся, рассматривая божество Кришны, Радхарамы. Божество, украшенное свежей цветочной гирляндой, и его очаровательное черная форма, украшенная яркими шелками и драгоценными камнями, выглядели очень роскошно. Зная, что священники Радхарамы, уважаемые, сведущие в санскрите люди, некоторые из которых читали и по-английски, Абхай взял с собой несколько экземпляров книги «Назад к божеству». Он познакомился с Вишвам Бхары Гасвами, молодым священником лет 30, который после смерти отца оставил адвокатскую часть управления храмом. Храм управлялся по системе Кастагосвами, и поэтому на протяжении 500 лет предки Вишвам Бхары передавали управление храмом по наследству. Хотя Вишвам Бхар встречался со многими с Абху, его сразу же поразила мягкая и смиренная манера поведения Абхая. Он взял копии книги «Назад к божеству» и стал сидеть и разговаривать с Абхаем. Затем Абхай продолжил пупоизвилистым улочкам Виндаваны, чтобы посетить другой храм Радхадамодры. Он прошел мимо старых бабаджи и женщин, несущих воду, мимо коммерческой лавки рядом с открытой верандой, где люди поклонялись Литаврии и Сивы. Обезьяны, сидящие на высокой бетонной стене и перебегающие с крыши на крышу, с карниза на карниз, болтали и жестикулировали, когда Бхай проходила являться босоногие дети и часто играл в открытых дверях. Когда он шел, напевая джапу, держа правую руку в мешочке с бусинами и тихо шевеляя губами, в ритле кто-то Виндаване знал его. Но как пожилой, культурный бенгальский джентльмен он не казался чем-то необычным, он был религиозным человеком Биби в городе, полностью посвященном религии. Абхай регулярно посещал Возвращаясь в свою комнату около 11 с овощами для приготовления пищи. Используя керосиновую горелку и трехрусную плиту, он готовил рис, картофель, а иногда и сабджи. Он также готовил капати. В день он принимал только одну пищу, в полдень, а вечером выпивал чашку молока. Когда у него не было времени готовить, он принимал просвет божества. После обеда он дремал в течение 15 минут, а затем писал. Он редко принимал посетителей, но оставался один и писал. Перед самым закатом он снова отправлялся осматривать храмы. В Кисикхане он проходил мимо одиноко сидящих то тут, то там садху, обращенных лицом к лимуне. Сама река была малолюдной, иногда по ее глади медленно проплывала лодка или две. Иногда в воде плескалась рыба или над рекой, настороженная озираясь, проносилась птица. Кисикхан была тиха и прекрасна, особенно после того, как солнце уходило на покой. Садху приветствовали Абхая обычным для Вандавана приветствием Джайратхи, Абхая отвечал Харе Кришна. Когда вечером он шел по городу, то оказывался среди вибраций одной киртаны за другой. В храмах Кришны, Рамы, Кайтанье, Нсихо или Шивы, в залах Реймо, в домах, даже среди групп людей, гуляющих по улицам, звучала киртана Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он часто видел бенгальских вдов, собравшихся в одном из залов. Тысячи из них жили в ашрамах в Ндване, держались вместе, имея мало желаний, носили тусклые белые саря, коротко стригли волосы, никогда не покидали Ндваны даже для Мадхуры, желая только остаться в Ндване, чтобы умереть в Ндване, воспевая Харе Кришна. Мужчина сидел, играя на барабане и ведя песнопение, а группа вдов неровно хлопала в ладоши, отвечая детскими голосами. Барабан, хлопки, певцы, не полированные, но искренне, создавали приятный шум в этот вечер. Когда пхай шел, не успевали стихнуть звуки одной киртаны, как перед ним громко вздымалась другая, а затем затихала позади, когда навстречу ей поднимался еще один, грозно звенящий храмовый колокол, перекликаясь с барабанами, цимбалы, и хор другой группы или одинокий человек, проходящий рядом, поет свою кхе, ацхе. Даже приветствия были киртаны, джайрадхи, харибал. Мимо проходили лица, проезжали телеги, люди шутили или совершали последнюю сделку за день на рынке, а бродячие коровы возвращались домой, звеня колокольчиками на шее, все было связано с Кришной. И когда пхай возвращался в уединенный храм вагоплач, там он тоже слышал киртаны, только более уединенные, возможно, только муж и жена в своей комнате, мужчина играл намдегу и пел одну строчку из пхаджана, а его жена пела в ответ. Ванда Венна не была обычной. Каждый певет звучал сладко, каждый был по-своему искусным мелодистом, и каждый пел о Кришне. Кришна присутствовал во всех случаях и событиях. Шрила Прабхупада, славу Кришне никто не может понять. Точно так же и в Ндвене. Земля, известная как Ндвене, также обладает неограниченными возможностями. Когда вы отправитесь в Ндвене, вы найдете неограниченные возможности духовной атмосферы, все еще. Если вы отправитесь в Ндавану, вы увидите так много святых и мудрецов, они все еще поклоняются Виндаванетхами. Как Господь Кришна достоин поклонения, так и его место, Виндавана, так же хорошо, как и Кришна. Оно также достойно поклонения. Добираться на работу стало трудно. Он садился на утренний поезд в Дели, не имея возможности остановиться, тем же вечером возвращался Виндавану. Это не давало ему много времени в Дели, и к тому же было дорого. Сначала он остановился у мистера Гупты, благочестивого джентльмена, который регулярно изучал Гиту и предоставлял садху место для проживания. Абхай рассказал господину Гупте о своем возвращении к Божеству и желании проповедовать на Западе. Это была хорошая договоренность, и Абхай продолжал заниматься писательством. Но со временем комнату занял другой садху. Даже с учетом его минимальных личных расходов было трудно на пожертвовании, чтобы покрыть расходы на дорогу, печать и рассылку. Раздавать экземпляры назад к Божеству было несложно, и он делал это виндование. Но работать в одиночку, писать, редактировать, продавать, собирать пожертвования, было слишком сложно. Печатник, мистер Джайн, был поражен, недоумевая, зачем человеку подвергать себя таким трудностям, печатая газету, которую он не может себе позволить. Шрила Прабхупада, я работал для назад к Божеству день и ночь. Вначале, когда я был домохозяином, мне было все равно, платит кто-то или не платит. Я раздавал либерально. Но когда я оставил свою домашнюю жизнь и стал жить один, иногда виндавания, иногда в Дели, а иногда путешествия, чтобы толкать Битиджи, это были очень тяжелые дни. После двенадцатого подряд двухнедельного выпуска, номера за 20 ноября 1956 года, у Абхая закончились деньги. Мистеру Джайну пришлось опустить руки, заявив, что он не может печатать просто из дружбы. Абхай вернулся в Виндавану, где проводил время за написанием книг, но не планировал их публикацию. Именно потому, что люди не были заинтересованы в осознании Кришны, потому что у них не было времени, Бэк ту Годх потерпела финансовый крах. Некоторые садху в Индии были знаменитыми и влиятельными, но Абхай не принадлежал к их числу. Конечно, бескомпромиссная проповедь, которой он научился у своего духовного учителя, техника рубки, в которой он открыто критиковал почитаемых политиков и святых людей, в Риттли снискала бы ему благосклонность и покровительство. «Не льстите», говорил Бхатисидханта Сарасвати. «Говорите правду. Если Кришна доволен, тогда ты выйдешь успешным. Деньги придут». И Абхай твердо верил в это. Это было его выдающимся достоинством, вера в своего духовного учителя. Он был уверен, что, следуя за Шрилой Бхатисидханта Сарасвати, он получит его и Танья. Хотя в течение последних двух лет он следовал по любому открывшемуся пути, куда бы он ни вел, он оставался целенаправленным, нацеленным на служение приказу Бхатисидханта Сарасвати. Он был уверен в себе. Рано или поздно он получит существенную поддержку, найдет сочувствующую аудиторию, к нему присоединятся искренние работники. В Вантован и Абхаю пришло письмо от его ученика, Акарии Прабхакара Мисры, и оно натолкнуло Абхаю на мысль. Акарии Прабхакар, который в Бомбее работал секретарем отдела санскритов Бхарати и Веди Абхаван, пригласил Шрилу Бхартиведанту Прабху присоединиться к нему, чтобы вместе проповедовать, как в старые добрые времена. Основателем директором Бхарати и Веди Абхаван был губернатор К.М. Мемориал Радхевтшхансе. Но Акарии Прабхакар, недавно установивший дружеские отношения с губернатором, намекнул Абхаю, что губернатор, возможно, захочет помочь. Таким образом, в январе 1957 года, заверив Маханта Гопала, что он вернется и будет присылать пять рупий в месяц за его комнату, Абхай отправился в Бомбей. Акарии Прабхакар поселил Абхая в общежитии факультета и познакомил его с различными учеными и религиоведами. Затем они посетили лекцию губернатора Мунши «Что не так с миром?». После этого Абхай подошел к губернатору и выразил свою признательность за выступление, но подчеркнул, что для предотвращения надвигающихся глобальных катастроф потребуется духовное движение. Без сознания Бога даже работа господина Мунши в Бхаратии в виде Абхаван будет Абхай рассказал о своей заинтересованности возрождения и лиги преданных и предложил, как он мог бы работать в Бхаратии в виде Абхаван, чтобы привнести жизнь сознания Бога в культурные проекты губернатора. Губернатор Мунши «В ответ губернатор предложил Абхаю должность почетного профессора Бхагавадгиты. Абхай согласился и подарил губернатору несколько экземпляров назад к Божеству, попросив, чтобы тот читал их в свободное время. Будучи почетным профессором Бхагавадгиты, Абхай начинал каждое занятие с Харе Кришна Киртаны, а затем читал лекции по Гите, представляя Господа Кришну как верховную личность Божества, но вскоре он обнаружил, что его должность ограничивает его. В стенах Бхаратии в виде Абхавана он не нашел возможности для возрождения лиги преданных. Затем вместе с другими членами Бхаратии в виде Абхавана Абхай посетил пятый ежегодный съезд Всемирной Академии Санскритов Курокшетри, где за пять тысяч лет до этого Господь Кришна произнес Бхагавадгиту. Президент Индии, доктор Аджендра Прасад, губернатор Мунши, а также многие ученые паханы со всей Индии приняли участие в обсуждении. Но каждому было что сказать, кроме выводов Господа Кришны, поэтому Абхай счел встречу пустой тратой времени. Поскольку он не был запланирован для выступления, поскольку негалистичные обсуждения Абхита беспокоили его, и поскольку он видел, что ничего практического не получится из такого теоретического собрания, он покинул Курокшетру и вернулся в Индаванну. Вскоре к Абхаю присоединился Акарь и Прабхакар. Когда они вместе беседовали в комнате Абхая в храме Вогоплач, Абхай снова заговорил о своем желании возродить Лигу Преданных. После того, как недавно увидев убогие культурные программы в Бамбии и Курокшетре, он еще острее почувствовал необходимость в обществе чистых преданных. В мире уже существовало множество культурных и религиозных организаций, при желании он мог вступить в одну из них. Но где та организация, которой он мог бы присоединиться всей душой? Только Лига Преданных отстаивала выводы господа Кайтания Абхати Ситханты Сарасвати, энергичная, всемирная проповедь преданного служения Господу Кришне, Верховной Личности Божества. Абхай составил обращение к щедрой публике, современным философам, лидерам и религиоведам от имени Лиги Преданных. Он заявил, что деятельность Лиги будет заключаться в издании книги «Назад к Божеству на английском языке», с переводами на многие другие языки, в обучении юноши и девушек для проповеди по всему миру и в управлении прессом, предназначенном исключительно для печати трансцендентальной литературы. На эти программы потребуется примерно 3000 рупий в месяц, и он обратился за помощью. В заключении Абхай сказал, «Вриндабан, святое место наивысшей важности, и поэтому штаб-квартира этой Лиги находится здесь. Используя новые впечатляющие титулы, почетный профессор Гитов Бхарати Веди Абхаван и почетный секретарь Хари Бхаван, Абхай при содействии Акарьи Прабхакара припринял еще одну попытку собрать поддержку для «Назад к Божеству и Лиге преданных». Через несколько дней Акарьи Прабхакар вернулся на свой пост в Бомбее, и Абхай снова остался один Виндавани. Он любил Виндавану, но, не имея средств для публикации и проповеди, он не был доволен этим местом. Если бы он отправился в путешествие, то смог бы набрать членов для Лиги. Он подумал о Канпуре, который находился неподалеку, городе с более чем сотней крупных заводов и множеством богатых промышленников, с некоторыми из которых он встречался во время своих деловых поездок. Он решил уехать. Распечатав несколько бланков членства в Лиге Преданных, он объяснил Маханту Гопалу, что уедет на пару месяцев. Махант был удивлен, хотя большинство пожилых Садху, пришедших Виндавану, оставались на месте, а некоторые даже давали обет никогда не покидать ее, этот тихий баба постоянно приходил и уходил. Абхай активно проповедовал в Канпуре, останавливаясь в разных домах и агитируя членов Лиги. Будучи гостем Мананде Шварсад Санкмандал, он регулярно читал лекции в популярной купальне Пармат на берегу Ганга. Он заводил знакомства среди промышленников и педагогов, часто сидел и беседовал с ними часами, и многие были впечатлены его преданностью и мягкими разговорами. Но его коллекции были невелики. Когда он предлагал богатым магнатам конституционное членство, они обычно выбирали абонентское членство за 2 рупия в год. Он собрал несколько благодарственных писем, но через 2 месяца ушел. После нескольких месяцев пребывания и виндования Абха решил вернуться в Бомбей и проповедовать. В Бомбей он быстро порвал связь с удушающим пхарати и в виде Абхаван и переехал из резиденции преподавателей. Останавливаясь на неделю в домах различных меценатов, он пытался вызвать интерес к своей миссионерской деятельности. Когда один из друзей Акарьи Прабхакар предложил Абхаю выступить перед воскресной толпой на одном из Бомбейских пляжей, Абхай согласился. Следуя уже сложившемуся обычаю, он сел на подушку, и собравшийся народ, от пятисот до тысячи человек, сидя и слушая, громко излагал философию Бхагавадгиты. Абхай выступал в течение нескольких вечеров. Были и другие возможности для лекций. В течение недели он несколько раз выступал в одном из Бомбейских храмов Вишну. Но Абхай хотел сделать нечто большее, чем просто читать время от времени лекции для неподготовленных слушателей. В нем росло убеждение, что он должен проповедовать за пределами Индии. Эта идея, конечно, возникла уже давно. Он высказывал ее в своем проспекте для Лиги преданных, на собраниях в мемориале Радхи в Джхансе, во время встреч в Бирламандир в Дели и по многим другим поводам. В неформальной обстановке он сотни раз высказывал ее знакомым. И он вплетал свою мечту в свои произведения. Он был готов отправиться куда угодно, лишь бы выполнить Накашрилы Бхакти Ситхант и Сарасвати проповедовать на английском языке. В Индии англоговорящего населения было мало, поэтому Абхи продолжал мечтать о поездке на запад. Если он мог побывать в Бомбее, Дели и Канпуре, то почему бы ему не поехать в Лондон или Нью-Йорк, где миллионы людей говорят по-английски и никогда не слышали послания господа Читания. Написав мистеру Веду про кашу, промышленнику из Канпура, Абхи объяснил свою идею. Господь Читания сказал, про Нинному покаруя, то есть ради блага всех живых существ. Оказывая первую помощь на поле боя, люди Красного Креста, хотя и относятся одинаково ко всем раненым солдатам, в первую очередь отдают предпочтение тем, кто подает надежды. Безнадежных иногда игнорируют. В Индии, даже после достижения Свараджа, в менталитете преобладают идеи сделанно в Лондоне. Это долгая история, но вкратце лидеры Индии во имя светского правительства втянули себя во все иностранное. Они тщательно разработали в стороне от сокровищницы духовного достояния Индия, а они подражают западному материальному образу жизни, постоянно совершая ошибки в суждениях, заблуждения, несовершенства и двуличность. Ведическое знание Индия выше всех условных недостатков, о которых говорилось выше. Но мы, индийцы, в настоящее время пренебрегаем этим замечательным ведическим знанием. Это происходит из-за неправильного обращения с ним. Это Веданта Сутра преподносится в Индии неавторитетными людьми из разных лагерей, и таким образом люди вводятся в заблуждение. Вновь вспыхнувший национальный энтузиазм индийских лидеров, промышленников и плановиков не имеет ни времени, ни желания понять послание Веданта Сутры или даже Пхагавадгиты. Вы не сможете совершать человеческие поступки без должного руководства. Так что моя идея проповедовать в зарубежных странах означает, что им изрядно надоело материальное продвижение знаний. Они ищут наставления Веданта Сутри или, на худой конец, в Пхагавадгите в подлинном виде. И я уверен, что Индия снова вернется к духовной жизни, когда этот принц будет принят европейцами, американцами и так далее, потому что сейчас индийский народ имеет привычку просить милостыню, пренебрегая своим имуществом. Такова была моя точка зрения. Но все же мы должны использовать только возможность сервис. Одним из способов расширить свой путь проповеди была рассылка экземпляров книги «Назад к божеству за пределы Индии». А в качестве стимула для привлечения жертвователей он сообщил, что имя жертвователя будет напечатано на каждом экземпляре. Он стремился собрать большие пожертвования, напечатать большой тираж и разослать назад к божеству более чем в 50 стран. Он установил квоты, Америка должна была получить 10 тысяч экземпляров, Аргентина 500, Бельгия 500, Бразилия 500, Бирма 1000, Канада 500, Чили 500, Китай 10 тысяч и так далее, включая 10 тысяч для России и 10 тысяч для Англии. Но спонсоры и пожертвования так и не появились, и планы назад к божеству так и не были реализованы. Абхай обнаружил, что в то время как люди из образованного и культурного класса Индии отвергали свою собственную духовную культуру, религиозно настроенные массы были ошеломлены множеством противоречивых, несанкционированных доктрин, представленных от имени индуизма. Тревожный пример этого привлек его внимание, когда он проповедовал в Бамбии летом 1958 года. Неделя Пхагвата была разрекламирована группой, чьи учения противоречили к чистому прампоропрезентации Пхагаваты. Пхагавата, Шримад Пхагаватам, была преданным писанием высочайшего уровня, литературным воплощением Кришны, однако организаторы Недели Пхагаваты использовали Шримад Пхагаватам для обучения им персонализму и при уменьшении значения господа Кришны. Через друзей Абхай узнал об этих возмутительных собраниях и, наконец, 28 июля 1958 года написал руководителю Недели Пхагвата Шри Раттанша, умоляя его держаться подальше от Шримад Пхагаватам. Прошу сообщить вам, что я получил ваше письмо с приглашением по вопросу проведения Недели Пхагвата через секретаря Бамбийского духовного центра. Поскольку я знаю, какого рода Недели Пхагвата может проводить самуеводиномен для введения в заблуждение и невинной публике, поэтому я не только воздержался от посещения этого мероприятия, но и посоветовал многим другим не посещать его по той самой причине, что декламация святого Пхагвата проводится людьми, не имеющими доступа к этому великому писанию, в котором могут участвовать только освобожденные люди, освобожденные от всех претенциозных религиозных пристрастий. Некоторые друзья, посетившие вашу неделю Пхагвата, рассказали мне, как в вашей организации неверно интерпретируются похождения господа Кришны под предлогом спасения Кришны как безнравственной личности. Чтобы уберечь этих глупых слушателей в будущем, Махарат Шпарикшит уже попросил Шрипада Сухдевга с вами очистить Расалилу о деятельности господа Шри Кришны. Сайт Трансцендентная природа Расалила не требует извинений ни от Маевади, ни от мирских моралистов. Лила такова, какова она есть. В шлоке номер 30 запрещается, чтобы мирской человек предавался слушанию Расалилу или слушал Расалилу от мирского человека. Ваши организации и слушатели, и лектор, обычные люди, и их потворство Расалиле по глупости приведет к подражанию Рудри которой проглотил океан Яда. Абхи предупредил, что против такого религиозного мошенничества могут быть приняты судебные меры. Но неделя Бхагвата продолжалась, и сотни людей были обмануты. В то время как исповедующие ведическую культуру последователи сбивались с пути, современные вестернизированные индийцы отвергали ведическую культуру как отсталую и неактуальную. Было премьер-министр Нерру, который вовсе не был духовно настроен, он был сторонником модернизации идей, которые Абхай назвал Этин Ландин. По крайней мере, Махатма Ганди, хотя у него были никогда не отвечал на письма Абхая, был духовно настроен. Но не таков был его последователь, пандит Нерру. Тем не менее, обеспокоенный тем, как индийские лидеры отвергают духовное наследие своей страны, Абхай решил написать пандиту Нерру. Хотя в Бамбе Абхай был практически бездомным, в августе 1958 года он смело написал премьер-министру, выразив свою убежденность в том, что духовная культура Индия должна быть не только возродиться у себя дома, но и распространиться на западе. Он напомнил пандиту Нерру, что со времен древней Греции и до атомного века западный мир видел только материализм и поэтому никогда не знал мира. Если Нерру продолжит следовать по пути материализма, то единственным результатом будут раздоры и войны. Поэтому Индия может не тратить время на подражание западному образу жизни. Вы признали, что положение индийской культуры на высоком уровне, но в то же время вы хотите добиться материального процветания путем научного прогресса знаний. Но что это такое научные знания? Спиритизм это тоже передовое научное знание. Материал прогресс научных знаний не может дать даже материального процветания людям в целом. Неужели вы думаете, что безлошадная повозка, телефоны или радиосвязь или любые другие подобные эфемерные удобства жизни могут принести материальное процветание? Нет, не могут. Материальное процветание означает, что люди должны иметь достаточно пищи или поддерживать тело в хорошем состоянии? Думаете ли вы, что ваши различные планы привели к такому материальному процветанию или что современная западная цивилизация может привести к такому процветанию? Даже им дано, что в этом случае беспорядки будут продолжаться до тех пор, пока не наступит духовное удовлетворение жизнью. В этом и заключается секрет мира. Даже не побывав на западе, Абхай выразил убеждение, что американцы и даже русские жаждут духовной реализации, они не могли удовлетвориться лишь материальным прогрессом. Поэтому пандит Нейру должен помочь своим друзьям на западе, предложив им духовное знание из Индии. Бедность означает бедность знаний. Премьер-министр Ченакия жил в Соломенной Хижине, но был диктатором Индии во времена Чендры и Гупты. Махатма Ганди добровольно принял образ жизни так называемого бедняка и стал диктатором Индийской судьбы. Но был ли он нищим? Он гордился своими духовными знаниями. Поэтому духовные знания делают человека по-настоящему богатым, а не радиоприемник, автомобиль ИТ. Еще в 1930-х годах семья Нейру покупала лекарства в аптеке Абхая в Праге, и теперь Абхая обратился к пандиту Нейру как к старому другу Залахабада. Так же как Абхай просил Махатму Ганди, он попросил Нейру ставить свою политическую деятельность и обязанности, как популярный джентльмен мира, посвятить остаток своей жизни этому организованному духовному движению, чтобы сделать реальную адаптацию западной материальной науки в сочетании с индийским способом духовной реализации. Как и в случае с письмом Ганди, его письмо Нейру осталось без ответа. Среди бывших бомбейских знакомых Абхай был мистер Харбанслал, домовладелец, который однажды заверил Абхая, что предоставят ему жилье в любое время, когда ему понадобится. Летом 1958 года Абхай отправился навестить мистера Харбанслала, но обнаружил, что тот уехал на запад. Когда Абхай узнал, что мистер Харбанслал путешествует не только по делам, но и с культурной миссией, его воображение захватило идею индийца, выполняющего культурную миссию на западе. Он написал мистеру Харбанслалу письмо, в котором просил предоставить ему место для проживания, а также представлял свою собственную культурную миссию. Абхай знал, что многие жители запада уважают индийскую культуру. Он слышал от своего немецкого крестного брата, что хотя особенно в Германию, принимали хорошо, их иногда проверяли на знания индийской культуры. Поэтому Абхай посоветовал мистеру Харбанслалу преподавать настоящее заключение об индийской культуре, когда он будет путешествовать. Я думаю, что людям нужно это индийское послание в этот час, когда атомная бомба нависла над головой человеческого общества. Поэтому, пожалуйста, начните деятельность на благо всех людей в зарубежных странах с тех пор, как вы туда отправились. Очевидно, Абхай хотел бы поехать сам. Абхай также напомнил мистеру Харбанслалу о своем обещании предоставить ему квартиру. Я провожу свои дни в Бомбель в больших неудобствах из-за отсутствия подходящего жилья. Но письмо так и не дошло до гастролирующего мистера Харбанслала. Желая как можно скорее отправиться на запад, Абхай навестила одного из своих крестных братьев Бомбеи, к Псинтху, и попросил его о помощи. К Псинтху, он пришел ко мне домой и попросил помочь ему уехать в Америку. Он дал мне несколько обратных божествам, которые, по его словам, я мог показывать людям, чтобы они просили помощи от его имени. Ай попытался что-то сделать в этом направлении. Я познакомил Абхай Бабу с одним человеком, крупным промышленником Химраджем Кхандилвалой. Я тоже пошел с ним. Мы сели втроем, и я рассказал ему, как Абхай хотел уехать на запад, как он был хорошим преданным, писал и делал много всего. Но так или иначе человек не помог. Кпасинтху рассказал Абхай о том, как Гауди Мат из Бомбии иногда получал помощь от благочестивой бизнес-магнатки, миссис Умати Марарджа, глава компании Сайнди Стим Шиплайнс. Абхай попытался увидеться с ней, но не смог. Зато он увидел одного из сотрудников миссис Марарджа, заместителя управляющего компания Сайнди, который выслушал его и, к удивлению Абхая, великодушно откликнулся. Посчитав Абхай настоящим садху, агент Сайнди предложил ему 50% скидку на путешествие из Индии в Соединенные Штаты. Он даже изложил это предложение в письменном виде. Абхай немедленно занялся оформлением паспорта и визы. Но он не мог собрать даже половину стоимости билета. В 1956 году в Деле он был бездомным и испытывал трудности. И теперь, размышляя последних двух годах своего путешествия из Виндаваны, он чувствовал, что его положение не очень-то улучшилось. Возможно, Кришна не хотел, чтобы он преуспел таким образом. Но одно положительное качество он приобрел, решимость отправиться на запад и проповедовать. Там он наверняка встретит успех. Одинокий и бедный, Абхай вернулся в Виндаванну. Ему было 62 года, но он и не думал уходить на покой. Как никогда, его настроение было задумчивым и отрешенным. Поскольку его мало кто знал и потому что он хотел писать, он держался особняком. Он наслаждался глубоким покоем, живя в Виндаванне. За его окном протекала священная иммуна, открывая ему мирную панораму. В районе Кисетхау было тихо, хотя на рассвете он слышал, как несколько преданных купаются и напевают. Когда луна была полной, река казалась прохладно сверкающей жемчужиной, а утром солнце появлялось, как красное пятно, как огонь, пробивающаяся сквозь непрозрачную стену, наконец вспыхивало и очищало все небо, и в жаркий полдень, когда комната была в тени, Абхай мог видеть из окна мерцающее солнце высоко в небе сверкающие на серебряной глади ласковой реки. Не выходя из комнаты, он мог видеть из окна сотни храмов, сгрудившихся на многие мили в дружелюбном городе Виндавана. Различные пунктуальные киртаны и колокольные звоны в храмах, спонтанные песни Господу Кришни в многочисленных домах и на улицах поднимались и наполняли воздух преданностью. На веранде Абхай мог напевать джапу, и его никто не прерывал. Он наслаждался простая, почти беззаботная жизнь с минимумом физических потребностей, несколько часов отдыха ночью, немного просадама в полдень, самая простая одежда. Ему не нужно было никому льстить, никого поддерживать или управлять чьей-то жизнью. Его ум и интеллект были свободны и постоянно пребывали в своем служении духовному учителю. Он воспринимал свои нынешние обстоятельства как подготовку к более великой задаче, стоящей перед ним. Несмотря на преклонный возраст, он чувствовал, что едва начал свою работу. И все же он был уверен в себе. У него было свое видение Всемирная Ассоциация Преданных. Это была не пустая мечта, хотя он не был уверен, как все это осуществится. Но он знал свой долг. Пока же он продолжал описывать свое видение, видение своего духовного предшественника мастеров, в статьях и книгах. Но как можно скорее он должен отправиться на запад. Западные люди, заключил он, неудовлетворены материальной комфортной жизнью, лишенной духовного понимания, они, как и его собратья индийцы, будут открыты для послания абсолютной истины. Он знал, что должен поехать. И он поехал бы, если бы Кришна этого захотел. Абхай жил вендование экономно, видя точный учет каждой траты и каждого поступления. Он тщательно ввел бухгалтерскую книгу, как будто занимался крупным бизнесом, даже хотя его покупками были лишь немного молока, несколько овощей, уголь для приготовления пищи, поездки на автобусе и основные расходы, почтовые расходы. Абхай написал бенгальскую поэму Вандвана Баджанны. Ее начальные эстрофы были особенно саморефлексивными и личными один я сижу один Вандвана Дмага. В этом настроении я получаю множество осознаний. У меня есть жена, сыновья, дочеря, внуки, все, но у меня нет денег, поэтому они бесплодная слава. Кришна показал мне обнаженную форму материальной природы, благодаря его силе все это стало для меня сегодня безвкусным. Если химонами хририа тдн я постепенно забираю все богатства тех, кому я милостив. Как я смог понять эту милость всемилостивого? Два все бросили меня, в виде безгроша в кармане, жена, родственники, друзья, братья, все. Это страдание, но оно дает мне возможность посмеяться. Я сижу один и смеюсь. В этой мисс с о, кого я действительно люблю? Куда подевались мои любящие отец и мать? И где все мои старшие, которые были мне родными? Кто даст мне весточку о них, скажите мне, кто? Все, что осталось от этой семейной жизни, список ментри, когда пена на морской воде снова смешивается с водой в море, пьеса Моя Сары, именно такая. Никто не является матерью или отцом, или личным родственникам, как и морская пена, они остаются лишь на короткое время. Подобно тому, как пена на морской воде снова смешивается в море, тело, состоящее из пяти элементов, встречается с разрушением. Сколько тел принимает таким образом воплощенная душа? Все его родственники связаны только с временным телом четыре, но над духовной платформой каждый является вашим родственником, братом. Эти отношения не омрачены запахом Майи. Верховный Господь, душа каждого. По отношению к Нему все во вселенной одинаковы. Все твои родственники, брат. Все миллиарды джив. Когда они рассматриваются в связи с Кришной, все они находятся в гармонии. Забыв о Кришне, джива желает удовлетворения чувств, и в результате его крепко схватывает Майи. Во время октябрьского визита в Дели Абхай получил пожертвование от Кавераджа Байдианадха Серкара, которое должно было пойти на печать одной тысячи экземпляров назад Готхеду. Абхай быстро выпустил 20 октября номер Back to Готхед с именем дарителей на первой странице. Это был первый выпуск за последние два года. Другой даритель, господин Субач Кумар Капур из компании Рэмэлл Кэп Рэнд Санс последовал примеру господина Серкара и пожертвовал тысячу экземпляров для выпуска 20 ноября. На первой полосе ноябрьского номера была опубликована статья «Истинная и красота». Редакционная статья в журнализе газета «Таймс» и «Финдия», рассуждая о том, совместимы ли истинная и красота, высказала мнение, что истина не всегда красива, а зачастую уродлива и неприятна. Абхай не согласился «Истина настолько прекрасна, что многие мудрецы, святые и преданные оставили все ради истины. Но мы с незапамятных времен привыкли любить неправду во имя истины». Абхай однако все соглашались, что мирская истина и красота несовместимы. Мирская истина не только не была красивой, но и не была истиной. А мирская красота не была настоящей красотой. Чтобы объяснить это, Абхай рассказал одну историю. Однажды мужчина влюбился в прекрасную девушку, которая пыталась сопротивляться его ухаживаниям. Когда он стал упорствовать, она попросила его подождать семь дней, после чего она примет его. В течение следующих семи дней девушка принимала сильное чистящее и слабительное, неоднократно срыгивала и рвала. Отходы она хранила в ведрах. Так так называемая красивая девушка стала худой, тонкой, как скелет, и приобрела черноватый цвет лица, а прекрасные глазные яблоки были вдавлены в глазницы черепа. Мужчина появился на месте происшествия, хорошо одетый и прилично себя ведущий, и спросил у ожидающей его девушки, которая имела удручающий вид, о прекрасной девушке, которая его позвала. Мужчина не смог узнать в ожидающей его девушке ту самую красавицу, о которой он спрашивал. Однако та же самая девушка была в плачевном состоянии, и глупый мужчина, несмотря на неоднократное уверение, не смог ее узнать. Все это было вызвано исключительно действием лекарства. Наконец девушка поведала могущественному мужчине всю историю своей красоты и рассказала, что она выделила ингредиенты своей красоты и хранит их в водоемах. Она также рассказала и он сказал, что может насладиться соками красоты, хранящимися в резервуарах. Мирской поэт или безумец согласился увидеть соки красоты, и тогда его направили к хранилищу жидкого стула и жидкой рвоты, от которых исходил невыносимый дурной запах, и таким образом ему открылась вся история жидкости красоты. Далее Абхай утверждал, что литература не описывающая высшую истину и красоту верховной личности, не лучше кала и рвоты, даже если она выдается за поэзию и философию. В книге стандартная мораль Абхай объясняет, мораль это стандарт деятельности, которым удовлетворен верховный владыка. Священное писание содержит моральные кодексы, запрещающие нечестивые и сексуальные отношения, убийства животных, опьянения и азартные игры. Абхай приписывает успех Махатмы Ганди как общественного лидера соблюдения им этих моральных принципов. Абхай также высоко оценил ведическую систему брака, после достижения половой зрелости женщина хочет мужчину, и если ее не выдает замуж в течение этого времени и не позволяют ей смешиваться с мальчиками, то вполне естественно, что есть все шансы падения как со стороны мальчика, так и со стороны девочки. Несмотря на изменения социальных условий, Абхай утверждает, нельзя предаваться нечестивым связям с противоположным полом, только потому, что социальные условия изменились. Потому что нечестивая связь с женщиной, это начало всех безнравственных поступков. В статье ученые заблуждаются Абхай представил критический обзор издания Абхагавадгиты доктора Радха Кришнана, в частности, четвертой стих девятой главы, где Господь Кришна заявляет, что человек должен всегда думать о нем и стать его преданным. Д. Р. Радха Кришна заметил, это не личный Кришна, которому мы должны полностью отдаться, а не рожденный, безначальный вечный, который говорит через Кришну. Хотя очевидный смысл Абхагавадгиты заключается в том, что человек должен предаться Кришне, верховной личности, им персоналисты вроде Д. Радха Кришна на затушевывают прямой смысл своим словесным джонглированием. В день исчезновения Шрилы Бхатисидханты Сарасвати Абхай остро ощутил разлуку со своим духовным учителем. Он прекрасно понимал, что наставление Шрилы Бхатисидханты важнее его физического присутствия и что, по сути, духовный учитель, это Абхай всегда был рядом со своим духовным учителем. И все же в этот ежегодный день Абхай не мог не почувствовать утраты. Он вспомнил, как в 1932 году он был Кхастхой и новым учеником. В то время он не мог делать так много служения, как сейчас. И все же именно в те годы он смог увидеть своего духовного учителя, поклониться ему, съесть остатки его Прасадама, пройтись рядом с ним, услышать его голос, встретить его личный взгляд. Абхай вспомнил об их совместных встречах. Насколько мощной была миссия Шрилы Пхакти-Ситханте? Его типографии работали день и ночь, печатать журналы, книги, ежедневную газету Надия Пракаса. И Европа стала новым обещающим полем для проповеди. Шрилы Пхакти-Ситханте Сарасвати Кьюра во главе Гаудия Матх вступил в борьбу силами мафии, и Шрилы Пхакти-Ситханте сделал всех своих учеников небоящимися. Абхай всегда стремился служить своему духовному учителю, служить в Гаудии Матхе с его штаб-квартирой в Калькутте. Но как именно он будет служить служение никогда не было для него ясным до последнего письма от Шрилы Пхакти-Ситханте Сарасвати. Учизновение его духовного учителя. Гаудия Матх был уничтожен его лидерами, а все остальные разбежались, как листья во время бури. Это была невыразимая потеря. И это была старая история, как большие Саньяси пренебрегали наставлениями своего духовного наставника интриговали и спорили, судились. Жестокие партийные группировки, лжелидеры, претендующие на звание мировых акариев, и кто из них был прав, нет, обе были неправы, все были неправы, потому что Гаудия Матх распался. Теперь были десятки маленьких махатм и никакой проповеди, никакой настоящей проповеди, как раньше, когда он, Севагуру, наводил страх на Маевадинов, вел армию молодых, сильных проповедников в поход по всей Индии и миру. И самыми большими страдальцами от распада Гаудия Матха стали люди, непреданные, у которых было мало надежды на избавление от ударов Маи. Шрила Бхатисидханта Сарасвати начал духовную революцию, но теперь эта революция была свергнута Маей. Разрозненные частицы Гаудия Матха тихо осели в самодовольных, замкнутых, почти бессильных единицах. А страдали от этого люди в целом. Абха искал воспоминания о своем духовном учителе. Он был уверен, что его собственные отношения со Шрилой Бхатисидханта и Сарасвати не прерываются и продолжаются. И все же он чувствовал себя беспомощным. Он старательно выполнял наказ своего духовного учителя проповедовать на английском языке, но без физического присутствия духовного учителя он чувствовал себя маленьким и очень одиноким. В такие моменты он задумался о том, насколько разумно было оставить семью и бизнес. Оплакивая отсутствие Шрилы Бхатисидханта и падение Гаудеи и Матха, он написал бенгальскую поэму Верахаока. Шрила Прабхупада, вы всегда сострадательны к страдающим душам дживам. В этой вашей разлуке я вижу лишь уныние. Безграничный океан милосердия, разрушая иллюзию, Ниотинанда распространял океан потоков любви к Богу. Джатегосы остановили поток, но, придя сам, Господи, ты разоблачил эту иллюзию. И снова все погрузились в поток любви, даже такой падшей, ничтожной и грешной, как я. По приказу Господа Чайтаньевы разослали всех своих слуг по домам в качестве гуру. Проповедь была повсюду, от моря до Гималаев. Теперь, ваше отсутствие, все погрузилось во тьму. А Шрила Прабхупада, вы всегда сострадательны к страждущим души живы. В этой вашей разлуке я вижу лишь уныние. Точно так же, как Адвайта Прабху принес господа Гауру, Пхаттивинада молился. Его энтузиазм привел вас, на его энтузиазме вы приехали и заставили всех понять, что Индия это святая земля. Тот, кто родился в стране Пхарата, он должен сделать свою жизнь совершенной, а затем проповедовать другим. Это послание Маха Мантры вы проповедовали повсюду. Теперь, когда тебя нет, Господь, все погрузилось во тьму. Твой океан сострадания снова остановился. Это копья великого страдания пронзила мое сердце. Без посланий господа Чайтания существует лишь путаница. Видя это, все вайшнавы испытывают муки и разлуки. Все обусловленные души снова погрузились во тьму. Они ищут покоя, но погибают два океана тревоги. А Шрила Прабхупада, вы всегда сострадательны к страдающим душам дживы. В этой вашей разлуке я вижу лишь уныние. Абхай придерживался мрачных взглядов. Золотой эры проповеди, расцветшей во времена Шрилы Бхатисидханты Сарасвати, больше не было. Под влиянием Мая, писала Абхай, теперь все было уничтожено, все преданные наставления разрушены. Теперь все обратилось вспять. Медитируя на эту великую личность, обладающую Божественной силой, способной спасти весь мир, Абхай выразил свои чувства слабости и беспомощности, из-за тех, кто не укрепился в преданном служении, многие филиалы распространились по всему миру. Твое убедительное послание не достигло слуха. Где я возьму силу для движения Сакертаны? Как он, крошечное духовное дитя, мог вожжить без своего духовного отца? Кто теперь сможет спасти мир, который угнетен гораздо сильнее, чем когда-либо прежде? Шрила Бхатисиддханта говорил, что мертвый человек не может проповедовать, проповедовать может только тот, в ком есть жизнь. Пока Бхатисиддханта и другие могли глубоко сожалеть о неудаче Гауди и Матха, оставалась жизнь и надежда, если каждый получит это право, пойдет и станет учеником, тогда все страдающие души в мире будут спасены. Бесполезно было плакать о том, что сделали его крестные братья, но, видя и возмущаясь этим, Абхай находил в боли того, что могло бы быть, продолжающуюся искру того, что еще может быть. Абхай отправил эту поэму Ивн Двана Баджена Кисави Махараджа, который опубликовал их в Гарая Петрик. Однажды ночью Абхаю приснился удивительный сон, тот самый, который он увидел несколько раз до этого, в те дни, когда был домохозяином. Появился Шрил Абхати Сиддханта Сарасвати, такой, каким Абхай его знал, высокий, ученый Саньяся, пришедший прямо из духовного мира, из личной свита Кришны. Он подозвал Абхая и показал, что тот должен следовать за ним. Он снова и снова звал и указывал. Он просил Абхая принять Саньясу. Приходи, призывал он, стань Саньяся. Абхай проснулся в состоянии удивления. Он подумал об этом наставлении как о еще одной особенности первоначального наставления, которое Шрил Абхати Сиддханты Сарасвати дал ему во время их первой встречи в Калькутте, того самого наставления, которое его духовный учитель позже закрепил в письме, стать английским проповедником и распространять сознание Кришны по всему западному миру. Саньяса была предназначена для этой цели, иначе зачем бы его духовный наставник просил его принять ее? Абхай рассудил, что его духовный учитель говорит, теперь прими Саньясу, и ты действительно сможешь выполнить эту миссию. Раньше время было неподходящим. Абхай размышлял с осторожностью. Принимая Саньясу, Ващья его полностью посвящает свое тело, ум и слова служению Верховной Личности Божества, отказываясь от всех других обязательств. Он уже делал это. Шрила Бхатисид Тхантос и Расвати предлагал Саньясу своим ведущим ученикам, чтобы они могли продолжить его миссию, но они не сделали этого. Проповедь на Западе оказалась опасной даже для самых признанных Саньяси Гаудия-Матха. Как он, простой домохозяин, мог рассчитывать на успех там, где другие потерпели неудачу. Он был нерешителен. Чувство беспомощности и неспособности, которое он выразил в своей Верха Аока, не покидало его. Но теперь его духовный учитель манил его, поверх всех других соображений, даже над естественным смирением. Теперь, хотя он был пожилым и одиноким, желание проповедовать так же, как проповедовал его духовный учитель, оставалось в нем, и это желание было яростным, хотя иногда и выражалось тихо. Ведический стандарт и пример, поданный предыдущими Акариями, гласил, если человек хочет возглавить проповедническое движение, ему необходимо принять Саньясу. Шрила Бхатисид Ханта принял Саньясу, чтобы облегчить свою миссионерскую работу. Господь Кайтания принял Саньясу, чтобы развивать движение Сакиртаны. Конечно, Господь Кайтания был верховной личностью божества, но когда его юные ученики стали относиться к нему непочтительно, воспринимая его как обычного человека, он принял Саньясу. Поскольку Саньясу автоматически вызывает уважение, принятие Господом Кайтания и Саньясу было продумано тактикой, как только он начал путешествовать по Индии и в качестве Саньяси, он сразу же привлек тысячи последователей к движению Сакиртаны. Зная, что многие обманщики примут шафрановое деяние и будут злоупотреблять уважением, оказываемым Саньяси, Господь Кайтания советовал не принимать Саньясу век Кали. Он знал, что обманщики под Диидом Садху будут вести себя безнравственно, накапливать средства для своих собственных и не обманывают публику, выдавая себя за свами, и создают множество последователей просто для того, чтобы повысить свой престиж. Выдавая себя за свами, они обманывают публику. Поскольку люди в Кали Югу не могут следовать правилам и предписаниям Саньясы, господь Чайтания рекомендовал им просто воспевать Харе Кришна. Однако если человек действительно мог следовать правилам, и особенно если он должен был распространять движение Сакиртаны, Саньяса была необходима. Сначала Абхаю пришлось обратиться за разрешением к одному из своих крестных братьев. Он решил обратиться к Бхативилу Ситирдхи Махараджа, бывшему Куни Вихари, руководителю Чайтания Аматха в Калькутте. Абхай по-прежнему считал Чайтания Аматх штаб-квартирой миссии своего духовного учителя. Во время жарких судебных споров Чайтания Мах стал самым ценным приобретением, и с 1948 года он находился в законном владении Бхативиласы. Тирдха Махараджа. Теперь, хотя у каждого Саньяся было свое собственное место или места, Чайтания Матх и Бхативиласа Тирдха Махараджа юридически представляли организацию Гаудия Матх. Абхай считал, что если он примет Саньясу и отправится проповедовать в Америку, то должен предоставить Чайтания Матху первую возможность поддержать его работу. В апреле 1959 года Абхай написал Тирдхи Махараджа письмо, в котором спрашивал Саньяси о том, Чайтания Матха напечатать некоторые из его работ рукописей. И поскольку никто не собирался ехать за границу, он вызвался сделать это от имени Чайтания Матха. Прхактивиласа Тирдха Махараджа ответил, что Абхай должен сначала присоединиться к Чайтания Матху. Он упомянул о вражде, которая все еще продолжалась, те, кто действует против Чайтания Матха, руководствуются своими личными амбициями. Любой, кто выступает против Чайтания Матха, говорил он, действует нелогично и вопреки наставлениям Бхатисидханты Сарасвати. Поэтому, по мнению Тирдхи Махараджа, Абхай должен был сделать то, чем он пренебрегал на протяжении стольких лет, присоединиться к Чайтания Матху и действовать под его руководством. Тирдхи Махараджа упомянул нескольких членов Чайтания Матха, которые недавно приняли Саньясу, и сказал, что Абхай тоже может стать одним из них, со временем. Он пригласил Абхай прийти, проживая в Чайтании Матхе, в домах, которые у нас есть, есть просторные и хорошо освещенные комнаты. Мы будем относиться к вам исключительно положительно. Не будет никаких трудностей. Мы позаботимся о том, чтобы не было никаких неудобств. Но что касается печати книг, мы с нетерпением ждем возможности напечатать такие книги, как Сацандарбха, Веданта, основанная на преданном служении и многие другие редкие книги Госвами. Сначала мы напечатаем их. Книги, написанные вами, будут проверены редакцией, и если удастся собрать средства, то они будут напечатаны в соответствии с приоритетом. Книги будут напечатаны только в том случае, если они будут благоприятны для служения Кайтане Амадху. Поэтому, если средства будут собраны, есть план поехать и за границу. Абхай не был воодушевлен. Главная трудность, по его мнению, заключалась в нехватке средств Учритане Амадха. Шрила Прабхупада, я работал со своей сломанной пишущей машинкой. Я пришел к нашему Тиртхи Махараджа, ты даешь мне комнату и печатаешь мои книги. Дай мне немного денег. Я присоединюсь к вам. Я подумал, это учреждение Гур Махараджи. Он не отказался, но печатание книг было для него трудной задачей. У него не было денег. Он с трудом собирал деньги на содержание. Печатать книги это большая работа и нет никакой гарантии, что они будут продаваться. Без печатания книг и поездки на запад Саньяса не имело для Абхая никакого смысла. И кто знал, когда Тиртха Махараджа разрешит ему принять Саньясу? Не было смысла ехать в Калькуту только для того, чтобы пожить в просторной, хорошо освещенной комнате, это у него уже было виндованье. Абхай написал ответ Тиртхи Махараджа, упомянув о прямом приказе Шрилы Бхатисидханты Сарасвати проповедовать англоговорящим людям. Он хотел немедленно отправиться на запад и полагал, что Чайтани Амак с радостью примет его предложение. И у Абхая, и у Тиртхи Махараджа были свои обязанности, но, возможно, они могли бы работать вместе, чтобы исполнить желание своего духовного учителя. Абхай попросил Тиртху Махараджи передумать 7 мая 1959 года. Абхав Тивиласа Тиртху Махараджи написал ответ. Мой совет, не принимайте поспешных решений. Пока оставайтесь с нами, займитесь служением обществу, а затем примите Триданду, Саньясу. Цель принятия Триданды, служить обществу. Если таково ваше желание, то Шри Кайтанья Амадх примет решение о вашей поездке в Америку для проповедей и сделает все необходимое приготовление. Принцип общества никогда не может заключаться в том, чтобы позволить человеку действовать в соответствии с его индивидуальными попытками или желаниями. Общество, посоветовавшись с руководителями, решит, что и кому следует делать. Вот что я хочу сказать. Прежде всего, необходимо отождествить себя с обществом. Для того, чтобы проповедовать в Америке или в других зарубежных странах, важно иметь достойную организацию на заднем плане, а во-вторых, необходимо утвердиться в Индии, прежде чем отправляться проповедовать в другие страны. Теперь на Западе нет конференций и встреч, как раньше. Общение происходит с помощью телевидения. Абх понимал потребности приоритеты читания Матха, но не мог позволить им отменить то, что считал высшим мандатом, проповедовать, как Шрила Бхати Сидханты Сарасвати приказал. Абх предложил свои услуги лидерам читания Матха, думая, что они также смогут увидеть вещи с его точки зрения. Он думал, что, поскольку мир так нуждается в сознании Кришны, и они смотрят им в лицо, они могут увидеть, что этот Абхай-Баб убежден и полон энтузиазма и поэтому должен быть немедленно послан с тем, что ему нужно. Но у них были другие приоритеты. Затем Абхай обратился к Исаве Махараджи в Матхури, и Кисава Махараджи посоветовал Абхаю немедленно принять Саньясу. После общения с Тиртхой Махараджи Абхай чувствовал некоторую неуверенность в принятии Саньясы, и теперь, когда его так настойчиво поощряли, он сопротивлялся. Но Кисава Махараджи был настойчив. Шрила Прабхупада, я сидел один виндавание писал. Мой крестный брат настоял на своем пхактиведам Тапрабху, ты должен это сделать. Не приняв отреченный образ жизни, никто не сможет стать проповедником. Так он настаивал. Не он настаивал, а практически мой духовный учитель настаивал. Он хотел, чтобы я стал проповедником, и поэтому заставил меня пройти через это. Гад Бразер, ты принимаешь. Так, нехотя, я согласился. Кисаваджи Гаудия Мадх располагался посреди одного из центральных базаров Мадхуры. Его главный вход, орочный проем, вел во внутренний двор, открытое небо через металлическую решетку. Архитектура здания была похожа на архитектуру храмовых Сагапаладжи. Сайт атмосфера была уединенный, как в монастыре. Абхай был здесь знакомой и желанной фигурой. Он жил здесь, писал и учился в здешней библиотеке, редактировал Гуайо Петрик и пожертвовал божеству господа Кайтанье, которая стояла на алтаре рядом с божествами Радхи Кришны, Шри Шри Радха Винадхи Хариджи. Но 1959 года не был обычным. Он вошел в Махараму в белом одеянии, Абхай Бабу, но вскоре покинул ее в шифранном одеянии, будучи с вами. Абхай жил как отреченный уже 9 лет, и ему не было нужды соблюдать церемонию или провозглашать себя садху, переодеваясь в шифранной одежды. Но это был системы Парампары, согласно которой человек в конце жизни принимает Редара Саньясу. Он знал о мошенничестве Саньясе, даже в виндовании он видел так называемых садху, которые не проповедовали, а просто проводили свои дни, охотясь за копотами. Некоторые с вами виндования даже незаконно предавались тому, что они якобы пришли сюда отвергнуть сексуальной жизни. Такие люди выставляли Саньясу на посмешище. А ведь были еще и кастовые гасвами, которые жили как обычные домохозяева, управляя храмами как бизнесом, чтобы содержать свои семьи, и принимая почести пожертвования от населения на ложной основе рождения. Абхай знал об этих злоупотреблениях Саньясы, но он также знал истинную цель Саньясы. Саньяса была предназначена для проповеди. Утром 17 сентября 1959 года в комнате божеств размером 50 на 25 футов на втором этаже Кисаваджи Матха группа преданных сидела перед божествами Радхи. Кришна и Господь Кайтанье. Божества были красочно одеты в царские одежды и серебряные короны. Правая рука Радхарама была обращена ладонью вперед в знак благословения поклонящемуся, в левой руке она держала цветок для Кришны. Кришна стоял как танцор, поставив правую ногу в непринужденную позу на цыпочках перед левой, играя на своей длинной серебряной флейте, которую он держал в руках, изящно поднесенные к его красным губам. Его длинные черные волосы спускались до плеч, а гирлянды ноготков на шею доходила до колен. Справа от него стояло божество Господа Кайтанья, правая рука поднята, левая на боку, тело прямое, ноги вместе. Он был нежно-золотистого цвета, у него были большие глаза, хорошо очерченный красный рот и прямые черные волосы до плеч. На один уровень ниже божеств располагались изображения духовных наставников ученической преемственности Джиганатхи Дасабабаджа, Пахаттивина Дахакура, Гауракисра Дасабабаджа, Пахаттисидхантас Расвати, Пахатти Праджнина Кисава Махараджи. Абхай сидел на коврике из травы куса рядом с девяностолетним Санатанной, который также должен был принять Саньясу в тот день. Напротив двух кандидатов сидели Нарая Махараджа и Кисава Махараджа ученик, готовился Хи в огонь. Акинкан и Кришнадаса Бабаджа, крестный брат Абхая, известный своим приятным пением, играл на Мхаде и пел вишнавские пхаджаны. Его святейшество Кисава Махараджа председательствовал, сидя на возвышенной Асане. Поскольку не было никаких уведомлений или приглашений, только несколько Махараджа присутствовали жители. Нарая Махараджа произнес необходимые мантры, а затем молча сидел, пока Кисава Махараджа читал лекцию. Затем, к всеобщему удивлению, Кисава Махараджа попросил Абхая выступить. Абхай не ожидал этого. Оглядев собрание преданных, он понял, что общим языком был хинди, только Кисава Махараджа и еще несколько человек говорили по-английски. И все же он знал, что должен говорить по-английски. После речи Абхая каждый посвящаемый получил свой саньясада, традиционный посох, сделанный из четырех бамбуковых прутев, связанных вместе и полностью обтянутых шафрановой тканью. Им выдали одежду для саньясы, один кусок шафрановой ткани для тхоти, один для верхней одежды и две полоски для нижнего белья. Они также получили шейные бусы Туласи и Саньясам Мантру. Кисава Махараджи сказал, что Абхай теперь будет известен как Бхативеданта Свами Махараджа, а Санатанна, как Муни Махараджи. После церемонии два новых саньяси сфотографировались на память, стоя по обе стороны от своего Саньяса Гуру, который сидел в кресле. Кисава Махараджи не предъявлял Абхаю никаких требований, он просто поощрял его продолжать проповедовать. Однако Бхативеданта Свами означает не просто отказаться от семьи, домашнего уюта и бизнеса. Это он уже сделал пять лет назад. Переход из белой одежды в шифрановую, из Абхайбаба в Бхативеданта Свами Махараджу, имел особое значение, это был мандат, который он требовал, бесповоротное обязательство. Теперь это был лишь вопрос времени, когда Бхативеданта Свами отправится на запад, как предписывал Бхатисидханта Сарасвати. Бхативеданта Свами осознал свой новый статус Саньясы. Рассказ Гуайо Патрика по священию в Саньясу включал биографический очерк о Шри Шримаде Бхативеданте Свами Махараджа с перечислением основных событий его жизни. Статья заключил, введя его энтузиазм и умение писать статьи на хинди, английском и бенгальском языках, Бхатисидханта Сарасвати Махараджа дал ему казание принять Триданди Саньясу. Почти год он был готов принять Саньясу. В месяц Пхадра, в день, когда Вишварупа принял Саньясу, Пхативеданта Свами в Шри Кишаваджа Гаудия Мадхи принял Саньясу от основатель Веданта Санития, Пхатипраджнанна Кишава Махараджа. В виде, как он принимает свою ашраму отречение, в виде это время принятия отреченного порядка жизни, мы достигли большой привязанности и энтузиазма. Библиотека Шрила Пропхупадалилам Татом 1 глава 10 В этот трудный час наша способность изложить судело на адекватном языке, особенно на иностранном, конечно же, потерпит неудачу, и, несмотря на нашу честную попытку изложить ее должным образом, в ней может быть очень много литературных неточностей. Но мы уверены, что при всех наших огрехах в этой связи серьезно с темой будет принято во внимание и руководители общества все же примут ее, поскольку она является честной попыткой для прославления всемогущего великого, столь необходимого сейчас. И Шрима Бхагаватам, Канта 1, Том 1 Бхативеданта с вами в сопровождении некоторых преданных Кисаваджи Матха совершил короткое проповедническое турне по Агри, Канпуру, Шхан Сиделя. Но вскоре он вернулся в свое родное место в храме Вахсаладжи Вагоплэдж. Никто больше не называл его Абхабабу, даже среди друзей его называли Свамиджи или Махараджи. А люди часто обращались к нему как Свами Бхативеданта Джа, Свами Махараджа, Аче Бхативеданта Свами. Люди с готовностью признавали его Садху и оказывали уважение. Однако его основные проблемы оставались. Он хотел писать и печататься, но у него не было денег. Он хотел передавать послание Божества, но мало кто хотел его слушать. Его положение не изменилось, когда он стал Свами. Когда библиотекарь посоветовал Бхативеданте Свами писать книги, они были вечными, в то время как газеты читали один раз и выбрасывали, он решил, что через этого человека говорит его духовный учитель. Затем офицер Индийской армии, которому понравилась книга «Назад к Божеству», предложил то же самое. Бхативеданта Свами воспринял это как откровение своего духовного учителя. Как зависимый слуга, постоянно медитирующий на желание своего трансцендентного господина и ищущего его руководство Бхативеданта, Свами ощущал ответные благословения и личное присутствие своего духовного господина. Он все больше и больше ощущал доверительный контакт со Шрилой Бхатисидхантой, и теперь он чувствовал вдохновение писать книги. Он считал Шримад Пхагаватом самым важным и авторитетным вайшнавским писанием. Хотя Бхагаватгита была сутью всего ведического знания, изложенного в краткой форме, Шримад Пхагаватом был тщательно проработан. И Шрила Бхатисидханта Сарасвати и Бхативина Дахакура написали бенгальские комментарии к Пхагаватам. На самом деле, большинство великих вычьего очарьев прошлого комментировали Шримад Пхагаватом. Сам господь Чиритания рекомендовал Шримад Пхагаватом как безупречную ведическую литературу. Английский перевод и комментарии к этой книге могли бы однажды изменить сердца всего мира. А если им удастся издать хотя бы несколько книг, его проповедь усилится, он сможет с уверенностью оправиться за границу и не появится там с пустыми руками. Однажды Гаурак Нтгасвами, владелец храма Ратхадамодара, обратился к Пхактиведан Тисвами, пригласив его пожить в храме Ратхадамодара, поскольку это вечный дом Дживы Гасвами Арупы Гасвами, он будет более подходящим для его писаний и переводить. Пхактиведан Тисвами был заинтересован. Он никогда не прекращал свои регулярные визиты туда, и он всегда чувствовал вдохновение в присутствии Самадхи Гробниц Великих Лидеров Движения Господа Кайтанье, Дживы Гасвами Арупы Гасвами. Но когда он отправился смотреть две свободные комнаты, то обнаружил, что они находятся в плохом состоянии, за ними не ухаживали ими в котором он жил много лет. Однако, не желая упускать такую возможность, Пхактиведан Тисвами согласился снять комнаты за пять рупий в месяц. Он подсчитал, что за чуть более чем пятьсот рупий ему проведут электричество и сделают капитальный ремонт, а когда все будет готово, он сможет переехать. Пхактиведан Тисвами счел это приглашение благоприятным, а проживание в этом месте дополнило бы его новый проект по изданию Шримад Пхагаватам на английском языке. Из всех храмов Виндаваны в Ратхадамодари находилась самая большая коллекция оригинальных трудов шести госвами и их последователей более, двух тысяч отдельных рукописей многим, из которых было по триста, некоторым даже по четыреста лет. Пхактиведан Тисвами мечтал когда-нибудь поселиться там и служить в обществе Шрила Рупы Госвами и Шрила Дживы Госвами. Пока же он оставался в храме Вахагапаладжа, а на деньги, которые удавалось собрать, постепенно ремонтировал комнаты. Важной максимой Пхактиведан Тисвами был и тот, что проповедник должен идти в города, а не оставаться в уединении святого места. Поэтому в этом духе Пхактиведан Тисвами он продолжал ездить в Дели, хотя для него это был ад и хотя у него не было там постоянного места жительства. Часто его приютили бизнесмены, которые чувствовали себя обязанными в соответствии с индийской культурой, хороший человек, если он хочет быть благосклонным к Богу, должен приютить садху, дать им еду и место для проживания. Но видение таких благочестивых людей было сентиментального индуизма, и их приемы были искусственными и они не могли по-настоящему оценить работу Пхактиведан Тисвами. А Пхактиведан Тисвами был не в том состоянии, чтобы навязывать себя таким хозяевам. Затем он поговорил с мистером Хитсараном Шармой, управляющим Радхаприс. В прошлом господин Шарма опечатал листовки и канцелярские принадлежности для Лиги Преданных, и Пхактиведан Тисвами иногда останавливался в доме господина Шармы. Господин Шарма познакомил Пхактиведан Тисвами с пандитом Шри Кришной Шармой, кастовым брахманным и активным религиозным деятелем, секретарем столетнего далийского религиозного общества Шри Навал Примаса Пха. Из сочувствия Кришна Пандит выделил ему комнату в своем храме Радха Кришны в районе Чапивада в Старом Делле, где Пхактиведан Тисвами занимался литературным трудом. Теперь у Пхактиведан Тисвами был постоянный офис в Деле. Поезд из Матхуры прибывал на станцию Старого Дели у Чандинчок, широкого проспекта, по которому текла река рабочего движения, рикша, велосипедисты, иногда по дюжине в ряд, автомобили в меньшем количестве, люди, бегущие пешком, тянущие тяжелые телеги, и тяговые животные, ослы, валы, иногда верблюды или слоны, несущие тяжелые грузы и управляемые людьми с кнутами в руках. От оживленного Чандинчиук Пхактиведан Тисвами совершал короткую прогулку к Чапиваде, мимо Красного форта, держа слева от себя храм Гаври Шахара, а затем шел по боковой улице мимо большой и внушительной мечети Джама. Возле Чапивада и улицы становились узкими. Чапивада был мусульманским районом до раздела Индия и Пакистана в 1947 году, когда здесь поселились тысячи пенджабских индусов. Чапивада был частью смешанного индуистско-мусульманского района, настолько переполненного людьми, что машинам не разрешалось въезжать на улицы, только телеги рикши могли проехать по узким, переполненным улицам, а в некоторых местах дорожки были заставлены железными столбами, чтобы не пускать рикш. Даже велосипедист мог создать хаос среди плотной толпы покупателей и рабочих, двигавшихся по улицам и переулкам. Боковые улицы вели к другим боковым улицам, настолько узким, что балконы второго этажа на противоположных сторонах улицы находились всего в нескольких дюймах друг от друга, практически образуя крышу над улицей, так что пешеход мог видеть лишь самый узкий участок неба. Частные дворы, магазины и переулки стали почти неразличимы со общественных улиц. Хотя на большинстве магазинов висели вывески на хинди с подсоголовками на некоторые из них были написаны по-английски, некоторые кривым арабским шрифтом, а женщины в черных одеждах закрытыми лицами были обычным явлением. В самом центре этой насыщенной городской жизни находился узкий вход в храм Кришны пандиты Радха Кришны с табличкой полубога Гаша и рядом гнездящихся голубей прямо над его простой ярочной дверью. Храм с проживающими в нем семьями сохранил некоторую атмосферу доходного дома. Хотя в помещении храма было темно, божества Радха Кришна на алтаре были хорошо освещены. Радха был кремового цвета, а Кришна из черного мрамора его рост составлял около двух футов. Его украшали точки свежей сандаловой мякоти и маской желтого сандалового дерева на лбу. Оба божества были одеты в шелковые одежды. Но на втором этаже, прямо над комнатой божества, находилась комната для гостей, комната пхаптиведанта и свами. Ее цементные стены и пол были совершенно голыми. Из пола торчала бетонная пирамида высотой в три фута со шпилем, указывавшая на то, что божества находятся прямо под ней. Вскоре бхаптиведанта с вами обнаружил, что его комната не уединена, а находится бок о бок с другими жилыми комнатами. Зад дверью через металлическую решетку, которая была меньше, чем в храме Вахсаладжи и Кисаваджи Матхи, виднелся небольшой храмовый дворик. С крыши не было видно ни одного дерева. Вид открывался с крыш многоквартирных домов, так тесно прижавшихся друг другу, что казалось, можно пройти с крыши на крышу до самой колоссальной джамы Масджет. Три больших купола мечети, окруженные более высокими миноретами, возвышались над обычными зданиями, привлекая стаи голубей, которые садились на купола или летали в небе колесами. Кришна-пандит был одет в черное легкое хлопчато-бумажное пальто, которое стало всемирно известным благодаря пандиту Неру, а также в шляпу Неру. Он хорошо говорил по-английски и был словом охотлив. Его хорошо знали и уважали в округе. Он видел, бхативеданта с вами был послан богом, садху, о котором он должен был заботиться и тем самым еще раз доказать благочестие индойстской культуры. Новый гость пришелся ему под душе, простой, мягкий, милостивый и опытный ученый Вайшнав. Кришна-пандит сказал, что понимает важность миссии Бхативеданта и Свами и его потребность в Далийском офисе, и побещал обеспечить гостя всем необходимым. Хотя Бхативеданта Свами не хотел ничего просить для себя, Кришна-пандит принес коврик для сидения и низкий столик, поставив их перед пирамидой, а также принес с матрас. Он показал Бхативеданте Свами, как управлять единственный светильник в комнате, лампочка и металлический абажур, который висел на шнуре и мог подниматься или опускаться вручную. Он принес картину с изображением Радхи Кришны, подаренную его гуру Махараджи из Джайпура, и установил ее в нише в стене, радуясь, что Бхативеданта Свами может смотреть на нее глазами истинного преданного. Перед отъездом на запад Бхативеданта Свами хотел иметь надежное место для написания книг, и Господь Кришна предоставил ему такую возможность. Теперь он мог работать либо в Виндаване, либо в Деле. Почти сразу же он снова начал «Назад к Божеству», серийно публикуя отрывки своих предыдущих рукописей и одновременно начав с Шримад Пхагаватом. Когда Кришна Пандит узнал о том, что его гусь в одиночку борется за выпуск книги «Назад к Божеству», он вызвался помочь с некоторыми деловыми аспектами издания. Пхативеданта Свами был очень рад искренней помощи Кришны Пандита и в знак признательности дал ему дополнение к своему имени, Харипхактанудаса, тот, кто служит преданному Господа. После шести месяцев пребывания в Чапиваде Пхативеданта Свами написал благодарность в гостевой книге храма. Мне приятно написать здесь, что я приехал в Дели своего дома 1859, Кешакхат, Вриндабан, Юпэ, исключительно духовной миссией, пропагандировать культ преданного служения Господу. И мне еще приятнее отметить здесь, что Шриман Шри Кришна Шарма, Харипхактанудас, предоставил мне подходящее помещение для моей литературной деятельности. Я издаю здесь английский журнал «Назад к Божеству», выходящий раз в две недели, и на валпрем Шабха, главным секретарем которого является Шри Кришнаджи. Секретарь организует мои ежедневные лекции по Шримадхаготу. Покойный Пандиджиоти Прасадшарма, отец Шри Кришнаджа, также был мне знаком, и при его жизни, когда я приезжал в Дели, Пандиджиоти Прасаджи предоставлял мне жилье. Его хороший сын также идет по стопам своего благородного отца и, будучи секретарем на валпрем Шабха, оказывает хорошую услугу в распространении рамы-намы по всему городу. Аккуратным английским шрифтом Бхативедан Тасвами написал, что, по его мнению, храмы должны использоваться исключительно для просвещения населения в области духовных ценностей и что его личная миссия – организовать храмы для этого служения. Храмы не предназначены для обычных домохозяев, занятых лишь животными склонностями. Тем, кто действительно занят служением Господу Божеству, главенствующему в храме, может быть позволено оставаться только в храме, в противном случае, никаких попыток сочинить шримы Бхагаватам в Чапиваде в окружении порой шумных семей с их неэгоистичными домашними привычками внушило ему, как важно не использовать храм в качестве жилого дома. Несмотря на то, что Бхативедан Тасвами планировал остепениться и приступить к монументальной задаче перевода Шримы Бхагаватам, он был готов проповедовать и другими способами. В октябре 1959 года он наткнулся на статью в газете The Times и в Индии. Двое американских ученых получили Нобелевскую премию по физике из открытия антипротона. Согласно одному из фундаментальных предположений новой теории, говорилось в статье, может существовать другой мир или антимир, состоящий из антиматерии. Этот другой мир напомнил Бхативедан Тасвами о вечном духовном мире, описанном в Бхагаватгите. Он прекрасно понимал, что ученые не говорят об антиматериальном в смысле вечном или духовном, но ему пришла в голову мысль использовать их научные термины, чтобы заинтересовать научно-мыслящих людей. Он задумал написать эссе, представляющее атистическую науку Бхагаватгиты в терминах антиматериальной частицы и антиматериального мира. Это было время, когда весь мир говорил о космических путешествиях. Два года назад индийские СМИ сообщили о запуске российского спутника, и началась гонка за космос. Воспользовавшись нынешним интересом космическим путешествием, Бхактиведанта с вами рассказал, как с помощью Бхактиведанта Душа может отправиться за самые дальние пределы космоса на вечные планеты духовного мира, где жизнь блаженна и полна знания. Он дал собственные свежие переводы Бхагаватсихов Гиты, переложенных на язык новой физики с ее антиматериальными частицами и антиматериальным миром. Полная работа, легкое путешествие на другие планеты, представляла собой рукопись из пятнадцати тысяч слов, и он показал ее Хитсарану Шарми из издательства Ратха Пресс. Но у него не было достаточно денег, чтобы напечатать эту маленькую книжку. В феврале 1960 года Бхактиведанта с вами решил сам напечатать их в двух выпусках «Назад к божеству». Статьи вызвали немедленный отклик у физик из Гуджарадского университета в Ихмадабаде, мистер И. Г. Найка, который получил «Назад к божеству» по почте. Доктор Найк считает, что применение Бхактиведанта и с вами антиматериального принципа действительно грандиозно. Это, без сомнения, классическое сочинение. Доктор Найк был заинтересован в дальнейшем обсуждении физики и трансцендентного знания, и Бхактиведанта Свами ответил ему тем же энтузиазм, в конце концов, попросил физика присоединиться к нему в распространение культурного наследия Индии по всему миру. Убежденный в том, что такой ИСА может заинтересовать образованных англоязычных читателей, Хактиведанта Свами приложил немало усилий, чтобы собрать достаточную сумму пожертвований для печати из-за путешествий к другим планетам в мягкой обложке. Он наконец сделал это осенью 1960 года. Предисловие доктора Н.К. Ситханты, вице-канцлера Анделийского университета, появилось с опозданием, но было включено в книгу в качестве вкладыша. Хотя каждый может извлечь из нее пользу, студентам особенно рекомендуется читать книгу с осторожностью и практиковать бхакти-йогу, которая поможет укрепить ум и воспитать характер. Я буду рад, если эту работу прочтут и студенты, и преподаватели. Несколько индийских ученых-исследователей написали свои рецензии и отмети, в книге научное духовное видение и метод преодоления пространства не путем механического ускорения скорости, а с помощью психологических усилий и духовного освобождения. В книге было всего 38 страниц, но это была его первая публикация, не считая одностраничной газеты «Назад к божеству». Он попытался эффективно распространить эту маленькую книгу. Один экземпляр он подарил доктору П. Бонерджи из Национального музея в Нью-Деле. Доктор Бонерджи, он часто приходил в библиотеку, чтобы проконсультироваться с некоторыми книгами, и я встретил его там. Он дал мне книгу под названием «Лёгкое путешествие на другие планеты». Он дал мне несколько экземпляров, чтобы я распространял их по рупии или по рупии за каждый. Я чувствовал влечение к нему. Мне казалось, что он святой человек с чистой преданностью и без всякого внешнего блеска. Он не привлекал людей только ради имени славы. Его почти никто не поддерживал. Он жил один в маленькой комнате в Чапиваде. Он был предан своей ученой. Поэтому я спросил его, «Сэр, если у вас есть время, вы не против прийти ко мне домой, не могли бы вы приходить по воскресеньям и читать Бхагават у меня дома?» Он с готовностью согласился. Он был хорошим ученым. Он был сведущ в священных писаниях и любил доносить свои идеи до других. Он был хорошим оратором и хорошим собеседником. Он был очень вежлив. Все, что он говорил, он произносил очень отчетливо. Он говорил на Бенгалии и объяснял суть стихов. Иногда он также обращался к комментариям, чтобы дать мне больше информации. Остальные не очень интересовались комментариями или сложными аспектами, но поскольку он знал, что у меня есть некоторые исследования в этой области. Он объяснил комментарии ради меня и ради одного или двух других джентльменов, которые также были очень пожилыми и очень учеными. На собраниях у меня дома присутствовало около двадцати-тридцати человек, и он продолжал свои объяснения в течение одного-двух часов. Затем он читал мантру Хари Кришна, и мы также принимали участие с кроталами и физгармонией. Так что это было очень приятное собрание, потому что он делал сложные вещи очень простыми и объяснял всем нам по потребностям. Он знал, что столько-то предназначено для этого человека, столько, для того, столько, для других. После встречи он обычно немного отдыхал в моём доме. Я просил его принимать пищу в моём доме, но он сказал, что не принимает пищу, приготовленную другими. Но когда он встретил мою жену и она сказала, что с радостью приготовит еду, он сказал, хорошо, я возьму, и она готовила еду по воскресеньям, когда он приходил. Иногда он спрашивал меня, как привлечь всё больше и больше людей в эту сферу. Но, будучи государственным служащим, я не мог никого убеждать открыто. Да и времени у меня не было организовать для него что-нибудь масштабное. Но его это не устраивало. Он спросил меня, могу ли я организовать что-то более масштабное. Он знал, что люди, которые посещали собрания в моём доме, были очень старыми, семьдесят, восемьдесят, одному было девяносто лет, пенсионерами, образованными лица. Это продолжалось не менее года. После этого он сказал, что будет пытаться выходить на других место. Он попросил меня продолжать собрание, но я сказал, я не инициирован. Он сказал, что я все равно могу продолжать, потому что я родился как Брахма. Он дал мне полномочия продолжать некоторое время. Но я не могла продолжать, потому что у меня были свидания. После его ухода я потеряла всякий интерес. Я был государственным служащим. Лёгкое путешествие к другим планетам было как бы разминкой перед его настоящей работой по представлению Шримадпхагаватам. Но теперь он еще больше убедился в необходимости книг. Чтобы проповедовать, ему нужны были книги, особенно если он собирался правиться на запад. С помощью книг он мог создать духовную революцию. На западе было так много литературы, но у западных людей не было ничего подобного, ничего, что могло бы заполнить их духовный вакуум. Хотя он хотел как можно больше времени уделять Шримадпхагаватам, он решил продолжать «Назад к Божеству», используя в качестве статей отрывки из уже существующих рукописей книг. Время от времени, однако, он писал и печатал новую статью. В актуальных вопросах он написал, «Мы просто пытаемся сделать скромную попытку спасти человека с помощью пропаганды «Назад к Божеству». Эта пропаганда не фиктивна. Если вообще существует какая-то реальность, то пропаганда «Назад к Божеству» это начало той эпохи реальности. В книге «Безбожная цивилизация» Пхактиведанта с вами ссылается на жалобы премьер-министра Нейроны «Нецелевое использование государственных средств во имя религии». Пхактиведанта с вами отметил, что, хотя, несомненно, были случаи, когда религиозные лидеры были замешаны в уголовных преступлениях, если сравнить статистику, то религиозных мошенников окажется больше, чем политических. Хотя пандит Нейрон был прав, предупреждая о религиозном мошенничестве, это предупреждение не может быть эффективным без тщательной реформы духовных институтов, а эта реформа может быть осуществлена только при сотрудничестве с правительственных лидеров. Пхактиведанта с вами процитировал его письмо, в котором он просил премьер-министра Нейру предложил ему заняться изучением бхагавадгеты, но, как он сообщил своим читателям назад к божеству, пандит Нейру так и не ответил. Из-за отсутствия духовных знаний он подумал, что этот институт, лига преданных, может быть чем-то вроде многочисленных матхов и храмов, которые стали источником головной воли для пандита. Прхактиведанта с вами утверждал, что пандит Нейру считал любую духовную организацию и томницей для накопления государственных средств и последующего использования их в сомнительных целях. Однако он одобряет так называемых садху, которые занимаются социальным служением и говорят глупости в духовной науке. Это происходит потому, что у него самого нет глубины духовного знания, хотя он брамин и пандит. Невежество в духовном знании, это квалификация судр, или рабочего класса. Он попросил пандита Нейру не бояться слова Бога или Кришна, но мы можем заверить его, что нет никаких причин для страха, потому что Кришна, друг каждого и способен оказать реальную помощь каждому. В заключение Пхактиведанта с вами высказал мысль о том, что безнравственная практика не ограничивается только храмами Индии, но характерна и для материалистического мира цивилизация по всему миру. В частности, он привел в пример беспорядки среди молодежи, которые приобрели массовый характер в 1960-х годах. Лучше всего, если врач сначала вылечит себя, потому что в безбожной цивилизации, в то время как обитатели матхов и храмов были причиной головной боли для пандита, то же самое по другим ярлыком стало причиной головной боли для других европейских и азиатских государственных деятелей. Разнозданная молодежь этих стран под названиями плюшевые мальчики в Англии, бунтари без причины в Америке и полусильные в Германии, кожаные куртки в Швеции, дети солнца в Японии и стильные мальчики в СССР, вот побочные продукты безбожной цивилизации. И это первопричина всех головных болей. Это требует тщательного лечения. В Чапиваде Бхативеданта с вами придерживался практически того же распорядка дня, что и в Кисикхане, за исключением того, что Кришна Пандит выполнял часть секретарской работы «Дли назад к Божеству», и он мог посвятить больше часов Шримад Пхагаватам. Кришна Пандит, он переводил Шримад Пхагаватам перед рассветом, около трех часов утра. Вначале у него не было пишущей машинки, но потом он приобрел портативную машинку. Он выполнял свою ежедневную работу, а затем сам готовил себе еду. Я обеспечивал его сырьем для приготовления пищи. Иногда он приходил к моей семье и просил жену принести еды. Иногда он также принимал ванну в пять или шесть часов вечера. Каждый день он печатал. А сам он читал какую-нибудь Пхагаватам. И спускался в храм для Дарсаны. Затем он выходил на улицу, иногда возвращаясь в два или четыре часа дня. Затем он набирал текст и отправлял гранки назад к божеству в одно место и проверял их. Всю эту работу он выполнял вручную. Его основной деятельностью было печатание по многу часов в день. Пхактиведанта с вами работал санскритским и бенгальским Пхагаватам, отредактированным Шрилой Пхактисиддханты Сарасвати, и большой книгой, содержащей оригинальные комментарии двенадцати великих акариев. У него был стандартный формат, он сделал римскую транслитерацию санскрита в этом стихотворении, он использовал шрифт Деванагари, затем дословные английские синонимы, английский прозаический перевод и, наконец, свое английское заключение на этот стих. Однако прежде чем написать свой собственный текст, он обращался к комментариям Ачариев, особенно Шрилы Пхактисиддханты Сарасвати, Вишванатхичи Краварти, Дживы Гасвами, Виджаятхва Джатиртхи Шритхары Свами. Он задумался о масштабах задуманного им проекта. В Пхагаватам входят восемнадцать тысяч стихов. Семнадцать глав первого канта заполнили бы три тома по четыреста страниц каждой, а второе канта с десятью главами заняло бы два тома. Вплоть до девятого канта вышло бы около тридцати томов. Десятый канта, содержащий девяносто глав, заняло бы двадцать томов. Всего в книге двенадцать канта, так что общий объем составит не менее шестидесяти томов. Он думал, что сможет закончить ее за пять-семь лет, если господь будет поддерживать меня в хорошей физической форме, то, исполняя волю Шрилы Прабхупады, я смогу завершить эту работу. Он решил представить первый том биографическим очерком о Господе Чайтанье Махапрабху, идеальный проповедник Пхагаватам. Читатель может лучше всего оценить Пхагаватам, увидев его практическое проявление в жизни господа Кайтанье. Особенностью выступления господа Кайтанье было его желание, чтобы Шрима Пхагаватам проповедовался во всех уголках мира каждым, кто родился в Индии. Господь Кайтанье назвал Шрима Пхагаватам безопречной Пурамы и сказал считал воспевание и слушание Шрима Пхагаватам вместе с Харе Кришна мантра, это полный научный процесс для развития чистой любви к Богу. Опираясь на комментарии Шрилы Пхатисиддханты Сарасвати Кайтанье Акаритам и Кайтанье Пхагавати, Пхативеданта с вами представил пятидесятистраничный обзор жизни господа Кайтанье и его движения Сакиртаны. Он описал божественные экстазы господа Кайтанье, его философские противостояния с ведущими учеными того времени, а также его открытие движения Сакиртаны, общинное воспевание святого имени. Пхативеданта с вами особенно связывал жизнь и учения господа Кайтанье с тем, что он считал переломным моментом в истории. Помощь человечеству в этот великий час нужды заключалась в ведических литературе, и особенно в Шрима Пхагаватам. Мы знаем, что иностранные захватчики Индии смогли разрушить некоторые монументальные архитектурные сооружения, но они не смогли разрушить совершенные идеалы человеческой цивилизации, до сих пор скрытые в санскритском языке и ведической мудрости. Язык санскрит хранил тайну тысячевеков, но теперь ее нужно было открыть всему миру. Подойдя к первым стихам Шрима Пхагаватам, Пхативеданта Свами проникся целью Пхагаватам. В стихах подчеркивалось, что только Пхагавата может спасти общество от злого влияния века Кали. Рекомендация Шрима Пхагаватам для этой эпохи заключалась в том, чтобы просто слушать от чистых преданных о верховной личности божества, Кришне. Местом действия Пхагаватам послужило собрание Мудрецовне и Мирея около пяти тысяч лет назад, на заре нынешнего века Кали. Предвидя деградацию человечества, мудрецы спросили старшего члена собрания, Суту Госвами, теперь, когда Господь Кришна, прибежище всех религиозных принципов, вернулся в свою духовную обитель, где можно найти религиозные принципы. Сута ответил, что Эпошрима Пхагаватам, сияющий, как солнце, является литературным воплощением Бога и может дать направление людям затерянных в густой тьме Кали-юги. В начале Шрима Пхагаватам Шрила Виасадева, по наставлению своего духовного учителя Нарады Муне, сел и погрузился в глубокую медитацию. В танце он увидел верховную личность Бога, его энергия и страдающие души Кали-юги. Он также увидел, что лекарством от их страдания является чистое преданное служение. Руководствуясь этим видением и наставлениями своего духовного учителя, Виасадева приступил к составлению Шрима Пхагаватам, чтобы принести наивысший благ пострадающим душам Кали-юги. Представляя литературное воплощение Бога, Шрима Пхагаватам, на благо западного мира, Пхактиведанта с вами осознавал, что выполняет важную задачу, следуя поступам Шрила Виасадевы. Как Шрила Виасадева имел видение Кришны и получил указания от своего духовного учителя, прежде чем начать свою литературную миссию, так и Пхактиведанта с вами имел свое видение и получил указания от своего духовного учителя. Пхактиведанта с вами задумал массово распространять книгу Шрила Виасадевы. Он не просто переводил ее, он лично вез ее на запад, представлял ее и учил людей на западе, через книгу и лично, как разве чистую любовь к Богу. Шрила Прабхупада коммунистическая партия стала популярной, просто распространяя свою литературу. В Калькутте агенты коммунистической партии приглашали друзей и читали их литературу. Русские никогда не приезжали в Индию, но, распространяя литературу на всех языках, они получили довольно большое количество последователей. Если это возможно для обычной, третьесортной, мирской литературы, то почему бы трансцендентной литературе не создавать преданных по всему миру? Есть хороший потенциал для того, чтобы распространять эту литературу очень энергично из деревни в деревню. Пхагавата Дхарма, это изначальная религия человеческого общества. Что бы еще не был переход как религия произошел из ведической литературы, люди ищут эти книги. Они жаждут их. Господь Кайтания сказал, что в каждом городе и деревне на поверхности земли они узнают послание и движение Сокертаны. Это значит, что в каждой деревне и городе по всему миру есть множество кандидатов, которые ждут этой книги послания. Это трансцендентальная литература. Никто не может оспорить ее. Это сделано так красиво, без единого пятнышка, безупречное пьюро. Прхактиведан-то с вами возложил свою веру на Шрима Бхагаватам, отказавшись почти от всех других видов миссионерской деятельности. Таков был совет и пример его духовного учителя господа Чиритания. Они не были заинтересованы в строительстве дорогостоящих храмов или в создании множества учеников неофитов. Шрила Бхактисидханта Сарасвати делал упор на проповедь. Проповедь подразумевала книги, а лучшей книгой был Шрима Бхагаватам. Написать и опубликовать Бхагаватам для просвещения широких слоев населения было настоящим служением Господу. Таково было мнение Шрила Бхактисидханта Сарасвати. Он предпочитал издавать книги, а не основывать храмов, и он специально велел своим ученикам писать книги. Дело продвинутых, наделенных полномочиями преданных, писать книги, публиковать их и широко распространять. Программа повсеместного распространения трансцендентной литературы, с еще большим мастерством, чем у коммунистов, оказала бы огромное положительное влияние на жителей Европы и Америки. Если европейцы и американцы обратятся к сознанию Кришны, то за ними последует и весь остальной мир. Пхактиведанта с вами продолжал работать в одиночестве в своей комнате в Чапиваде, поглощенной мыслями о распространении и ввести о Кришне в невиданных ранее масштабах. Иногда он удивлялся, как западные люди, столь далекие от ведической культуры, могут ее перенять. Они были месоедами, млечниками. Когда один из его крестных братьев отправился в Англии, маркиз Зетланд, услышав о четырех запретах на греховную жизнь, презрительно рассмеялся, невозможно. Но Шримад Пхагаватам говорит сам за себя. Шри Кришна, Личность Бога, который также является параматной в сердце каждого человека и благодетелем правдивого преданного, очищает желания материальных наслаждений в сердце преданного, который развил в себе стремление слушать его, Кришны, послания, которые сами по себе являются добродетельными, если и их правильно слушать и воспевать. Хотя Бхативедан-то с вами был известен как английский проповедник, он знал, что в его изложении на этом иностранном языке всегда есть ошибки, и не было редактора, который мог бы их исправить. Но такие технические недостатки не помешали бы ему напечатать Шримад Пхагаватам. Эта идея также представлена в начальных главах Пхагаватам. Литература, наполненная описанием трансцендентной славы имени, славы, форм, пребывания и неограниченного Верховного Господа это, иное творение трансцендентной лексики предназначенное, для того, чтобы, произвести переворот в нечестивой жизни неверно ориентированной цивилизации мира. Такую трансцендентную литературу, даже если она написана нерегулярно, слышат, поют и принимают очищенные люди, которые полностью честны. Прохактиведанто с вами написал в своем путеводителе, мы знаем, что в нашей честной попытке представить эту великую литературу, передающую трансцендентное послание для возрождения богосознания людей в целом, как вопрос повторной спиритуализации мира, наша способность изложить суделы на адекватном языке, особенно на иностранном, конечно же, потерпит неудачу, и может возникнуть множество литературных неточностей, несмотря на нашу честную попытку представить ее в надлежащем виде. Но мы уверены, что при всех наших огрехах в этой связи серьезно с темой будет принято во внимание и руководители общества все же примут ее, поскольку она является честной попыткой прославить всемогущего великого, столь необходимого сейчас. «Когда в доме случается пожар, обитатели дома обращаются за помощью к соседям, которые могут быть для них чужими, и все же без всякого адекватного языка жертвы пожара выражают свои мысли, а соседи понимают необходимость, хотя и не выражают ее на адекватном языке. Такой же дух сотрудничества необходим и в деле трансляции этого трансцендентного послания Шримабхаготам по всей загрязненной атмосферу современной ситуации в мире. В конце концов, это техническая наука духовных ценностей, и поэтому нам важны методы, а не язык. Если приемы этой великой литературы будут понятны людям всего мира, это и есть успех. Конечно, Кали-Юга была такой чрезвычайной ситуацией, дом был в огне. Честные люди, способные понять необходимость, приветствовали бы Шримабхагаватам, даже если бы он был представлен со многими ошибками и нарушениями лингвистической техники. Прхактиведан-то с вами представлял Шримабхагаватам в незменном виде, с величайшим уважением к Шриле в Ясадеве. И в этом заключалась его главная добродетель. Он добавлял свои собственные реализации, но не в духе стремления превзойти предыдущих духовных наставников. В таком важном деле, как изложение предмета строго в Парампари, Пхактиведан-то с вами не допускал никаких ошибок и нарушений техники. Он знал, что без Парампар тексты Пхагаватам не будут иметь никакой ценности. Днем и ночью он печатал за своим столом под маленькой регулируемой лампочкой, свисавшей с потолка на шнуре. Он сидел на тонком коврике, спиной к большой пирамиде, которая странно возвышалась в голой комнате. Страницы накапливались, и он удерживал их на месте с помощью камней. Еда и сон, хотя и были необходимы, но не более того. Он был полностью убежден, что его Шримад Пхагаватам произведет революцию в неправильное направление цивилизации. Таким образом, он перевел каждое слово и привел каждый смысл со всей строгостью и осторожность и сосредоточенность. Но сделать это нужно было как можно быстрее. В феврале 1961 года, в день Вьясапуджа, в годовщину появления Шрилы Пхатисиддханты Сарасвати Пхативеданты Свами, снова был виндавани. В честь своего духовного учителя некоторые ученики Шрилы Пхатисиддханты собрались вместе, преподнесли цветы перед его изображением и устроили в храме общинное песнопение. Но Пхативеданты Свами считал, что они должны делать гораздо больше, они должны планировать и осуществлять всемирную проповедническую миссию, о которой мечтал Пхатисиддханты Сарасвати. Вместо этого они представляли собой собрание независимых ведомов, каждый со своей маленькой идеей, каждый держал небольшой центр и лежал в центре, но у них не было никаких мировых программ, даже программ и для Индии. У большинства из них не было никаких планов или видения, выходящих за рамки их собственных телесных содержания. Пхатисиддханты Сарасвати Пхатисиддханты в местье сделать подношение своему духовному учителю. Среди своих крестных братьев Пхатисиддханты был младшим Саньяся. Хотя он был признанным писателем и редактором, у него не было ни храма, ни последователей. Однако он знал, что пытается следовать за Пхатисиддханты Сарасвати. Он видел себя беспомощным и одиноким против огромных сил Майи. Его крестные братья не были армией, объединившейся против сил Майя, но были скорее похожи на апатичных монахов, стареющих, придерживающихся религиозных принципов и ритуалов, лишённых жизни. Как они могли собраться, чтобы поклониться своему духовному учителю, не признав с горечью свою неудачу и не попытавшись, в духе лучше поздно, чем никогда, исправить её? Поскольку по обычаю в день висапуджа каждый ученик должен был написать подношение, прославляющее его духовного учителя, и поделиться им в собрании братьев, Пахактиведанто с вами написал подношение, скорее взрыв, чем восхваление, и смиренно положил его перед своими братьями, чтобы они откликнулись. Даже сейчас, мои братья-боги, вы возвращаетесь сюда по приказу нашего господина, и мы вместе совершаем эту пуджу. Но просто фестиваль цветов и фруктов не является поклонением. Тот, кто служит посланию гуру, действительно поклоняется ему. О, стыд! Дорогие мои братья, неужели вам не стыдно? На манер бизнесменов вы увеличиваете число своих учеников. Наш учитель сказал проповедовать. Пусть неофиты остаются в храмах и просто звонят в колокола. Но только взгляните на ужасную ситуацию, которая сложилась. Все стали наслаждаться чувством и отказались от проповеди. От морей, по всей земле, проникните во вселенскую оболочку, соберитесь вместе и проповедуйте это сознание Кришны. Тогда служба нашего хозяина будет в полном порядке. Дайте свое обещание сегодня. Откажитесь от политики и дипломатии. Если ученики Бхатисиддханты Сарасвати смогут объединиться и проповедовать вместе, то у них будет все шансы произвести духовную революцию в грешном мире. На это надеялся Шрила Бхатисиддханты Сарасвати, и Бхативеданта Свами выразила ту надежду в своем подношении Виасапуджи. Когда наступит тот день, когда в каждом доме во всех уголках мира будет построен храм. Когда судьи Верховного суда станет Гауди Вашновым стилакой, красиво украшающей его лоб. Когда Вашява, набирающий голоса, будет избран президентом страны, а проповедь распространится повсюду. Когда он прочитал стихотворение, его истина взорвалась посреди собрания стареющих санесинов, некоторые одобрили его, а некоторые были в ярости. Однако их собрание не получило нового направления, они не сели вместе и не составили план, как он просил. В стихотворении Свами Махараджа было воспринято как очередное поэтическое высказывание или как мнение. Крестные братья были склонны позволить старым ранам затянуться с течением времени. пересматривать все заново и восстанавливать миссию в том виде, в каком она была раньше, когда присутствовал Шрила Бхатисидханта Сарасвати, и пытаться осуществить все эти амбициозные программы, как это было возможно. Они старели. Некоторые не хотели покидать приют Виндавани. Они будут поклоняться Бхатисидханте Сарасвати в рамках Святой Дхамы. Если Бхатисидханта с вами может сделать что-то большее, пусть попробует. Бхатисидханта с вами вернулся в Кисикхану, задумчивый. В течение многих лет он не мог принимать ведущие участия в работе миссии из-за семейных обязанностей. В 1935 году в Бамбее его крестные братья даже просили его стать президентом тамошней Махапрасада, но Бхатисидханта Сарасвати сказал, что Абхатисидханту нет необходимости присоединяться к ним, он придет своим путем. Теперь, по милости своего духовного учителя, он был готов исполнить смысл саньясы. Мир сознания Кришны, которую написал в своей поэме, не был утопией, представленный лишь для того, чтобы подстрекнуть своих братьев-богов, это были разговоры мечтателей о невозможном. Он был возможен. Но в любом случае он должен был писать и печатать книги со знанием Кришны и проповедовать за границей. Этого хотел Шрила Бхатисидханта Сарасвати. Если его крестные братья не хотели делать это совместно, то это должен был сделать он. В январе 1961 года один из далийских знакомых Бхатисидханта и Свами показал ему объявление о проведении конгресса по воспитанию человеческого духа, который должен был состояться в Токио с 10 до 20 мая. Его темой был «Мир во всем мире через воспитание человеческого духа». Были приглашены международные участники. Как только Бхатисидханта и Свами увидел это приглашение, он сразу же захотел поехать. Хотя его всегда интересовали прежде всего США, но если Япония представилась первой, то почему бы и нет? К тому же их приглашение было на английском языке. Если они примут его заявку, то оплатят его питание и проживание в гостинице, где будет проходить съезд, хотя ему придется самому оплачивать свои дорожные расходы. Пхатисидханта Свами написал спонсорам, Международному фонду культурной гармонии, и предложил выступить с докладом как следует воспитывать человеческий дух. Генеральный секретарь фонда, господин Тасихира Накана, написал ему ответное письмо в Кисикхаши, выразив свое высокое уважение как к индийской духовной культуре, так и к предложенному им выступлению. Мистер Накана также приложил официальный сертификат, как он и просил, в котором говорилось, что Пхатисидханта Свами является добросовестным посетителем их конвенции, чьи расходы в Японии будут оплачены. Они просили, кому это может быть важно выдать ему паспорт и визу к 10 мая, когда он прибудет в Японию. Затем Пхатисидханта Свами задумал специальный проект для съезда. В десятом канта, двадцатой главе Шрима Пхагаватам представлено описание осенней виндавания, и для каждого сезонного явления Пхагаватам приводят параллельное учение из Вет. Например, он сравнивает темный, пасмурный вечер дождливого осеннего сезона с нынешним веком Кали, когда яркие звезды ведической мудрости, святынии Писания, временно затемненные безбожной цивилизацией. Глава содержит десятки таких примеров, и Пхативеданта Свами предложил пятьдесят комментариев, чтобы сопровождать пятьдесят иллюстрации, которые будут представлены на съезде. Он начал готовить комментарии, которые озаглавил свет Пхагавата. Он написал указания, на основе которых художник мог бы создать картину, подходящую каждому уроку с картинки. Пятьдесят картин и комментариев, Пхативеданта Свами считал, что это будет впечатляющей демонстрацией для посетителей съезда. Организаторам съезда эта идея понравилась. Что касается вашего предложения о получении картин, нарисованных художниками по вашему предложению, то отдел учреждений и конгресса немедленно примет для этого распоряжения под полным рассмотрением о некоторых образцовых идеях картин, которые будут нам предоставлены вами, так что я хотел бы получить их как можно скорее. Пхативеданта Свами работал быстро, чтобы создать рукопись из двадцати тысяч слов, пятьдесят уроков для пятидесяти иллюстраций. На картинах должны были быть изображены леса, поля и небо в Ндвены во время дождя. Сезон, и уроки были иногда критика безбожных правительств, материалистов и лжерелигиозников, иногда утверждение моральных принципов и сознания Бога, а иногда изображением господа Кришны и его вечных спутников в Ндвены. Все прошло гладко между Пхативеданта Свами и спонсорами в Японии. Проблема заключалась в том, чтобы увеличить стоимость проезда. Он обратился к вероятным источникам, написав Министерство научных исследований и культуры Центрального правительства, он представил свое свидетельство от господина Накана и объяснил свое положение Саньяся. В конце марта министерство прислало ему формуляр, который нужно было заполнить и вернуть. Времени оставалось все меньше и 29 марта он написал вице-президенту, доктору Радхакришнану, с которым у него было разговорное знакомство, а также философские разногласия. Вы знаете, что я Саньяся, не имеющий никакого отношения к банкам, и я не связан с финансовыми учреждениями. Но японским организаторам понравилась моя литература, и они хотят, чтобы я там присутствовал. Он умолял, что, поскольку великие Ачарьи Индии раньше передавали свои знания на благо мира, сегодня индийское правительство должно послать представителей Ачарьев для передачи посланий Атмы, или человеческого духа. Он также написал заместитель управляющего Сайндерским Navigation Company в Бомбее, напомнив ему о своем предложении 1958 года предоставить 50-ти процентную скидку на билет в Соединенные Штаты. После объяснения своего приглашения от господина Накана из Японии, Пахактиведенто с вами отметил, что полный тариф на поездку в Японию в оба конца будет стоить меньше половины стоимости поездки в США. Испытывая все возможности сразу, когда до съезда оставалось менее полутора месяцев, он написал другому потенциальному спонсору, господину Бриджратану Эсмахати, который однажды уже выразил готовность отправить Пахтиведенто с вами в Южную Америку, когда индийский спонсор написал ему письмо с выражением заинтересованности. В то время Пахтиведенто с вами не смог получить соответствующее разрешение от индийского правительства. Но здесь, объяснил он, появилась новая возможность представить послание ведической литературы международному собранию заинтересованных людей, а проезд до Японии стоил меньше, чем до Южной Америки. В тот же день, когда он написал мистеру Махати, он также отправил заполненную анкету в Министерство научных исследований. на их вопрос о том, почему он просит о пожертвовании и делал ли он это раньше, он ответил следующее, до этого я никогда не обращался в Министерство за финансовой помощью, поскольку в ней не было необходимости. Как в Саньясе я могу просить о финансовой помощи, когда в этом есть абсолютная необходимость. Наша жизнь посвящена служению всему человечеству для возрождения дремлющего духовного сознания. Тем временем, другие его приготовления проходили при полном содействии Японии. Он уже отправил мистеру Накана первые двадцать иллюстраций света Бхагвата. Япония славится художественными работами, писал он, а Индия духовной культурой. Теперь мы должны объединить их. Он предложил также напечатать тексты и иллюстрации в виде книги. Господин Накана заверил Бхативеданту с вами, что они с радостью встретят его в аэропорту Ханеда, их легко узнают, поскольку они будут держать флаг. Если он захочет, то сможет остаться в Японии на целый месяц и провести местные встречи после запланированного съезда. Господин Накана также попросил Бхативеданту с вами об одолжении. Чтобы укрепить отношения с мэрами трех японских городов, он попросил Бхативеданту с вами отправить мэром письма с просьбой оказать полную поддержку Конгрессу человеческого духа. Бхативеданту с вами немедленно выполнил просьбу. Уже наступил апрель, а денег все не было. Наконец, после личной беседы, в ходе которой он получил от доктора Радхакришна на однозначное нет, Бхативеданта с вами в разочаровании обратился господин Накана 18 апреля и он написал, «Я получил ваше письмо 9 числа и благодарен вам за все, что вы сказали для меня. Я скромное существо и просто стараюсь внести свой вклад в это дело, потому что так мне приказал мой духовный учитель, Шрипхатисидханта Сарасвати Госвами Махарадж. В то время как я испытываю слишком большой восторг от приема, который вы для меня устроили, я хочу сообщить вам, что мои расходы на проезд, которые составляют около 3500 рупий, еще не урегулированы. Я подал одно заявление в правительство Индии с просьбой о помощи, и копия моего заявления также направляется сюда. Я также написал частное письмо доктору С. Радхакришнану по этому поводу, и ответ, который я получил, также прилагается к настоящему письму. Все это не внушает мне оптимизма. Поэтому сегодня я лично встретился с вице-президентом, но он говорит то же самое, что и в своем письме. Хотя дело еще не совсем безнадежно, меня терзают мысли о том, что мне делать, если правительство откажется помочь. Поэтому я прошу вашего доброго совета в этой связи. Доктор С. Радхакришнан сказал мне, что вы также пригласили его посетить ваш конгресс, и он полагает, что расходы на проезд могли быть оплачены вами. Надежды и ожидания от конгресса, несомненно, очень велики, и я хотел бы полностью использовать эту возможность для общего благосостояния всего человеческого общества. Я полностью объяснил свои взгляды в моих заявлениях, которые уже были отправлены вам для публикации, и суть идеи выражена в письме мэров, копии которого также прилагается. Как у Саньяси, у меня нет личного кошелька для расходов. В сложившихся обстоятельствах, если правительство откажется помочь с проездом, мне придется просить об этом вас, иначе моя поездка на конгресс останется только мечтой. Я очень мало верю в дела политиков, и особенно индийских политиков. Из разговора с Дром С. Радхакришнаном я понял, что правительство не одобряет такие конгрессы, которые организуют частные лица, и поэтому они не участвуют в них. Я буду ждать окончательного решения еще неделю, когда все станет ясно, да или нет. Ответы от потенциальных доноров в Индии были отрицательными. 20 апреля он отправил письмо Гнуна Кана. Поскольку вы питаете ко мне глубокую любовь, я осмеливаюсь просить вас прислать мне финансовую помощь, чтобы отвезти меня в Японию. Я думаю, вы можете немедленно поручить вашему посольству в Дели сделать все необходимое и отправить меня в Японию от вашего имени. Мне очень хочется встретиться с вами и Конгрессом, чтобы мы могли создать прочный институт духовного развития. Я буду ждать вашего инструкция по кабелю для настройки моей программы. Но господин Накана не смог помочь. И все усилия Пхаптиведанта с вами закончились лишь сном. В июле 1962 года Пхаптиведанта с вами сменил место жительства обвинь давания, переехав из храма Вагоплыч в храм Оргхидмодро. В течение трех лет он платил за аренду пяти рупи в месяц за комнаты Радхадамодры и оплачивать обширный ремонт. Теперь в главной комнате было электрическое освещение и вентилятор, а стены были оштукатурены и покрашены. Комната была размером 7 футов на 15 футов, с гладкими оштукатуренными стенами и полом из квадратов песчаника неравномерного размера, таких же, как каменные плитки, выложенные перед Самадхи Рупы Госвами. В комнате стояли небольшой низкий стол, коврик усы и деревянная раскладушка сплетенная из веревок поверхностью, на которой можно было лежать. Вид из окна не был таким, как в Кисегане, и район не был таким уединенным, но теперь, даже не выходя из комнаты, он мог заглянуть в храм и увидеть часть алтаря и четырехфутовую форму в Неванакандро, черное мраморное божество Кришны, которому сотни лет назад поклонялся Кришна Даса Кавираджи. Главная комната была соединена с кухней верандой длиной 10 футов, которая выходила над двор, а из кухни он мог видеть Самадхи Рупы Госвами. Таким образом, это место превосходило его комнату в храме Вакса 41 Гоплач, потому что теперь он жил в храме Дживы Госвами, где такие великие души, как Госвами Рупа, Санатанна, Радхуна Дха и Джива, собирались, принимали прасад, воспевали и обсуждали Кришну и господа Кайтанью. Это было лучшее место для работы над Шримад Пхагаватом. В час ночи, когда никто еще не вставал и было очень тихо, Пхагаватом Пхагаватом Просыпался и начинал писать. Поскольку перебои с электричеством были нередки виндования, он часто работал при свете фонаря. Но в любом случае луч света выходил из его комнаты на веранду, а внутри комнаты он работал под его светом. Пока он писал в тишине, иногда жаба, такая же сухая, как каменный пол, выпрыгивала из укрытия и пробиралась по полу, выходя через цементную решетку противоположной стены. Иногда крошечная мышь выбегала из окон и ставня пряталась в другом месте. В остальном в комнате царила полная и освещенная тишина, и вдохновение от присутствия шести госвами было сильным. Над открытым двором небо было усеяно хорошо видимыми звездами. Когда он работал, единственные звуки доносились из города, возможно, вдалеке лаялась собака. В четыре часа, ноль минут утра храмовый Пуджари, спавший под навесом возле дверей божеств, просыпался, включал электрический свет и длинным шестом счищал летучих мышей и состропил. В пять часов, ноль минут утра, разбудив божеств, Пуджари открывал двери перед алтарем и начинал мангала арте. Он выжигал пламя, в то время как несколько местных преданных собирались и воспевали, играя на инструментах, обычно кто-то бил в гонг, а кто-то звонил в большой колокол. Любой звук со двора немедленно доносился до покоя в пхоти веданты с вами, и звон колокольчика и гонга внезапно отражался от стен его маленькой комнаты. Со своего места он мог видеть только в Ндванакандро, слева от алтаря. Иногда он останавливался за работой и выходил во двор, чтобы посмотреть на божества Харатя. На алтаре стояли божества Радхи Кришны, которым сотни лет назад поклонялись Джива Госвами и другие Вайшнавы. Через десять минут Пуджари, предложив пламя, а затем раковину, наполненную водой, поворачивался и окроплял головы преданных предложенной водой, после чего церемония заканчивалась. Поработав несколько часов над Шрима Бхагаватом, Пахативеданто Свами садился в своей комнате и воспевал джапу. Утреннее небо становилось светло-голубым, звезды исчезали, и жители Вандаваны приезжали, чтобы посетить божества и Самадхи Гасвами. Старушки входили в храм, ломающимися голосами взывая джа и Радхи. Когда Пахативеданто Свами открывал ставни, его комната наполнялась светом. Его окна выходили в от двор, но это были не столько окна, сколько цементные решетки в стене, хотя прохожие не могли легко заглянуть в комнату, решетки позволяли свету проникать внутрь. В утреннем свете комната была хорошо видна, сводчатый потолок, свежевыкрашенные стены с арочными нишами, пол из инкрустированного камня. Тонкая санья садом Абхативеданто Свами, завернутый в тяжелую шафрановую хади, прислонилась к одному из углов комнаты. На одной полке он поставил картину Абхатиситханты Сарасвати, на другой, стопку книг и манускриптов. Две двери в комнате казались хлипкими, даже когда были заперты, и вся комната слегка наклонялась влево. Здесь было пусто, но спокойно. Часто, сидя на веранде между двумя комнатами, он обозревал двор, алтарь и божества. Радхадамодара, Виндаванакандра и несколько других божеств Радхакришны ожидали своих посетителей. В течение утра двери божеств оставались открытыми, поскольку постоянный поток посетителей превратил храм в оживленное место паломничества. Никто не оставался очень долго. У некоторых были жесткие графики посещения многих храмов, и они спешили дальше. Бедняки, а также местные бизнесмены, их жены в разноцветных царе, все преданные, направлялись к алтарю, призывая, Джайху, Джайратхи. Поприветствовав божества, они исчезали через дверь на открытой площадке храмового комплекса, чтобы посетить Самадхи. Хотя во вдаване были сотни небольших храмов, похожих на гробницы, в которых чтили прошлых ваишнавов, Пхактиведанта Свами регулярно посещал главные Самадхи, Шрид Дживы Госвами, Шрилы Пхактисидханты Сарасвати Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами. На отдельной территории храмового комплекса находились Пхаджанакура и Самадхи Рупы Госвами. Пхактиведанта Свами часто сидел и воспевал джапу перед Самадхи Рупы Госвами. Вереница паломников из храма продолжала выходить на открытую площадку комплекса, чтобы предложить даяние Рупы Госвами. Большинство паломников считали это самым важным моментом в посещении храма Ратха Дамодары, и даже если они нигде больше не выражали почтения, они обязательно останавливались перед Самадхи Рупы Госвами. Они останавливались со сложенными руками и кланялись, скандируя Джайратхи, или, держа руки в мешочках для бус, распевали мантру Хари Кришна, обходя Самадхи. Пхактиведанта Свами сидел и воспевал даже после раннего утреннего наплыва посетителей, а иногда шел пешком вблизь лежащие храмы Ратхашьямасундары или Ратхамаданна Маханна, всегда возвращаясь к одиннадцати, чтобы приготовить еду. Пока он готовил, а затем, когда садился принимать прасад, он мог видеть сквозь решетку Самадхи Рупы Госвами. Чувствуя присутствие Рупы Госвами, он думал о своей собственной миссии для своего духовного учителя. Преданные господа Кайтания неизвестно как Рупануги, последователи Рупы Госвами, не следуя учению и примеру Рупы Госвами, невозможно встать на пучистые преданности Ратхи Кришне. Шрила Пхатиситханто Сарасвати был особенно известен как строгая Рупануга, как описано в санскритских молитвах, написанных в его честь, «Я предлагаю свои почтительные поклоны Шриле Пхатиситханто Сарасвати, олицетворению энергии милости Шри Кайтанья, который совершает преданное служение, обогащенное супружеской любовью Ратхи Кришны, точно следуя линии откровения Шрила Рупы Госвами. Я предлагаю свои почтительные поклоны вам, кто является олицетворением учения Господа Кайтанья. Вы освободитель падших душ. Вы не приемлете никаких высказываний, противоречащих учению о преданном служении, изложенному Шриле Рупы Госвами. Духовный учитель Бхативеданта и Свами предыдущие духовные учителя в ученической преемственности хотели, чтобы движение сознания Кришны распространилось по всему миру, и Бхативеданта Свами ежедневно черпал вдохновение, сидя перед Рупы Госвами. Самадхи, он молился своим духовным предшественникам о руководстве. Сокровенное руководство, которое он полученный от них, была абсолютной диктатурой, и ни правительство, ни издатель, ни кто-либо другой не мог поколебать или уменьшить ее. Рупы Госвами хотел, чтобы он уехал на запад, Шрила Бхатиситхантос Арасвати хотел, чтобы он отправился на запад, Кришна договорился, чтобы его привезли в храм Ратхадамодары, чтобы он получил их благословение. В храме Ратхадамодара во храме он почувствовал, что попал в вечную обитель, известную только чистым преданным господа. И хотя они позволяли ему тесно общаться с ними в месте их пребывания, они приказывали ему идти, покинуть Ратхадамодару и Виндавану и передать послание Ачарьи в забытые уголки мира. В июне погода стала нестерпимо жаркой, и человек не мог оставаться активным до полудни. В самые гнетущие часы Пхативеданта с вами закрывал двери и ставни и запускал верхний вентилятор. К вечеру жар распадало, снова прибывал шквал посетителей, и в храмовом комплексе начинались вечерние киртаны. Сидя на своем на веранде, Пхативеданта с вами иногда беседовал с посетителями, а иногда они приходили к нему и наблюдали за тем, как он работает на пишущей машинке. Он был известен виндовани как ученый и возвышенный преданный. Но он держался как можно более замкнуто, особенно в летом 1962 года, работая над Шрима Пхагаватом. В этом и заключалась его истинная цель приезда сюда, подготовить книги, которые он мог бы распространять среди людей из запада. Хотя пока у него не было средств для путешествий даже в Японию и для печати книг, это были те цели, ради которых он работал. Он пришел в Индавану не для того, чтобы умереть и вернуться к божеству. Скорее, он пришел туда потому, что это было идеальное место для того, чтобы набраться духовных сил для своего главного дела жизни. Точной формы своей будущей миссии Пхативеданта с вами не знал, но ему было известно, что он должен подготовиться к проповеди Шрима Пхагаватом в инглоязычном западном мире. Он должен стать прекрасно оснащенным инструментом своих хозяев. И если они захотят, то пошлют его. Библиотека Шрила Прупху подолила МТТом 1 глава 11 мечта сбылась. Я планировал, что должен поехать в Америку. Обычно они едут в Лондон, но я не хотел ехать в Лондон. Я просто думал, как поехать в Нью-Йорк. Я размышлял, поеду ли я в Америку сюда, через Токио, Японию, или туда. Какой пудешевле? Таково было мое предложение. И я все время стремился в Нью-Йорк. Иногда мне снилось, что я приехала в Нью-Йорк. Шрила про Пхупада написать, это только половина дела, вторая половина, издать. И Пхативеданта с вами, и его духовный наставник хотели, чтобы Шримад Пхагаватам был напечатан на английском языке и широко распространен. Согласно учению Пхати Сиддханты Сарасвати, для распространения сознания Кришны следует использовать самые современные методы печати и распространения книг. Хотя многие книги вайшнавской мудрости уже были прекрасно представлены Руппой Гасвами, Санатанной Гасвами, Дживой Гасвами, рукописи теперь портились в храме Радхадамодры и других местах, и даже тиражи Рабут Гасвами, выпущенные Гауди и Матхам, не получили широкого распространения. Один из крестных братьев Пхативеданта с вами спросил его, почему он тратит столько времени и сил на том, чтобы создать новую книгу комментарий к Пхагаватам, поскольку многие великие Ачарьи уже прокомментировали его. Но в уме Пхативеданта с вами не было никаких сомнений, его духовный учитель дал ему приказ, однако коммерческие издатели не были заинтересованы в шестидесятитомном Пхагаватам и Пхативеданта с вами не был заинтересован ни в чем меньшим, чем шестидесятитомник Пырымпы изложения стихов, синонимов и суррогатов, основанных на комментариях предыдущих Акариев. Но чтобы опубликовать такие книги, ему пришлось бы собирать частные пожертвования и сдавать за свой счет. Храм Радхадамодара, возможно, и был лучшим местом для написания Шрима Пхагаватам, но не для его печати и издания. Для этого ему пришлось бы отправиться в Неуделя. Среди своих знакомых Дели Пхативеданта с вами считал Хицарана Шарму вероятным помощником. Хотя, когда он останавливался в доме господина Шармы, господин Шарма оценил его скорее как представителя жанра, чем как личность, по крайней мере, господин Шарма был склонен помогать Садху, но он признавал Пхативеданта с вами как искренне религиозного человека. Поэтому, когда Пхативеданта с вами обратился к нему в офис, он охотно помог, считая религиозным долгом распространять Шримад Пхагаватам. Хицаран Шарма мог помочь под двум причинам, он был секретарем Дже Далмии, богатого филантропа, и владельцем коммерческой типографии Радха Пресс. По словам господина Шармы, господин Далмии не стал бы напрямую отдавать деньги Пхативеданта с вами, даже если бы его секретарь предложил это сделать. Поэтому, господин Шарма посоветовал Пхативеданте с вами поехать в Гаракпур и показать свою рукопись Хануману Прасаду по дару, религиозному издателю. Приняв это как добрый совет, Пхативеданта с вами отправился в Гаракпур, расположенный примерно в 475 милях от Деля. Даже такая поездка требовала больших финансовых затрат. В ежедневнике Пхативеданта с вами на 8 августа 1962 года, когда он отправился в Гаракпур, числилось 130 рупий. К тому времени, когда он добрался до Лакхнау, его баланс сократился до 57 рупий. Путешествие от Лакхнау до Гаракпура, еще 6 рупий, а Рикши до дома мистера Подара, 80 пайсов. Но поездка стоила того, чтобы ее оплатить. Пхативеданта с вами вручил господину Подару рекомендательное письмо Адхитсарана Шармы, а затем показал ему свою рукопись. Бегло ознакомившись с рукописью, господин Подар пришел к выводу, что это высокоразвитая работа, которую следует поддержать. Он согласился править пожертвования в размере 4000 рупий фондалмир Траст в Дели, чтобы использовать его для публикации Шримад Пхагаватам Шри Ачепхативеданта и Свами. Индийские типографии не всегда требуют полной оплаты перед началом работы, если они получают значительную предоплату. После того, как работа напечатана и переплетена, заказчик, который не заплатил полностью, берет часть книг с размерной оплаченной суммой, и, продав эти книги, на вырученные деньги покупает еще. Пхагавативеданта Свами подсчитал, что печать одного тома обойдется в 7000 рупий. Таким образом, ему не хватало 3000. Он собрал еще несколько сотен рупий, ходя от двери к двери по всему Дели. Затем он вернулся в Ратха Пресс и попросил Хитсарана Шарму начать работу. Мистер Шарма согласился. Издательство Ратха уже выпустило большую часть первых двух глав, когда Пхативеданта Свами возразил, что шрифт недостаточно крупный. Он хотел, чтобы шрифт был двенадцатиконечным, но в типографии Ратха был только десятиконечный. Поэтому господин Шарма согласился дать работу в другую типографию, Гнугаутаму Шарму из ОК. Пресс. В издание Пхативеданта Свами вышел первый том первого канта Шримад Пхагаватам, издательство ОК. Пресс напечатала четыре книжные страницы дважды на одной стороне листа бумаги размером двадцать на двадцать шесть дюймов. Но прежде чем напечатать все одиннадцать сотен экземпляров, они печатали пробный вариант, который читал Пхативеданта Свами. Затем, после исправленных пробных отисков, печатники исправляли ручной набор и печатали вторую пробу, которую Пхативеданта также читал. Обычно он находил ошибки во втором пробном отиске, если так, то печатали третий. Если он не находил ошибок на третьей пробе, печатались последние страницы. В таком темпе Пхативеданта Свами мог заказывать небольшие партии бумаги по мере возможности, от шести до десяти пачек за раз, заказанные на две недели вперед. Даже когда книга печаталась, он продолжал писать последние главы. Когда в издательстве о каприз были готовы гранки, он забирал их, возвращался в свою комнату в Чапиваде, исправлял гранки, а затем возвращал их. Иногда четырнадцатилетний Контведи, который жил в храме Чапивада вместе с родителями, носил гранки для Свами туда и обратно. Но в последние месяцы 1962 года Пхативеданта Свами обычно совершал ежедневную прогулку в ОК. Пресс. Прогулка по тесным и многолюдным переулкам Чапивада вскоре вывела его на дорогу рядом с мечетью Джама, а та вела на шумный и оживленный базар Чаври. Это был оживленный бумажный район, где рабочие с веревками через плечо потянули крепкие деревянные тележки, тяжело нагруженные пачками бумаги, на маленьких железных колесах. На протяжении двух кварталов единственными предприятиями были торговцы бумагой Харри Рамгупта и компания Рубчант и Сыновья, бенгальская бумажная компания и Лимитад, Universal Traders, Джанта и Питер Март один за другим даже в боковых переулках. Витрины окрестных магазинов были пестрыми и беспорядочными. Пешеходное движение было настолько оживленным, что если бы человек задержался хать на мгновение, это привело бы к сбою. Тележки и рикши развозили по улицам бумагу и другие товары. Иногда мимо пробегал рабочий с тяжелой стопкой страниц на голове, причем стопка утяжеляла оба конца. Движение было стремительным, и невнимательный или медленно идущий пешеход и рисковал быть сбитым грузом, торчащим из головы носильщика или с проезжающей мимо коллеги. Иногда на обочине дороги сидел на корточках человек, разбивавший куски угля на мелкие кусочки для продажи. В крошечных курительных лавках на углу собирались небольшие группы покупателей сигареты или пана. продавец быстро раскладывал специи панны на листья бетели, и покупатель уходил по улице, жуя панны и сплевывая красную слюну. В этой обстановке, когда торговый район Чаври-базар превратился в трущобы, а дети играли на опасных улицах, походь ведом-то с вами был мягким на вид и в то же время решительная фигура. Когда он проходил мимо доходных домов, продавцов черепицы, зерна, сладких лавок и типографии, над ним проносились электрические провода, голуби из балконов доходных домов. Наконец он пришел в типографию ОК. Пресс, расположенную прямо напротив небольшой мечети. Он приходил, неся исправленные гранки, чтобы с тревогой наблюдать за работой типографии. Через 4 месяца, когда вся книга была напечатана и листы лежали с топками на полу пресса, господин Хитцаран Шарма договорился о передаче работы в переплетную мастерскую. Переплет был выполнен старинным способом, в основном вручную, и занял еще месяц. Птхактиведанта с вами приходил и наблюдал за работой. Ряд мужчин сидел в маленькой комнате, окруженной стопками печатной бумаги. Первый мужчина брал один из больших печатных листов, быстро складывал его вдвое и передавал следующему, который выполнял следующую операцию. Страницы складывались, шивались и складывались, затем зажимались в тиски и скреплялись молотком, после чего обрезались с трех сторон ручной пилы и склеивались. Так, шаг за шагом, книга готовилась к выпуску в твердой обложке. Помимо посещения издательства пресс и переплетной мастерской, походьте ведом-то с вами также иногда мы отправляемся на автобусе через реку Емуна в типографию Радха пресс господину Хитсарана Шармы. Издательство Радха печатало для этого тома одну тысячу пыльных курток. Хитсаран Шарма, Свамиджи ходил туда-сюда. Он собирал все, что мог, и отдавал на хранение. Он постоянно общался со многими людьми, и ходил туда-сюда. Что касается меня, то он очень любил, чтобы я делал все как можно быстрее. Он очень торопился. Он говорил, время идет, время идет. Быстрее, сделайте это. Его раздражал и я, и он заставлял меня сначала делать его работу. Но я служил долме, и я говорил ему, твоя работа должна быть для меня второстепенной. Но он отвечал, теперь ты потратил впустую два моих дня. Что это, Шармаджи? Я иду сюда, я сказал тебе в утром, чтобы сделать это, и вы не сделали этого даже сейчас. Но я отвечал, у меня нет времени в течение дня. Тогда он говорил, тогда ты потратил весь мой день впустую. Так он очень сильно давил на меня. Таков был его характер. Переплет был красноватым, цвета глиняного кирпича, инкрустирован золотыми буквами. Пхактиведан Тасвами сам разработал дизайн пыльной обложки и поручил выполнить его молодому бенгальскому художнику по имени Салит. Она представляла собой развернутое изображение всего духовного и материального проявления. На лицевой стороне обложки красовался розовый лотос, а внутри его Витка, Радха и Кришна, их времяпрепровождение и виндавание, а также Господь Кайтанье, воспевающий и танцующий со своими спутниками. От лотосной планеты Кришны исходили желтые лучи света, и в этом сине было множество духовных планет, похожих на множество солнц. На каждой планете сидел свой четырех руки Нараяма, и под каждой из них было написано его имя, Тревикрама, Кисава, Пурхотама и так далее. В овале в нижней части обложки Махави выдыхал материальные вселенные. На внутренней стороне обложки приводится объяснение Пхактиведанта Свами к иллюстрации на обложке. Когда печать и переплет были завершены, получилось одиннадцать сотен экземпляров. Пхактиведанта Свами получал сто экземпляров, а остаток оставался у типографии. С продажи сто экземпляров Пхактиведанта Свами продолжал выплачивать долг печатнику и переплетчику, а затем получал еще одну порцию книг. Так продолжалось бы до тех пор, пока он не выплатил бы свой долг. Затем он планировал издать второй том из прибыли от первого, а третий из прибыли от второй. Кантовиди отправился за первыми ста экземплярами. Он нанял человека, который сложил книги в большие корзины, поместил их на ручную тележку, а затем провез по улицам в храм Чапивада, где Пхактиведанта Свами сложил их в своей комнате на скамейке. Пхактиведанта Свами выходил один, чтобы продать свои книги и подарить их важным людям. Доктор Тхакришнан, который дал ему личную аудиенцию, согласился прочитать книгу и написать свое мнение. Хануман Прасад Подр был первым, кто написал положительный отцев, для меня большая радость, что давняя мечта материализовалась и будет реализована с помощью этой и последующих публикаций. Я благодарю господа за то, что благодаря его милости эта публикация увидела свет. Пхактиведанта Свами посещал крупные библиотеки, университеты и школы Делли, где библиотекари находили его спокойным и тихим, благородным, вежливым, ученым, с особым сиянием в глазах. Путешествуя пешком, он посетил офисы школьной администрации по всему Дели и разместил экземпляры в более чем сорока школах в районе Дели. Министерство образования, которое ранее отказало ему в помощи, сделало заказ на 50 экземпляров для избранных университетских и институтских библиотек по всей Индии. Министерство заплатило ему 600 рупий плюс расходы на упаковку и почтовые расходы, и Пхактиведанта Свами отправил книги по почте в указанные библиотеки. Посольство США приобрело 18 экземпляров, которые будут распространяться в Америке через библиотеку Конгресса. В начале продажи в институте шли оживленно, но затем продажи замедлились. Пхактиведанта Свами, как единственный агент, теперь тратил часы на том, чтобы продать несколько экземпляров. Ему очень хотелось напечатать второй том, но пока не поступило достаточно денег от первого, он не мог печатать. Тем временем он продолжал переводить и писать предисловие. Написание стольких томов было огромной задачей, которая заняла бы много лет. А при его нынешних темпах, при столь медленных продажах, он не смог бы завершить работу за всю свою жизнь. Хотя многие принимали участие в создании книги, а другие стали ее покупателями, только Пхактиведанта Свами глубоко переживал успехи и неудачи этого предприятия. Это был его проект, и он нес за него ответственность. Никто не жаждал, чтобы он писал много, и никто не требовал, чтобы книга была напечатана. Даже когда продажи упали до минимума, менеджеры ОК Пресс не расстроились, они отдавали ему остатки книг только тогда, когда он за них платил. А поскольку именно на него легло бремя наима сотрудников ОК Пресс напечатать второй том, он был вынужден пойти продать как можно больше копий первого тома. Для Ханумана Прасада подарок книга была чем-то, чем можно было полюбоваться мимоходом, для Хитсарана Шармы, тем, чем он занимался после рабочего дня у мистера Долмия, для мальчика, жившего в Чапиваде, книга означала несколько поручений, для торговцев бумагой, небольшой заказ, для доктора Ратха Кришна она была лишь незначительным, быстрозабываемым делом в жизни, наполненной национальной политикой и индуистским философствованием. Но Бхативеданта Свами, полностью посвятив себя созданию Бхагаватам, испытывал блаженство и уверенность в том, что Кришна доволен. Однако он не хотел, чтобы Бхагаватам был его личным делом. Это было крайне необходимое лекарство от всех бед Калли-юги, и один человек не мог его дать. И все же он был один и чувствовал исключительное удовольствие и удовлетворение от служения своему Гуру и Господу Кришне. Таким образом, его трансцендентное разочарование и наслаждение смешались, его воля крепла, и он продолжил путь в одиночестве. Его духовные учители, предыдущие духовные учителя и ведические писания убеждали его в своей правоте. Если бы человек получил экземпляр Бхагаватам и прочитал хотя бы одну страницу, он мог бы решить принять участие в движении Господа Кайтаньи. Если бы человек серьезно прочитал эту книгу, он бы убедился в необходимости духовной жизни. Чем больше эта книга будет распространяться, тем больше людей смогут понять сознание Кришны. А если они понимали сознание Кришны, то освобождались от всех проблем. Продажа книг была настоящей проповедью. Пхакти Сиддханта Сарасвати хотел этого, даже пренебрегая строительством храмов или создания последователей. Кто может проповедовать так же хорошо, как с Шримад Пхагаватом? Конечно, тот, кто потратил 16 рупий на книгу, найдет время хотя бы просмотреть ее. В последующие месяцы Пхакти Веданта с вами получал все больше благоприятных отцевов. Престижный журнал и дайор-лайбрари Булатен дал полную рецензию, отметив обширное и глубокое исследование редактором предмета и заключив, с нетерпением ждем новых томов этого издания. Его ученые-крестные братья также написали свои благодарственные отцевы. С вами Бон Махараджа, ректор Института Восточной Философии Виндавания, написал, «У меня нет ничего, кроме восхищения вашим смелым и практичным начинанием. Если вам удастся завершить всю работу, вы окажите очень большое служение делу Прабхупады Шри Пхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Махараджа, Шри Чайтания Махапрабху, а также всей стране. Сделайте это, и будьте уверены, недостатка в ресурсах не будет». Пхакти Сара Махараджа написал полный обзор в своей книге Саджджана Тауи. «Мы надеемся, что именно эта английская версия Шримабхагатам будет широко читаться, и таким образом духовная нищета людей в целом может быть устранена навсегда. В то время, когда мы очень нуждаемся в этом, Шримабхагатам дал нам то, что нужно. Мы рекомендуем эту публикацию для серьезного изучения каждому». Шри Бесванатхдас, губернатор штата Утар Прадиш, порекомендовал это том всем вдумчивым людям. А журнал «Экономик Ревью» похвалил автора за попытку выполнить грандиозную задачу. В то время, когда не только народ Индии, но и Запада нуждается в кроющем свойстве любви и правды в развращающей атмосфере ненависти и лицемерии, подобная работа окажет возвышающие и корректирующие воздействия. Доктор Закир Хусейн, вице-президент Индии, написал, «Я прочитал вашу книгу Шримабхагатам с большим интересом и пользой для себя. Я еще раз благодарю вас за добрую мысль, которая, должно быть, побудила вас подарить ее мне. Благоприятные отцы вы, хотя Бхаттиведанта с вами не мог расплатиться с типографией, свидетельствовали о серьезном отношении к книге, она была ценной. А последующие тамазы служили бы еще большее уважение. По милости Кришны Бхаттиведанта с вами уже завершил многие переводы и предисловия ко второму тому. Даже в последние недели после выхода в свет первого тома он день и ночь писал для второго. Это было прославление Верховного Господа, Кришны, и потому потребовалось бы много-много томов. Он чувствовал побуждение прославлять Кришну и описывать его во все новых и новых томах. Шрила Бхаттисиддхантос Арасвати говорил, что печатные машины мира не могут достаточно быстро печатать славу по Кришне в духовном мире, которую каждый миг получают чистые преданные. Прхаттиведанта с вами решил вернуться Виндавану, чтобы несколько месяцев интенсивно писать второй том. Это было его настоящим делом в храме Радхадамадары. Виндавана была лучшим местом для написания трансцендентной литературы, это уже было доказано Виндавакариме прошлого. Живя в простой обстановке, почти не отдыхая не принимая пищи, он постоянно переводил стихи и составлял свои суррогаты Пхаттиведанта для второго тома. Через несколько месяцев, собрав достаточное количество рукописных страниц, он вернулся в Дели и снова вступил в мир издательского дела. В первом томе он охватил первые шесть с половиной глав первого канта. Второй том начинается на странице 365 с восьмого стиха седьмой главы. Пхаттиведанта с вами писал в своем заключении, что Шримабхагаватам предназначен для парамахов вайшнавов, людей, занятых исключительно самореализацией. И все же, писал он, она проникает в глубину сердца тех, кто может быть мирским человеком. Мирские люди все заняты удовлетворением чувств. Но даже такие люди найдут в этой ведической литературе средства от своих материальных болезней. Пхаттиведанта с вами вернулся в деле, чтобы собрать средства на издание второго тома. Когда он приходя к потенциальному жертвователю, он показывал ему первый том и растущую коллекцию лицензий, объясняя, что просит пожертвования не для того, чтобы поддержать себя, а чтобы напечатать эту важную литературу. Хотя на первый том он не получил пожертвований, равных четырем тысячам рупий, которые он получил от мистера подарок, один из руководителей сахарного завода ЛНТХ пожертвовал пять тысяч рупий на второй том. Пхаттиведанта с вами был недоволен работой Хитсарана Шармы в качестве руководителя производства. Хотя Хитсаран якобы был экспертом в своем деле, он провоцировал задержки, а иногда давал советы Гаваттаму Шарме, не посоветовавшись с Пхаттиведанта и с вами. Работа над первым томом замедлилась и даже остановилась, когда появилось задание денежного заказчика, и Пхаттиведанта с вами пожаловался, что это Винахитсарана, который не дал вовремя денег ОК. Пресс. Для второго тома Пхаттиведанта с вами решил напрямую сотрудничать с ОК. Пресс и сам контролировать печать. Он поговорил с Гаваттамом Шармой и предложил частичную оплату. Хотя большинство экземпляров первого тома все еще стояли в типографии, Пхаттиведанта с вами хотел, чтобы ОК. Пресс приступила ко второму тому. Гаваттам Шарма согласился на эту работу. В начале 1964 года второй том вышел в печать, следуя тем же этапам, что и первый. Но на этот раз Пхаттиведанта с вами более активно участвовал в работе, поталкивая ее. Чтобы избежать задержек, он сам закупил бумагу. В бумажном магазине Ситхамал и сыновья, расположенном в самом сердце бумажного района, он выбирал и заказывал бумагу, а затем организовывал ее транспортировку в ОК. Пресс. Если заказ был большим, он вез его на телеге, заказы поменьше он отправлял на рикши или на голове носильщика. В своем предисловии ко второму тому Пхаттиведанта с вами отметил очевидную странность работы в деле при жизни и виндовании. Путь плодотворной деятельности, то есть путь заработывания денег и наслаждения жизнью, как это происходит в настоящее время, похоже, стал и о нашей профессии, хотя мы отказались от мирской жизни. Они видят, что мы передвигаемся по городам, в правительственных учреждениях, банках и других деловых местах, пропагандируя издания Шримадхаготам. Они также видят, что мы работаем в прессе, на бумажном рынке и среди переплетчиков, также вдали от нашей резиденции во Вриндабане, и поэтому они иногда ошибочно заключают, что мы занимаемся тем же самым бизнесом в одежде нищенствующих. Но на самом деле между этими двумя видами деятельности существует огромная разница. Это не бизнес по поддержанию материального благополучия. Напротив, это скромная попытка транслировать славу господа в то время, когда люди очень нуждаются в этом. Далее он рассказал о том, как в прежние времена, даже пятьдесят лет назад, состоятельные члены общества поручали по сорок семитам напечатать или переписать бхагаватам, а затем распространять копии среди преданных и простых людей. Но времена изменились. В настоящее время времена настолько изменились, что нам пришлось обратиться к одному из крупнейших промышленников Индии с просьбой приобрести сто, сто, экземпляров и распространить их, но бедный человек выразил свою неспособность. Мы хотели, чтобы кто-нибудь оплатил фактически расходы на издание этого шримабхагаватам и позволил бесплатно распространить его среди всех ведущих джентльменов мира. Но пока никто не готов сделать эту полезную для общества работу. Поблагодарив министерство образования и директора департамента образования за распространение экземпляров по учреждениям и библиотекам, «Похоти ведом-то с вами вновь изложил читающей публике свои затруднения. Проблема в том, что мы должны получить деньги на завершение работы, которая, по общему признанию, является грандиозным проектом. Средства, вырученные от продажи, идут на рекламную работу, а не на удовлетворение чувств. В этом и заключается отличие от плодотворной деятельности. И для всего этого мы должны обращаться ко всем заинтересованным лицам, как бизнесмен. Нет никакого вреда в том, чтобы стать бизнесменом, если это делается ради господа, так же как нет вреда в том, чтобы стать жестоким воином, как Арджуна или Ханаманджа, если такая воинственная деятельность совершается ради удовлетворения желаний верховного господа. Поэтому, даже если мы не в Гималаях, даже если мы говорим о бизнесе, даже если мы имеем дело с рупыми пальцами, все равно, просто потому, что мы на 100% слуги господа и занимаемся служением передачи его славы, мы обязательно преодолим непобедимый тупик, мы достигнем лучезарного царства Бога, чтобы оказать ему вечное служение лицом к лицу, в полном блаженстве знания. Мы уверены в этом факте и можем также заверить наших многочисленных читателей, что и они достигнут того же результата, просто слушая словословие господа. По получению первых экземпляров второго тома, еще четырехсотстраничного, Шримад Пхагаватам в тканевом переплете кирпичного цвета, с такой же пыльной курткой, как и в первом томе. Пхагаватам с вами обошел все учреждения, ученых, политиков и книг торговцев. Один из делийских книг торговцев, доктор Манахарл Джайн, добился особого успеха в продаже этих томов. Манахарл Джайн, он приходил ко мне продавать свои книги. Он приходил часто и общался со мной по часу два. У него не было других дел, кроме как продавать свои книги, а как можно больше. Мы обсуждали трудности, с которыми он сталкивался, а также многое другой йоги, веданты и религиозных аспектов жизни. Его проблема заключалась в распространении его работы, потому что это была большая публикация. Он планировал издать ее во многих томах. Естественно, я сказал ему, что ни один книга торговец или издатель здесь не сможет опубликовать ее и вложить в нее деньги. Так что это было небольшим разочарованием для него, потому что он не мог выпустить больше томов. Но мои продажи были хорошими, потому что это был лучший перевод, санскритский текст с английским переводы. Другого такого издания не было. За два-три года я продал от 150 до 200 экземпляров. Цена была очень маленькой, всего 16 рупий. Он публиковал свои рецензии, и у него были хорошие продажи, хороший рынок. Цена была разумной, и он не был заинтересован в том, чтобы делать на этом деньги. Он печатал на английском языке, для иностранцев. Он хорошо владел санскритом и английским. Когда мы встречались, мы говорили по-английски, и его английский был очень впечатляющим. Он хотел, чтобы я издал книгу, но у меня не было ни типографии, ни финансов. Я откровенно сказал ему, что не смогу издать ее, потому что это не один или два тома, а много. Но он все равно справился. Я направил его ватмаром и сыновья. Он тоже туда ходил. Он был великим мастером, философом, великим ученым. Я наслаждался беседами. Он сидел со мной один или два часа, сколько мог себе позволить. иногда он приходил утром, в одиннадцать или двенадцать, а иногда после обеда. Он приходил с деньгами, сколько экземпляров продано. И я платил ему. Практически, в то время у него было не очень хорошо с финансами. Он хотел только, чтобы его книги продавались в каждой библиотеке и везде, где люди заинтересованы в этом. Каждый месяц мы выпускали каталог, и я рекламировал его книгу. Заказы поступали со всего мира. Так что, по крайней мере для меня, продажи росли. Если я продавал сто экземпляров первого тома, то полагал, что второй том будет продан естественно, в том же количестве. Но, безусловно, те, кто брал первый том, брали и второй, потому что он был институциональным, а институты всегда стараются дополнить свой набор. Он часто обсуждал со мной, как можно выпустить тома и сколько их потребуется, чтобы завершить с Шримад Пхагаватом. Он был очень заинтересован в том, чтобы выпустить всю серию. В январе 1964 года Бхативедан Тасвами дал интервью вице-президенту Индии Закиру Хусейну, который, будучи мусульманином, написал книгу Шримад Пхагаватом Бхативедан Тасвами. Когда доктор Хусейн радушно принимал автора в президентском дворце, Бхативедан Тасвами говорил о важности Шримад Пхагаватом в деле любви к божеству. Но доктор Хусейн хотел узнать, как любовь к божеству может помочь человечеству. Вопрос, заданный правителем Садху, был наполнен философским смыслом, но плотный график встреч вице-президента не позволил Бхативедан Тасвами дать исчерпывающий ответ. Для вице-президента интервью стало жестом благодарности, признания заслуг с вами в его работе по сохранению индоистского культурного наследия Индия. И Бхативедан Тасвами смиренно принял ритуал. Однако позже он описал доктору Хусейну длинное письмо, в котором ответил на вопрос, на который не успел ответить во время их короткой встречи. Мусалманы, мусульмане, также признают, писал он, что нет ничего выше Аллаха. Христиане также признают, что Бог велик. Человеческое общество должно научиться подчиняться законам Бога. Он напомнил друг Хусейну о великом культурном достоянии Индии, ведической литературе, индийское правительство могло бы выполнить лучшую работу по обеспечению благосостояния человечества, распространяя ведические знания систематическим образом. Матбхагаватам был произведен в Индии, это был существенный вклад, который Индия могла предложить миру. В марте 1964 года Кришна Пандит, спонсор Бхативеданты Свами Вратха Кришни храм в Чапиваде, договорился о том, чтобы он на несколько месяцев поселился в храме Шри Ратхавалабхаджи в соседнем районе Розанпура Найсарак. Там он мог продолжать писать и публиковаться, а также читать цикл лекций. Кришна Пандит выделил Бхативеданты Свами около пятнадцати сатрупи на его содержание. По прибытии Бхативеданты Свами в храм Шри Ратхавалабхаджи управляющий раздал объявление, приглашающее людей воспользоваться всеми преимуществами присутствия вишнавского садху. В качестве резидентного Акарии Бхативеданта Свами проводил утренние и вечерние диспоты в храме, не прекращая своей писательской и печатной деятельности. В июне Бхативеданта Свами получил возможность встретиться с премьер-министром Лалбахадуром Шастре. Встречу организовал Даладрам Кхана, богатый ювелир, который был попечителем храма Чапивада и часто встречался там с Бхативедантой Свами. Старый друг премьер-министра Шастре с юности, когда они посещали один и тот же йога-клуб, мистер Кхана организовал эту встречу в качестве одолжения для Пхативеданта Свами. Пусть премьер-министр встретится с настоящим садху, подумал господин Кхана. Это было официальное мероприятие в садах здания парламента, и премьер-министр встречал множество гостей. Премьер-министр Шастре, одетый в белые курта и тхоти, в шляпе ныру и окруженный помощниками, принимал пожилого садху. Пхативеданта Свами, выглядевший ученым в своих очках, вышел вперед и представил себя, и свою книгу, Шримад Пхагаватам. Когда он вручал премьер-министру экземпляр первого тома, фотограф сделал снимок автора и премьер-министра, улыбающихся над книгой. На следующий день Пхативеданта Свами написал письмо премьер-министру Шастре. Вскоре он получил ответ, подписанный лично премьер-министром, Дорогой Свамиджа, большое спасибо за ваше письмо. Я действительно благодарен вам за то, что вы подарили мне экземпляр Шримад Пхагаватам. Я понимаю, что вы делаете ценную работу. Было бы хорошо, если бы библиотеки государственных учреждений приобрели экземпляры этой книги. Пхативеданта Свами написал ответ премьер-министру, попросив его купить книги для индийских учебных заведений. В ответ господин Р.К. Шарма из Министерства образования подтвердил, что они возьмут пятьдесят экземпляров второго тома, как и первого. Чтобы сосредоточиться на завершение третьего тома, Пхативеданта Свами вернулся в храм Радхадамодры. Это были последние главы первого канта, посвященные наступлению нынешнего века Кали. В них было много стихов, предсказывающих деградацию общества и повествующих о том, как великий царь порекает своим сильным правлением, основанным на сознание Кришны, противостоял влиянию Кали. В своих писаниях Пхативеданта Свами писал, что правительство не сможет побороть коррупцию, если не искоренит четыре основных принципа религии, миссоедение, незаконный секс, интоксикацию и азартные игры. Вы не можете остановить все эти пороки общества просто уставными актами полицейской бдительности, но вы должны вылечить болезни ума с помощью надлежащего лекарства, а именно пропагандой принципов браминской культуры или принципов аскетизма, чистота, милосердие и правдивость. Мы должны всегда помнить, что ложная гордость, излишняя привязанность к женщинам или связь с ними, а также всевозможные одурманивающие привычки собьют человеческую цивилизацию с путь истинного мира, как бы люди не ротовали за такой мир во всем мире. Чтобы собрать средства на третий том, Пахаттиведан Тасвами решил попробовать себя в Бомбее. Он отправился туда в июле и остановился в Примкутер Тхармшала, бесплатном ашраме. Шрила Прабхупада, в Примкутере меня приняли очень хорошо. Я собирался продавать свои книги. Некоторые из них критиковали, что это за Саньяся. Он делает бизнес на продаже книг. Это говорили не власти, а некоторые из них. Тогда я тоже писал свою книгу. Затем я на пятнадцать дней стал гостем одного из членов семьи Долмия. Один из братьев сказали мне, что он хочет построить небольшой домик у себя дома, ты можешь жить здесь. Я дам тебе хороший домик. Я подумал, нет, это нехорошо, быть полностью зависимым и покровительствуемый Вишая, материалистом. Но я остался на пятнадцать дней, и он предоставил мне в исключительное пользование пишущую машинку для написания моих книг. Птхактиведанта с вами обошел все учреждения и книгу торговцев в Бомбее. Теперь у него была реклама, на которой он был изображен вместе с премьер-министром Шастри, а также письмо премьер-министра и заказ министерства образования на покупку пятидесяти томов. Однако он получал лишь небольшие заказы. Затем он решил навестить Цумати Морарджа, главу пароходной компании Сайндиа. Он слышал от своих крестных братьев Бомбее, что она известна тем, что помогает Цадху и жертвует на Бомбейский Гаудия Мадхх. Он никогда не встречался с ней, но хорошо помнил, как в 1958 году один из ее служащих пообещал организовать для него перелет в Америку за пал цены. Теперь он хотел, чтобы она помогла ему напечатать Шримы Бхагаватам. Но его первые попытки договориться о встрече не увенчались успехом. Разочарованный тем, что сотрудники миссис Марарджа не дают ему покоя, он сел на ступеньки перед входом в здание ее офиса, решив привлечь ее внимание, когда она уйдет на работу. Одинокий Садху, безусловно, привлек себе внимание, так как в течение пяти часов тихо воспевал себя на ступенях здания пароходной компании Сайндиа. Наконец, поздно вечером миссис Марарджа вышла с дома, оживленная деловыми со своим секретарем, мистером Чокси. Увидев Пхативеданта с вами, она остановилась. Кто это? Джентльмен сидит здесь, спросила она мистера Чокси. Он здесь уже пять часов, ответил секретарь. Хорошо, я приду, сказала она и подошла к тому месту, где сидел Пхативеданта с вами. Он улыбнулся и встал, предлагая нам оскары сложенными ладонями. «Свамиджа, чем я могу вам помочь?» спросила она. Пхативеданта с вами вкратце рассказал ей о своих намерениях напечатать третий том Шримад Пхагаватам. «Я хочу, чтобы вы помогли мне», сказал он. «Хорошо», ответила миссис Марарджа. «Мы можем встретиться завтра, потому что уже поздно. Завтра вы можете прийти, и мы все обсудим». На следующий день Пхативеданта с вами встретился с миссис Марарджа в ее кабинете, где она посмотрела на набранную рукопись и опубликованные тома. «Хорошо», сказала она, «Если вы хотите напечатать это, я окажу вам помощь. Что хотите? Вы можете напечатать ее. С гарантией госпожи Марарджа Пхативеданта с вами смог вернуться в Индавану, чтобы закончить работу над рукописью. Как и в случае с предыдущими томами, он установил жесткий график написания и публикации. Третий том должен был завершить первые канта. После этого, снабженный внушительным запасом литературы, он был готов отправиться на запад. Даже с первым и вторым томами его ждал лучший прием в Индии. Он уже встречался с вице-президентом и премьер-министром. Он успешно обратился к крупному бизнес-магнату из Бомбеи, и уже через несколько минут после вручения книги получил крупное пожертвование. Книги были мощно проповедью. Приближался к Джанамам, и Пхативеданта с вами планировал устроить праздник в храме Ратхадамодара. Он хотел пригласить Бесванатхадаса, губернатора Утара Прадеши, председательствовать на церемонии в честь явления господа Кришны. Шри Бесванатх был получил экземпляр первого тома и написал положительный отцев. Хотя он был политиком, он был известен своей привязанностью и уважением к садху. Он регулярно приглашал признанных садху к себе домой, а раз в год посещал всеважные храмы Матхура и Виндаваны. Пхактиведантосвами попросил президента муниципалитета Виндаваны Мангалалы Шарму пригласить губернатора на празднование Джанмэм в храме Ратхадамодара. Губернатор с готовностью принял приглашение. Пхактиведантосвами напечатал листовку с объявлением, по случаю церемония Джанмэстами вместо Самадхи Шрилы Руппы и Дживы Гасвами храм Шри Шри Ратхадамодара Сибакундж, Вриндабан. Исполнение восходительства Шри Бесванахдас губернатор Утар Прадеши и главный гость Срига Дасаманьи из Бамбеи, попечитель храма Шри Ранганадхи, Вриндабан. Датируется во Вриндабане в воскресенье 31 августа 1964 года в 7.38.30 вечера. На листовке была реклама серия Шрима Бхагаватам, которая должна была выйти в 60 томах. Бхаджаны, которые должны были исполняться по этому случаю Шри Кришна Кайтания Прабху, Ниты Падакамала, Молитвы Шести Госвами и другие любимые песни Гаудея Вашнавав, были напечатаны на Бенгале в виде сборника песен. Программа прошла успешно. Присутствовало много людей, которые пели песни Господу Кришни и принимали прасад. Прхактиведанта Свами прочитал лекцию по стиху и Шрима Бхагаватам описывая векали как океан недостатков, у которого есть только одно спасительное качество – воспевание Харе Кришна. Проведя Киртану Харе Кришна, Пхактиведанта Свами подарил губернатору экземпляр своего второго Тома Шрима Пхагаватам и рассказал о своих планах проповедовать по всему миру. На следующий день после Дженму Пхактиведанте Свами исполнилось 69 лет. Через несколько дней Бесванна Тахдас попросил Свами Махараджу навестить его в его особняке Волокхнау. Это был особый случай, и губернатор пригласил несколько садху и запланировал программу Киртаны. Он пригласил профессиональную музыкальную группу, которая гастролировала по Индии, исполняя Киртаны и давая сольные концерты. Один из музыкантов, молодой сисер Кумар Пхатакарьи, был очень впечатлен Пхактиведанта Свами. Сисер Пхатакарьи, нас пригласили совершить киртану в доме губернатора Волокхнау. В нашей группе было около 7 или 8 человек. Это был дом губернатора, большой дом, и я сидел на помосте. Я увидел губернатора, Бесванат Хадаса, а рядом с ним садху, который был старым, но, как мне показалось, очень сильным. Когда я увидел сидящего там губернатора, я спустился с помоста и поклонился. Затем я спросил, какую тему он хочет послушать. Он сказал, давайте что-нибудь о чейтане Махапрабху. Тогда я сказал, я очень рад, что вы выбрали именно это. Около получаса мы потратили на киртану Махапрабху, а затем поужинали в большом банкетном зале на серебряных тарелках символами губернатора на каждой из них. Мы сидели вместе, и я сидел бок о бок с одним садху, и он представил себя как Пхаптиведанта Свами. Мы поговорили, а затем Свами подарил мне книгу Шримад Пхагаватам. Пхаптиведанта Свами сказал, я заинтересован в том, чтобы пропагандировать Кришнанама и Кайтания Махапрабху в западных странах. Я пытаюсь каким-то образом найти билет. Если получится, я поеду и буду распространять учения Махапрабху. И он произнес этот стих из Махапрабху, Сифтше Етоон и Горди Гамосорва Трапракра Хейпмура НМА. Но я не думал, что он действительно сможет это сделать, потому что он был очень прост и беден. Кайтания Махапрабху предсказывал, «Однажды мое имя будет известно в каждом городе и деревне мира». С рукописью третьего тома и деньгами на его печать, Пахактиведанта с вами снова вступил в мир печати, закупая бумагу, исправляя гранки и поддерживая график работы типографии, чтобы книга была готова к январю 1965 года. Таким образом, благодаря своему порству он, не имевший почти никаких собственных средств, сумел издать свой третий большой том в твердом переплете чуть более, чем за два года. При таком раскладе, когда его уважение в ученом мире растет, он мог бы вскоре стать признанной фигурой среди своих соотечественников. Но его взгляд был устремлен на запад. И когда третий том был уже напечатан, он почувствовал, что наконец-то готов. Ему было 69, и он должен был скоро уехать. Прошло более 40 лет с тех пор, как Шрила Пхати Сидханта Сарасвати впервые попросил молодого домохозяина из Калькуты проповедовать сознание Кришны на западе. Поначалу это казалось Абхаю Чарану, который совсем недавно стал семейным человеком, невозможным обязанности. Однако это препятствие давно устранили, и вот уже более десяти лет он мог свободно путешествовать. Но он был без гроша в кармане, и оставался им до сих пор. И сначала он хотел издать несколько томов Шримад Пхагаватам, чтобы взять их с собой, это было казалось необходимым, если он хочет сделать что-то серьезное. Теперь, по милости Кришны, под рукой было три тома. Шрила Прабхупада, я планировал, что должен поехать в Америку. Обычно они едут в Лондон, но я не хотел ехать в Лондон. Я просто думал, как добраться до Нью-Йорка. Я прикидывал, как я поеду, через Токио, Японию, или так, какой путь дешевле. Это было мое предложение. И я постоянно стремился в Нью-Йорк. Иногда мне снилось, что я приехала в Нью-Йорк. Затем Пхативеданта с вами встретил мистера Агарвала, бизнесмена из Матхуры, и вскользь упомянул ему, как и почти каждому встречному, что хочет уехать на Запад. Хотя господин Агарвал был знаком с Пхативеданта и с вами всего несколько минут, он вызвался попытаться найти ему спонсора в Америке. Мистер Агарвал делал это уже несколько раз, когда он встречал Сатху, который говорил о том, что собирается поехать за границу преподавать индуистскую культуру, он просил своего сына Гопала, инженера из Пенсильвания, прислать спонсорскую форму. Когда господин Агарвал вызвался помочь таким образом, Пхативеданта с вами настоятельно попросил его сделать это. Шрила про Пхупада, я не говорил ничего серьезного мистеру Агарвалу, но, возможно, он воспринял это очень серьезно. Я спросил его, почему бы вам не попросить своего сына Гопала о спонсорстве, чтобы я мог поехать там? Я хочу проповедовать там. Но Пхативеданта с вами знал, что не может просто мечтать о поездке на запад, ему нужны были деньги. В марте 1965 года он совершил еще один визит в Бомбей, пытаясь продать свои книги. Он снова остановился в бесплатной Тхармасали Принкутер. Но найти покупателей было трудно. Он познакомился с Параманнандой Пхагвани, библиотекарем колледжа Джайхинт, который купил книги для библиотеки колледжа, а затем сопроводил Пхативеданта с вами в несколько вероятных торговых точек. Я отвел его в магазин популярная книга на Гранд Руд, чтобы помочь ему с продажей книг, но там нам сказали, что не могут продать книги, потому что у них нет больших продаж по религии. Тогда мы пошли в другой магазин, расположенный неподалеку, и его владелец также выразил сожаление, что не может продать книги. Затем он отправился в Садхувелу, расположенную рядом с храмом Ихаладшми, и там мы встретили главу храма. Он, конечно же, радушно принял нас. У них есть своя библиотека, и они хранят религиозные книги, поэтому мы обратились к ним с просьбой оставить один комплект двух библиотеки. Это богатая Реймо, но он также выразил свою неспособность. Прхактиведанта с вами вернулся в деле, занимаясь, как обычно, продажей книг и ища любую возможность. К его удивлению, с ним связались из Министерства иностранных дел и сообщили, что его сертификат об отсутствии возражений против поездки в США были готовы. Поскольку он не возбуждал никаких дел о выезде из страны, Пхактиведанте с вами пришлось узнать в Министерстве, что произошло. Ему показали форму заявления, подписанную господином Гапалом и Гарвалом из Батлера, штат Пенсильвания. Господин Агарвал торжественно заявил, что берет на себя расходы Пхактиведанте с вами во время его пребывания в США. Шрила Прабхупада, какая переписка была между отцом и сыном, я не знал. Я просто спросил его, почему бы тебе не попросить своего сына Гапала стать спонсором. И вот, спустя три или четыре месяца, из индийского консульства в Нью-Йорке мне прислали сертификат об отсутствии возражений. Он уже спонсировал мой приезд туда в течение месяца, и вдруг я получил эту бумагу. По просьбе Ацак Гапала Гарвал поступил так же, как и несколько других садху, ни один из которых так и не отправился в Америку. Это была просто формальность, которая должна была удовлетворить его отца. Гопал запросил форму в индийском консульстве в Нью-Йорке, получил от работодателя справку о ежемесячной зарплате, получил письмо из своего банка. В нем был указан баланс на апрель 1965 года, и бланк был заверен нотариусом. Она была проштампована и утверждена в Нью-Йорке и отправлена в Деле. Теперь Рубхаптиведанты с вами был спонсор. Но ему по-прежнему нужны были паспорт, виза, форма и проездной. Получить паспорт оказалось не так уж сложно. Кришна Пандит помог, и к 10 июня паспорт был у него. Он тщательно вписывал свой адрес в храме Радха Кришна в Чапиваде и написал имя своего отца, Гурмоханде. Он попросил Кришну Пандита оплатить его поездку за границу, но Кришна Пандит отказался, посчитав, что выезд садху за границу противоречит индуистским принципам, к тому же это очень дорого. С паспортом и спонсорскими документами Бхартиведанты с вами отправился в Бамбии, но не для того, чтобы продавать книги или собирать средства на печать, он хотел получить билет в Америку. Он снова попытался обратиться к сумате Марарджи. Он показал ей свои спонсорские документы. Секретарь, мистер Чокси, был впечатлен и отправился к миссис Марарджи от его имени. «С вами из Виндавану вернулся», сказал он ей. «Он упубликовал свою книгу на ваше пожертвование. У него есть спонсор, и он хочет поехать в Америку. Он хочет, чтобы вы отправили его на корабле с Индией. Миссис Марарджи сказала, что нет, свамиджи слишком стар, чтобы ехать в Соединенные Штаты и рассчитывать чего-то добиться. Когда мистер Чокси передавал ему слова миссис Марарджи, пхаптиведанта свами неодобрительно слушал. Она хотела, чтобы он остался в Индии и завершил работу над Шримадпхагаватом. «Зачем ехать в Штаты? Закончите работу здесь!» Но пхаптиведанта свами был твердо намерен ехать. Он сказал мистеру Чокси, что-то должен убедить миссис Марарджи. Он проинструктировал мистера Чокси о том, что ему следует сказать, «Я считаю, что этот джентльмен очень вдохновлен тем, чтобы поехать в Штаты и проповедовать там что-то людям». Но когда он сказал об этом миссис Марарджи, она снова отказалась. «С вами был нездоров. Там будет слишком холодно. Он может не вернуться, и она сомневалась, что он сможет многого добиться там. Люди в Америке не столь сговорчивы и, скорее всего, не станут его слушать». Раздраженный неэффективностью господина Чокси, пхаптиведанта с вами потребовал личной беседы. Оно было предоставлено, и седовласый, решительный пхаптиведанта с вами изложил свою настоятельную просьбу, «Пожалуйста, дайте мне один билет». Сумати Марарджи была обеспокоена. «С вами Джо, вы так стары, вы берете на себя такую ответственность. Как вы думаете, это нормально?» «Нет», – заверил он ее, подняв руку, словно успокаивая сомневающуюся дочь, «Все в порядке. Но знаешь, что думают мои секретари?» «Они говорят, с вами Джо умрет там». Пхаптиведанта скорчил Геремасу, как бы отмахиваясь от глупых слухов. Он снова настоял на том, чтобы она дала ему билет. «Хорошо», – сказала она. «Возьмите свою пиформу, и я распоряжусь, чтобы вас отправили на нашем корабле». Пхаптиведанта с вами лучезарно улыбнулся и с радостью покинул ее кабинет, пройдя мимо изумленных и скептически настроенных клерков. Пхеформ еще одна необходимость для индийского гражданина, желающего покинуть страну, это справка, выдаваемая Государственным банком Индии, подтверждающая, что у человека нет чрезмерных долгов Индии и что его счета в банках погашены. Ее получение займет некоторое время. Кроме того, у него еще не было американской визы. Ему нужно было получить эти правительственные разрешения в Бомбее, но ему негде было остановиться. Поэтому миссис Марарджи согласилась поселить его в Сан-Ди-Колоне, комплекса квартир для сотрудников компании Сан-Диа. Он поселился в маленькой необрудованной квартире, взяв с собой только сундук и пишущую машинку. Все служащие из Сан-Диа знали, что миссис Марарджи отправляет его на запад, и некоторые из них заинтересовались его делом. Они были впечатлены, ведь он, хотя и был так стар, ехал за границу проповедовать. Он был особенным садху, ученым. Они узнали от него, что он берет с собой сотни экземпляров своих книг, но денег у него нет. Он стал знаменитостью в колонии Сцен-Диа. Разные семьи приносили ему рис, сабджи и фрукты. Они приносили так много, что он не мог съесть все это, и он сказал об этом мистеру Чоксе. Просто примите это и раздайте, посоветовал мистер Чоксе. Тогда Пхаптиведанта с вами стал раздавать остатки своей еды детям. Некоторые пожилые жители собрались, чтобы послушать его, когда он читал и говорил Шримад Пхагаватам. Господин Васавада, главный кассир компании Сайн-Диа, был особенно впечатлен и регулярно приходил учиться у Садху. Господин Васавада получил копию книг Пхаптиведанта с вами и читал их у себя дома. Квартиру Пхаптиведанта с вами разделяла покрытая веранда с гном Нагараджином, офисным работником Скиндия, и его женой. Миссис Нагараджин, каждый раз, когда я проходила мимо, он писал или напевал. Я спрашивала его, с вами дже, что вы пишете? Он сидел у окна и одну за другой переводил санскрит. Он дал мне две книги и сказал, дитя, если ты прочтешь эту книгу, ты все поймешь. В доме проводились диспуты, на которые приходили 4 или 5 женщин Гуджаратя. На одной из таких лекций он сказал одной даме, что те, кто носит волосы с пробором на боку, это не очень хорошая идея. У каждой индийской женщины волосы должны быть разделены по центру. Они очень любили слушать и с большим интересом слушали его беседы. Каждый день он выходил на улицу, стараясь как можно быстрее получить визу и форму Пи, продавал свои книги, искал контакты и сторонников для будущего издания Шримад Пхагаватам. Господин Нагараджин попытался помочь. Используя телефонный справочник, он составил список богатых бизнесменов и профессионалов, которые были в Ишноваме и могли бы оказать помощь. Соседи Пхативеданты с вами в Синдиколоне заметили, что вечером он возвращался домой смертельно уставшим. Он сидел молча, возможно, был угрюм, думали соседи, но через некоторое время он вставал, помолодевший, и начинал писать. Миссис Нагараджин, когда он приходил домой, мы придавали ему смелости, говорили, «Свамиджа, однажды ты достигнешь своей цели». Он отвечал, «Время еще не пришло. Время еще не пришло. Они все оджиняне. Они не понимают. Но я все равно должен продолжать. Иногда я проходил мимо, и Вакадара лежала на стуле, а он сидел на подоконнике. Я спрашивал его, «Свамиджа, были ли у вас хорошие контакты?» Он отвечал, «Сегодня не очень. Я не получил многого, и это удручит. Завтра Кришна даст мне больше подробностей». И то он сидел молча. Через десять минут он садился в кресло и начинал писать. Я удивлялся, как это Свамиджа в одну минуту так устал, а в другую — нет. Даже если он устал, он не был побежден. Он никогда не унывал. А мы всегда подбадривали его и говорили, «Если сегодня у тебя не получается, то завтра ты обязательно встретишь людей, и они тебя подбодрят». И мои друзья приходили утром и вечером, чтобы и они отдавали намаскару и фрукты. Мистер Нагараджин, его характер был очень уравновешенным и домашним. Наши друзья предлагали несколько рупий. Он говорил, «Хорошо. Это поможет». Он ходил пешком из нашей колонии в Анхере. Станции. Это два километра, и он ходил туда без автобуса, потому что у него не было денег. У Бхативеданта и с вами была напечатана страница под названием «Моя миссия», и он показывал ее влиятельным людям, пытаясь добиться дальнейшего финансирования Шримад Бхагаватам. В напечатанном заявлении утверждалось, что сознание Бога — единственное средство от пороков современного материалистического общества. Несмотря на научный прогресс и материальное удобство, в мире нет мира, поэтому Бхагават-Гита и Шримад Бхагаватам, слава Индии, должны быть распространены по всему миру. Госпожа Марарджа спросила Бхативеданта с вами, не будет ли он читать ей по вечерам Шримад Бхагаватам. Он согласился. Она стала присылать за ним машину в шесть часов вечера, и они сидели в ее саду, где он читал и комментировал Бхагаватам. Миссис Марарджа, он приходил вечером и пел стихи в ритмичные мелодии, как это обычно делается с Бхагаватам. И некоторые моменты, когда вы сидите и обсуждаете, вы поднимаете так много вопросов, он комментировал некоторые моменты, но все это было испхагаватам. Так что он сидел и объяснял мне, а потом уходил. Он мог уделить время, и я мог его услышать. Это длилось около десяти или пятнадцати дней. Его поддержка со стороны Сайндия и спонсорства в США были сильной презентацией, и с помощью людей в Сайндию он получил визу 28 июля 1965 года. Но процедура оформления формы ПИ шла медленно и даже грозила стать последним, непреодолимым препятствием. Шрила Прабхупада, раньше не было никаких ограничений для выхода на улицу. Но для такого саньяси, как я, было очень трудно получить разрешение правительства на выход. Я подал заявку на получение разрешения в форме ПИ, но разрешение не приходило. Тогда я отправился в Государственный банк Индии. Офицером был мистер Мартарчари. Он сказал мне, «Свамидже, вас спонсирует частное лицо. Поэтому мы не можем принять вас. Если бы вас пригласила какая-нибудь организация, тогда мы могли бы рассмотреть этот вопрос. Но вы приглашены частным лицом на один месяц. А через месяц, если у вас возникнут трудности, будет очень много препятствий. Но я уже все подготовил для поездки. Тогда я спросил, что ты сделал? Он сказал, «Я решил не санкционировать вашу ПИ-форму». Я сказал, «Нет, нет, не делайте этого и это. Лучше отправьте меня к своему начальнику. Так не должно быть». Так что он принял мою просьбу и отправил дело главному чиновнику валютного управления, что-то в этом роде. Так что он был верховным человеком в Государственном банке Индии. Я пошел к нему. Я спросил его секретаря, «У вас есть такое-то и такое-то дело. Будьте добры, передайте его мистеру Рао. Я хочу с ним встретиться». Секретарь согласился, передал папку и записал мое имя для встречи с ним. Я ждал. И вот мистер Рао пришел лично. Он сказал, «Свамидже, я передал ваше дело. Не волнуйтесь». Следуя указаниям миссис Марарджа, ее секретарь, мистер Чокси, сделал последнее приготовление для пхаптиведанта с вами. Поскольку у него не было теплой одежды, мистер Чокси взял его с собой, чтобы купить шерстяную одежду, куртку и другую шерстяную одежду. Господин Чокси потратил около 250 рупий на новую одежду, включая новые тхоти. По просьбе бхаптиведанта с вами мистер Чокси напечатал пять-сто экземпляров небольшой брошюры, содержащей восемь стихов, написанных господом Чайтаньей, и рекламу Шрима Бхагаватам в контексте рекламы пароходной компании Синдия. Я спросил его, почему вы не могли пойти раньше? Почему вы хотите пойти сейчас в Штаты в таком возрасте? Он ответил, я смогу сделать что-то хорошее, я уверен. Его идея заключалась в том, что там должен быть кто-то, кто сможет подойти к потерявшимся в жизни людям и научить их, рассказать им, как правильно поступать. Я много раз спрашивал его, почему ты хочешь уехать в Штаты? Почему бы тебе не начать что-то в Бомбее, Дели или Виндаване? Я также подшучивал над ним, ты заинтересован в том, чтобы увидеть Штаты. Поэтому ты хочешь поехать. Все с вами джи хотят поехать в Штаты, а ты хочешь наслаждаться там. Он сказал, что мне еще предстоит увидеть. Я закончил свою жизнь. Но иногда он был вспыльчив. Он сердился на меня за задержки. Что за ерунда говорил он? Тогда я понимал, сейчас он сердится. Иногда он говорил, о, миссис Марарджи до сих пор не подписала эту бумагу. Она говорит, приходите завтра, мы поговорим завтра. Что это такое? Почему это ежедневное возвращение? Он начинал злиться. Тогда я сказал, вы можете посидеть здесь. Но он сказал, сколько мне еще сидеть? Он становится нетерпеливым. Наконец, миссис Марарджи выделила ему место на одном из своих кораблей, Джиладута, который отплывал из Калькутты 13 августа. Она позаботилась о том, чтобы он путешествовал на корабле, капитан которого понимал потребности вегетарианца и брахмана. Миссис Марарджи велела капитану судна Джиладута Аруну Пандиа взять с собой дополнительные овощи и фрукты для с вами. Последние два дня мистер Чокси провел с Пхактиведантой с вами в Бомбее, забирая брошюры из типографии, покупая одежду и отвозя его на вокзал, чтобы он успел на поезд в Калькутту. Он прибыл в Калькутту примерно за две недели до пьезда в Джиладуты. Хотя он прожил в городе большую часть своей жизни, теперь ему негде было остановиться. Все было так, как он написал в своей вдовне бы Джены, «У меня есть жена, сыновья, дочеря, внуки, все, но у меня нет денег, так что слава их бесплодна». Хотя в этом городе его так заботливо воспитывали в детстве, эти ранние дни тоже ушли навсегда, куда делись мои любящие отец и мать, и где все мои старшие, которые были мне родными. «Кто даст мне весточку о них, кто скажет мне?» Все, что осталось от этой семейной жизни, это список имен. И сотен людей в Калькутте, которых знал Бхаттиведан-то с вами, он решил обратиться к Сесиру Бхатакарьи, эпатажному певцу Киртаны, с которым познакомился за год до этого в дом губернатора Волокнау. Мистер Бхатакарьи не был ни родственником, ни учеником, ни даже близким другом, но он был готов помочь. Бхаттиведан-то с вами позвонил ему и сообщил, что через несколько дней уезжает на грузовом корабле, и ему нужно место, чтобы он хотел бы остаться и прочитать несколько лекций. Господин Бхатакарьи сразу же начал организовывать несколько частных встреч в домах друзей, где он пел, а Бхаттиведан-то с вами затем выступал. Мистер Бхатакарьи решил, что отъезд Садху в Америку должен стать важным событием в новостях. Он сопровождал Бхаттиведан-то с вами во всю газеты Калькутт и Хиндустан Стандарт, Амрита Базар Патрика, Джугантас, Стейтсмен и другие. У Бхаттиведан-то с вами была только одна фотография, паспортная, и они сделали несколько копий для газет. Мистер Бхатакарьи пытался объяснить, что с вами собираются делать, и газетчики слушали. Но никто из них ничего не написал. Наконец они посетил местную бенгальскую газету Дайник Басумати, которая согласилась напечатать небольшую статью с фотографией и Бхаттиведан-то с вами. За неделю до отъезда, 6 августа, Бхаттиведан-то с вами отправился в близлежащий Майяпур, чтобы посетить Самадхи Шрилы Бхаттисидханты Сарасвати. Затем он вернулся в Калькутту, где господин Бхатакарьи продолжал помогать ему в его последних делах и выступлениях. Мистер Бхаттокарьи, мы просто ездили на наемном такси туда и сюда. А он ездил запроповедовал. Я никогда не разговаривал с ним во время проповеди, но однажды, когда я возвращался с проповеди, я сказал, вы сказали то-то и то-то. Но я говорю вам, что дело не в этом. Дело в этом. Я перечил ему в чем-то или спорил. И он был в ярости. Всякий раз, когда мы спорили, я говорил, нет, я думаю, что это вот так, он кричал. Он был очень взбешен. Он сказал, ты всегда говоришь, я думаю, я думаю, я думаю. Какое значение имеет то, что вы думаете? Все, это то, что вы думаете. Но это не имеет значения. Важно, что говорит Стро. Вы должны следовать им. Я сказал, я должен делать то, что я думаю, то, что я чувствую, это важно. Он сказал, нет, ты должен забыть об этом. Ты должен забыть о своих желаниях. Ты должен изменить свою привычку. Лучше полагаться на стресс. Вы следуйте тому, чего хочет от вас Стро, и делайте это. Я не говорю вам, что я думаю, но я повторяю то, что говорит Стро. Когда приближался день отъезда, Пхатьеведенто с вами оценил свои скудные пожитки. У него был только чемодан, зонтик и запас сухих лопьев. Он не знал, что сможет есть в Америке, возможно, там будет только мясо. Если так, то он был готов жить на варенном картофеле и крупе. Его основной багаж, несколько чемоданов с книгами, компания Сайн Де Корго увезла отдельно. 203 томников, сама мысль о книгах вселяла в него уверенность. Когда настал день, когда он должен был уйти, ему была необходима эта уверенность. Он вступал в судьбоносный разрыв с прежней жизнью, к тому же был опасно стар и не отличался крепким здоровьем. К тому же он отправлялся в незнакомую и, возможно, неприветливую страну. Быть бедным и неизвестным в Индии, это одно. Даже в эти дни Кали-юги, когда лидеры Индии отвергали введическую культуру и подражали Западу, это все еще была Индия, это все еще были остатки введической цивилизации. Он смог увидеть миллионеров, губернаторов, премьер-министра, просто появившихся у их дверей и подождав. Саньяся уважают, Шримад Пхагаватам уважают. Но в Америке все было бы иначе. Он был бы никем, иностранцем. И там не было ни традиции садху, ни храмов, ни свободных ашрамов. Но когда он подумал о книгах, которые привезет с собой, трансцендентальное знание английского языка, он стал уверенным в себе. Когда он встречал кого-нибудь в Америке, он давал ему листовку, Шримад Пхагаватам, Индийское послание мира и доброй воли. Это было 13 августа, всего за несколько дней до Джанамам, годовщина появления Господа Кришны, на следующий день ему самому исполнилось бы 69 лет. В течение последних лет он находился в Виндаване на Инмааме. Многие из жителей Виндаваны никогда бы не уехали оттуда, они были старыми и жили в покое Виндаване. Пхагтиведан-то с вами также беспокоился о том, что он может умереть вдали от Виндаваны. Поэтому все Вайшнавы и вдовы дали обетт не уезжать, даже в Матхуру, ведь умереть в Виндаване было совершенством жизни. А по индойстской традиции Саньяси не должен был пересекать океан и отправляться в страну Млечахов. Но превыше всего этого было желание Шрилы Пхагтисиддханты Сарасвати, и его желание ничем не отличалось от желания Господа Кришны. И Господь Кайтания Махапрабху предсказал, что воспевание Хари Кришна будет известно в каждом городе и деревне мира. Пхагтиведан-то с вами отправился на такси в порт Калькутты. Несколько друзей и почитателей, а также его сын Виндаван сопровождали его. В своем дневнике он записывает, сегодня в 9 утра сел на пароход МВ Джиладута. Со мной были Пхагвати, Дварванс Циндиасансир, Мистер Сенгупта, Мистер Алиевриндабан. В руках у него был бенгальский экземпляр Кайтаньикаритама, который он собирался читать во время переправы. Как-нибудь он сможет приготовить еду на борту. А если нет, то он может умереть с голоду, как пожелает Кришна. Он проверил свои вещи, пассажир-билет, паспорт, виза, ки-форму, адрес спонсора. Наконец-то это случилось. Шрила Прабхупада, с каким огромным трудом я выбрался из страны. Так или иначе, по милости Кришны я выбрался, чтобы распространить движение сознания Кришны по всему миру. Иначе оставаться в Индии было невозможно. Я хотел начать движение в Индии, но меня никто не поощрял. Черное грузовое судно, небольшое и обветренное, было пришвартовано у причала, а с причала на палубу корабля вел трап. Индийские торговые моряки с любопытством разглядывали пожилого Садху в шифранном одеянии, когда он говорил последнее слово своим спутникам, а затем покинул их и пошел пешком решительно направился к лодке. На протяжении тысячелетия Кришна Бхакти знали только в Индии, а за ее пределами, лишь в искаженных, неверных сообщениях иностранцев. И единственными с вами, достигшими Америки, были непреданные им персоналисты Маевади. Но теперь Кришна послал Бхаптиведанта с вами в качестве своего эмиссара. Библиотека Шрила Прабхупадалиламтатам 1 глава 12 путешествия в Америку Сегодня корабль идет очень плавно. Сегодня я чувствую себя лучше. Но я чувствую разлуку со Шри Вриндабаном и моими господами Шри Гавиндой, Гапинатхом, Радхой Дамодаром. Мое единственное утешение, Шри Чайтанья и Чиритамрита, в которые я вкушаю Нектарин Лила Господа Чайтанья. Я покинул Пхратабхуми, чтобы исполнить приказ Шри Пхакти Ситханте. Сыра Свати, выполняя приказ Господа Чайтанья. У меня нет никакой квалификации, но я пошел на риск, чтобы выполнить приказ его божественной милости. Я полностью полагаюсь на их милость, пока что вдали от Вриндабана. Дневник Джилла Дута 10 сентября 1965 года. Судно Джилла Дута обычный грузовой пароход компания Сайндерский Navigation Company, но на его борту есть пассажирская каюта. Во время рейса из Калькуты в Нью-Йорк в августе и сентябре 1965 года эту каюту занимал Шри Абханчара Нарайринда Бхативеданта Свами, чей возраст был указан как 69 лет и который был взят на борт по бесплатному билету с питанием. Судно Джилла Дута под командованием капитана Аруна Пандия, жена которого также находилась на борту, отплыло в 9 часов, 0 минут утра в пятницу, 13 августа. В своем дневнике Шрила Прабхупада отметил, «Каюта довольно удобная, спасибо Господу Шри Кришне за то, что просветил Сумати Мараджа за все эти недоговоренности. Мне вполне комфортно». Но 14 числа он сообщил, морская болезнь, головокружение, рвота, Бенгальский залив, сильные дожди, опять недомогание. 19 числа, когда корабль прибыл в Колумба, Цейлон, ныне Шри-Ланка, Прабхупада смог получить облегчение от морской болезни. Капитан отвел его на берег, и он объехал Колумба на машине. Затем корабль отправился в Кочин, на западное побережье Индии. Дженнамом, день явления Господа Кришны, выпал на 20 августа того года. Прабхупада воспользовался этой возможностью, чтобы поговорить с экипажем о философии Господа Кришна, и он раздавал прасад, приготовленные им самим. 21 августа исполнилось 69 лет, которые он отметил, без церемоний, в море. В тот же день корабль прибыл в Кочин, и на борт погрузили чемоданы с Томами Шримад Пхагаватом Шрилы Прабхупады, которые были доставлены из Бомбея. К 23 числу корабль вышел в Красное море, где Шрила Прабхупада столкнулся с большими трудностями. Он записал в своем дневнике «Дождь», «Морская болезнь», «Головокружение», «Головная боль», «Отсутствие аппетита», «Рвота». Симптомы сохранялись, но это было нечто большее, чем морская болезнь. Боли в груди заставляли его думать, что он может умереть в любой момент. За два дня он перенес два сердечных приступа. Он терпел трудности, размышляя о цели своей миссии, но после двух дней таких сильных приступов он подумал, что если случится еще один, то он точно не выживет. В ночь на второй день Прабхупаде приснился сон. Господь Кришна в своих многочисленных формах греб на лодке, и он сказал Прабхупаде, что тот не должен бояться, а должен плыть рядом. Прабхупада почувствовал уверенность в защите Господа Кришны, и жестокие нападения больше не повторялись. С первого сентября Джиладута вошла в Суэцкий канал, а второго сентября остановилась в Портсаиде. Шрила Прабхупада посетил город вместе с капитаном и сказал, что он ему понравился. К шестому числу он немного оправился от болезни и впервые за два года снова стал регулярно питаться. В течение нескольких недель он сам готовил себе кичарь и пуре. В своем дневнике он сообщал, что его силы понемногу восстанавливаются. Четверг, 9 сентября к четырем часам дня мы пересекли Атлантический океан за 24 часа. Весь день был ясным и почти без помех. Я регулярно принимаю пищу и набрался сил для борьбы. Корабль слегка кренится, и я ощущаю небольшую и также головную боль. Но я борюсь, и нектарин жизни, Шри Чайтания Чири Тамрита, источник всей моей жизненной силы. Пятница, 10 сентября сегодня корабль идет очень плавно. Сегодня я чувствую себя лучше. Но я чувствую разлуку со Шри Вриндабаном и моими господами Шри Говиндой, Гапинатхом, Радхой Дамодаром. Единственное утешение Шри Чайтания Чири Тамрита, в которой я вкушаю нектарин лилы, время препровождения, господа Чайтанья. Я покинул Бхаратапхуми только для того, чтобы исполнить приказ Шри Пхатисидханты Сарасвати в исполнении повеления господа Чайтанья. У меня нет никакой квалификации, но я пошел на риск, чтобы выполнить приказ его божественной милости. Я полностью полагаюсь на их милость, находясь так далеко от Вриндабана. Во время плавания Шрила Прабхупада иногда стоял на полу беупорочной корабля, смотрел на океан и небо и думал о Кайтане Коритме, Виндаванадхме, приказе своего духовного наставника отправиться проповедовать на запад. Миссис Пандия, жена капитана, которую Шрила Прабхупада считал ее умной и ученой дамой, предсказала будущее Шрилы Прабхупады. По ее словам, если он переживет этот кризис в своем здоровье, это будет свидетельствовать о доброй воле господа Кришны. Океанское плавание 1965 года было спокойным для Джаладуты. Капитан сказал, что никогда за всю свою карьеру он не видел такого спокойного перехода через Атлантику. Прабхупада ответил, что спокойствие, это милость господа Кришны, и миссис Пандия попросила Прабхупаду вернуться с ними, чтобы они могли совершить еще один такой переход. Шрила Прабхупада записал в своем дневнике, если бы Атлантика показала свое обычное лицо, возможно, я бы погиб. Но Господь Кришна взял на себя управление кораблем, 13 сентября Прабхупада записал в своем дневнике, 32-й день путешествия. Приготовил Батти Кичари. Оно оказалось вкусным, и я смог немного подкрепиться. Сегодня я раскрыл свою моему спутнику, Господу Шри Кришне. В связи с этим я написал бенгальскую поэму. Это поэма, молитва Господу Кришне, и она наполнена преданным доверием Прабхупада к миссии, которую он взял на себя от имени своего духовного учителя. Ниже следует английский перевод начальных стров, полный текст стихов на бенгале с английским переводом смотри в приложение. Я решительно говорю вам, братья, что вы получите свою удачу от Верховного Господа Кришны только тогда, когда Шримати Радхар будет доволен вами. Шри Шримат Бхатиситханты Сарасвати Хакура, который очень дорог Господу Гаура Гаура, Господу Читания, сын Матери Шача, беспримерен в своем служении Верховному Господу Шри Кришна. Он, тот великий, святой духовный учитель, который дарует интенсивную преданность Кришне в разных местах по всему миру. По его сильному желанию святое имя Господа Гауры распространится по всем странам западного мира. Во всех городах, поселках и деревнях на земле, от всех океанов, морях, реках и ручьях, все будут воспевать святое имя Кришна. По мере того, как огромная милость Шри Чайтания Махапрабху покоряет все направление, поток трансцендентный экстаз непременно охватит всю землю. Когда все грешные, несчастные живые существа станут счастливыми, желание вайшнавов будет исполнено. Хотя мой гуру Махараджи приказал мне выполнить эту миссию, я недостоин и непригоден для этого. Я очень падший и ничтожный. Поэтому, о Господь, сейчас я молю Тебя о милости, чтобы я стал достойным, ибо Ты – самый мудрый и опытный из всех. Стихотворение заканчивается, «Сегодня это воспоминание о Тебе пришло ко мне очень приятным образом. Поскольку у меня огромное желание, я вызвал к Тебе. Я – Твой вечный слуга, и поэтому мне так хочется общения с Тобой. А Господь Кришна, кроме Тебя, нет иного средства достижения успеха. В той же прямой, фактической манере, в которой он отмечал дату, погоду и состояние своего здоровья, он теперь описывал свою беспомощную зависимость от своего спутника, Господа Кришны, и свою поглощенность с экстазом разлуки с Кришной. Он описал отношения между духовным наставником и учеником и восхвалил своего собственного духовного наставника, Шри Шримада Пхатисиддхатус Расвати, «Почему сильному желанию святое имя Господа Гаурага будет распространяться по всем странам западного мира?» Он прямо заявил, что его духовный учитель поручил ему выполнить эту миссию по распространению сознания Кришны по всему миру, и, чувствуя себя недостойным, он молился Господу Кришне о силе. Последние стихи дают неожиданный, конфиденциальный взгляд на прямые отношения Шрилы Прабхупады с Господом Кришной. Прабхупада называл Кришну своим дорогим другом и тосковал по радости, когда снова будет бродить по полям в Радже. Это воспоминание о Кришне, писал он, пришло из-за огромного желания служить Господу. Внешне Шрила Прабхупада испытывал большие неудобства, он уже месяц находился на борту корабля, страдал от сердечных приступов и повторяющихся морская болезнь. Более того, даже если бы им удалось преодолеть эти трудности, его прибытие в Америку, несомненно, принесло бы еще много трудностей. Но, помния о желании своего духовного учителя, черпая силы в чтении Катаньи Каритама и раскрывая свой разум в молитве Господу Кришне, Прабхупада сохранял уверенность. После 35-дневного путешествия из Калькутты судно Джаладута достигло бостонского причала Содружества в 5 часов, 30 минут утра 17 сентября 1965 года. Корабль должен был сделать короткую остановку в Бостоне, прежде чем отправиться в Нью-Йорк. Среди первых вещей, которые Шрила Прабхупада увидел в Америке, были буквы А.Н.П., нарисованные на складе у пирса. В сером рассвете на набережной виднелись корабли в гавани, скопления лапстеров и унылых зданий, а вдали возвышалась линия горизонта Бостона. Прабхупада должен был пройти через иммиграционную и таможенную службу США в Бостоне. Его виза позволяла ему находиться в стране 3 месяца, и чиновник поставил на ней штамп, указывающий на предполагаемую дату отъезда. Капитан Пандия пригласил Прабхупаду прогуляться по Бостону, где капитан намеревался сделать несколько покупок. Они прошли по пешеходному мосту в оживленный торговый район со старыми церквями, складами, офисными зданиями, барами, убогими книжными лавками, ночными клубами и ресторанами. Прабхупада бегло осмотрел город, но самым значительным событием его короткого пребывания в Бостоне, помимо того, что он теперь ступил на землю Америки, было то, что на Перси Содружества он написал еще одну бенгальскую поэму под названием Аркини Бхагавататхарма, учение Кришна Коншасни Сын Америки. Некоторые из стихов, написанных им в тот день на борту корабля, приводятся ниже, полный текст стихов на Бенгале с английским переводом смотри в приложение. «Мой дорогой Господь Кришна, ты так добр к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем ты привел меня сюда. Теперь ты можешь делать со мной все, что пожелаешь. Но, видимо, у тебя здесь какие-то дела, иначе зачем бы ты привел меня в это ужасное место?» Большая часть населения здесь охвачена материальными модами невежества и страсти. Поглощенные материальной жизнью, они считают себя очень счастливыми и удовлетворенными, и поэтому у них нет вкуса к трансцендентному посланию Васудивы, Кришны. Я не знаю, как они смогут понять его. Но я знаю, что твоя беспричинная милость может сделать всевозможным, ведь ты – самый искусный мистик. Как они смогут понять, что такое преданное служение? О Господь, я просто молю тебя о милости, чтобы я смог убедить их в твоем послании. Все живые существа по твоей воле попали под контроль иллюзорной энергии, и поэтому, если тебе угодно, по твоей воле они также могут освободиться из лап иллюзии. Я желаю, чтобы ты избавил их. Поэтому, если ты желаешь их освобождения, только тогда они смогут понять твое послание. Как мне заставить их понять это послание сознания Кришны? Я очень неудачлив, неквалифицирован и наиболее падший. Поэтому я прошу твоего благословения, чтобы я мог убедить их, ибо сам я бессилен сделать это. Так или иначе, Господи, ты привел меня сюда, чтобы я говорил о тебе. И теперь, мой Господь, только от тебя зависит, добьюсь ли я успеха или потерплю неудачу, как тебе будет угодно. От Духовный Учитель всех миров. Я могу просто повторить твое послание. Если тебе угодно, ты можешь сделать мою силу речи подходящей для их понимания. Только по твоей беспричиной милости мои слова станут чистыми. Я уверен, что когда это трансцендентное послание проникает в их сердце, они непременно испытывают радость и таким образом освобождаются от всех несчастливых условий жизни. Господи, я просто марионетка в твоих руках. Если ты привел меня сюда, чтобы я танцевал, то заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, Господи, заставь меня танцевать так, как тебе нравится. У меня нет ни преданности, ни знаний, но у меня есть сильная вера в святое имя Кришна. Меня назначили Бхактиведанты, и теперь, если хотите, вы можете исполнить истинное предназначение Бхактиведанта. Подпись, самый несчастный, ничтожный нищий, Ричеп Хактиведанта с вами, на борту корабля Джиладута, Пирсодружества, Бостон, штат Массачусетс, США. Датирован на 18 сентября 1965 года. Сейчас он находился в Америке. Он находился в крупном американском городе, богатом на миллиарды, населенном миллионами людей и намеренным оставаться таким, каким он был. Прабхупада увидел Бостон с точки зрения чистого преданного Кришны. Он увидел адскую городскую жизнь, людей, преданных иллюзия материального счастья. Вся его преданность и подготовка подвигли его на то, чтобы дать этим людям он был очень слаб, ничтожен и не мог помочь им сам. Он был всего лишь ничтожным нищим без денег. Он едва пережил два сердечных приступа в море, говорил на другом языке, страна одевался, и все же он пришел сказать людям, чтобы они отказались от миссоидения, незаконного секса, опьянения и азартных игр, и научить их поклоняться Господу Кришне, который для них был мифическим индоистским богом. Чего же он смог добиться? В бессилие он обратился к Богу со словами, «Я хочу, чтобы ты избавил их. Я ищу твоего благословения, чтобы убедить их». А чтобы убедить их, он уповал на силу святого имени Бога и на Шримад Пхагаватам. Этот трансцендентный звук очистит их сердце от желания материальных наслаждений и пробудит любовное служение Кришна. На улицах Бостона Прабхупада осознавал силу невежества и страстей, господствовавших в городе, но у него была вера в трансцендентный процесс. Он был крошечным, но Бог был бесконечным, и Бог был Кришна, его дорогой друг. 19 сентября Джиладута вошла в гавань Нью-Йорка и пришвартовалась в доки. Бруклинский пирс, на 17 улице. Шрила Прабхупада увидел потрясающий горизонт Манхэттена, Empire State Building и, как и миллионы приезжих эмигрантов в прошлом статуи, свободы. Шрила Прабхупада был одет подобающим образом для жителей Виндаваны. Он носил камел шейные бусы и простую хлопковую тхоти, а также джапа мала, четкие для песнопений, и старый кадар, или шаль. У него был золотистый цвет лица, голова обрита, сзади, сикха, лоб украшен беловатой телакой Ваи. На нем были остроносые белые резиновые тапочки, нередкие для садху Индия. Но кто в Нью-Йорке хоть раз видели или мечтали о том, чтобы кто-то выглядел так, как этот Ваишнава? Возможно, он был первым в Ашивасаниесе, прибывшем в Нью-Йорк с бескомпромиссной внешностью. Конечно, жители Нью-Йорка знают толк в том, чтобы не обращать особого внимания на всякого рода странных приезжих. Шрила Прабхупада был предоставлен сам себе. У него был спонсор, мистер Агарвелл, где-то в Пенсильвании. Наверняка здесь найдется кто-нибудь, кто поприветствует его. Хотя он не знал, что делать, когда сошел с корабля на пирс, я не знал, куда повернуть, налево или направо, он прошел формальности. В Доке был встречен представителем организации Travelors Aid, посланным Агарвалами из Пенсильвании, который предложил отвезти его в билетную кассу Сайнди на Манхэттене, чтобы заказать обратный билет в Индию. В офисе Сайнди Прабхупада поговорил с билетным агентом Джозефом Фуэрстером, который был впечатлен необычной внешностью этого ващьява, его легким багажом и очевидной бедностью. Он считал Прабхупаду священником. Большинство пассажиров с Сайнди были бизнесменами или семьями, поэтому мистеру Фуэрстеру никогда не приходилось видеть пассажиров, одетых в традиционную для Индии одежду ващьява. Шрила Прабхупада показался ему приятным джентльменом, который рассказал о приятных условиях их и обращениях, которые он получил на борту Джиладуты. Прабхупада попросил мистера Фуэрстера занять для него место на обратном корабле в Индию. Он планировал уехать примерно через два месяца и сказал мистеру Фуэрстеру, что будет поддерживать с ним связь. Имея при себе только 40 рупий наличными, которые он сам назвал несколькими часами, потраченными в Нью-Йорке, и еще 20 долларов, вырученных от продажи трех томов Бхагаватам капитану Пандия, Шрила Прабхупада зонтиком и чемоданном в руках, все еще сопровождаемый представителем организации помощи путешественникам, отправился на автобусный терминал портового управления, чтобы договориться о поездке в Батлер. Библиотека Шрила Прабхупадалилам Татом 1 глава 13 Батлер, штат Пенсильвания, первый испытательный полигон по милости господа Кришны американцы процветают во всех отношениях. Они не страдают от нищеты, как индийцы. Люди в целом удовлетворены в том, что касается их материальных потребностей, и они духовно настроены. Когда я был в Батлере, штат Пенсильвания, примерно в 500 милях от Нью-Йорка, я видел там много церквей, и они регулярно посещались. Это говорит о том, что они духовно настроены. Меня также пригласили некоторые церкви, школы и колледжа, управляемые церковью, и я выступал там, и они оценили это и вручили мне несколько символических наград. Когда я выступал перед студентами, они очень хотели услышать о принципах Шрим и Бхагватам. Но священнослужители с осторожностью относились к тому, чтобы позволить студентам слушать меня так терпеливо. Они боялись, что студенты они могут быть обращены в индуаистские идеи, что вполне естественно для любой религиозной секты. Но они не знают, что преданное служение Господу Шри Кришне – это общая религия для всех, включая даже аборигенов и каннибалов в джунглях. Из письма Сума Тимарарджи автобус выехал из терминала на дневной свет Манхэттена, проехал в тени небоскребов, по асфальтовым улицам, запруженным людьми, грузовиками и автомобилями, и влился в плотный поток машин, направляющихся к туннелю Линкольна. Автобус въехал в тоннель, они оказались на джерсийской стороне реки Гутсон и поехали по шоссе Нью-Джерси Тернпык мимо огромных нефтяных резервуаров и разросшихся нефтеперерабатывающих заводов. Манхэттен слева виднелась линия горизонта, а по трем полосам в каждую сторону двигался транспорт со скоростью 60 миль в час. Справа виднелся аэропорт Нью-Ларка, а на земле – реактивные самолеты. Линии электропередач, перекинутые между стальными башнями, тянулись к горизонту. Шрила Прабхупада никогда прежде не был свидетелем ничего подобного. Теперь он воочию убедился, что американская культура основана на страсти к все большему и большему удовлетворению чувств, и это была сцена безумия. Ради какого важного дела люди мчатся туда и обратно с бешеной скоростью? Он видел их цели на рекламных счетах. Конечно, он много раз ездил по дороге из Дели-Виндавану, но на ней не было много рекламы. Путешественник видел в основном землю, придорожные ручьи, храмы, дома, крестья на полях. Большинство людей ходили пешком или передвигались на телегах или велосипедах. А Виндаване даже обычные прохожие приветствовали друг друга, называя имена Бога – Джайратхи. Харе Кришна! В окрестностях Дели были фабрики, но ничего подобного. Суммарный эффект не был столь материалистичным, как от этих полей с нефтяными цистернами, мамонтовских заводов и рекламных счетов вдоль переполненного супермагистроля. Миссы Дения, незаконный секс, опьянение и азартные игры – те самые грехи, против которых Шрила Прабхупада пришел проповедовать, с гордостью прославлялись на миле за миле рекламных счетов. Вывески рекламировали спиртные сигареты, придорожные рестораны предлагали убитых коров в виде стельков и гамбургеров, и независимо от того, что это был за товар, его обычно рекламировала похотливая женщина. Но Прабхупада пришел учить противоположному, что счастье нельзя найти в страсти к удовлетворению чувств и что только когда человек отстраняется от страсти, которая ведет к греховным поступкам, он может обрести право на вечное счастье сознания Кришны. Прабхупада почувствовал сострадание. Сострадание святого, осознавшего себя Кришной, объяснил в давние времена прохлада Махараджа, «Я вижу, что святых людей действительно много, но их интересует только собственное освобождение. Не заботясь о больших городах и поселках, они уходят в Гималайи или леса, чтобы медитировать с обетами молчания. Их не интересует освобождение других. Что же касается меня, то я не хочу освобождаться в одиночку, оставив в стороне всех этих несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что без Кришны сознание, без прибежища у твоих лотосных стоп невозможно быть счастливым. Поэтому я хочу вернуть их обратно, чтобы они нашли приют у твоих лотосных стоп». Пейзаж постепенно сменился на сельскую местность Пенсильвания, и автобус понесся под длинным туннелем в горах. Наступила ночь. Было уже поздно, после 11, когда автобус въехал в промышленно развитый Питтсбург, расположенный на берегу реки Олигения. Шрила Прабхупада не мог хорошо разглядеть стали литейные заводы, но он увидел их огни, промышленные пожары и дымящиеся трубы. Миллионы огней сияли во всем городе. Когда автобус наконец подъехал к терминалу, было уже за полночь. Гопал Агарвал ждал семейный автобус Volkswagen, который должен был отвезти Прабхупаду в Батлер, примерно в часе езды на север. Он приветствовал Прабхупаду сложенными ладонями и словами «Добро пожаловать, свамиджи», несколько раз поклонившись от пояса. Гопал не был в этом виноват. Его отец, бизнесмен из Матхуры, увлекающийся садху и религиозными делами, попросил его принять у себя свамиджи. Это был не первый раз, когда его отец организовывал приезд знакомого садху в Америку. Несколько раз он Гопалу присылали спонсорские бумаги на подпись, и Гопал послушно подписывал их, но ничего не получалось. Поэтому, когда пришло спонсорское письмо для Ачепхативеданта с вами, Гопал быстро подписал его и вернул, думая, что больше они о нем не услышат. Но всего неделю назад пришло письмо. Салли Агарвал открыла его и в тревоге позвала мужа, дорогой, сядь. Послушай, с вами едет? Шрила Прабхупада приложил свою фотографию, чтобы они не перепутали его. Агарвалы с любопытством посмотрели на фотографию. Ошибки быть не может, сказал Гопал. Ничего не подозревающие Агарвалы были простыми американскими людьми, по словам Салли Агарвал, которая познакомилась со своим индийским мужем, когда он работал инженером в Пенсильвании. Что бы они делали, если бы в их доме появился индийский свами? Прабхупада стал для них шоком. Но вопрос о том, чтобы не принять его, не стоял, они были обязаны выполнить просьбу отца Гопала. Гопал послушно купил Шриле Прабхупаде билет из Нью-Йорка в Питтсбург и договорился с агентом из Travelors Aid, чтобы тот встретил его. И он послушно поехал сегодня вечером, чтобы встретить его. Со смесью смущения, неверия и удивления Гопала Гарвал помог своему гостю сесть в Volkswagen и поехал обратно домой в Батлер 20 сентября. Батлер, Pennsylvania, Home of the Jeep Classic гранитная табличка в городском парке. Батлер, известный как город, где в 1940 году был изобретен джип для армии США, был промышленным городом с населением в 20 тысяч человек, расположившимся среди холмов местности, богатой нефтью, углем, газом и известняком. Его промышленность состояла в основном из заводов по производству листового стекла, железнодорожных вагонов, холодильников, нефтяного оборудования и резиновых изделий. 90% местных рабочих составляли коренные американцы. Номинальной религией всегда было христианство, в основном протестантское, с некоторым количеством католического, а в более поздние годы появилось несколько синагог. Но индуистской общины в то время не было, Гоппел Агарвал был первым индийцем, переехавшим в Батлер. Когда автобус Volkswagen въехал в город, предрассветный воздух был теплым и влажным. Утренний выпуск газеты Батлер Игл скоро должен был поступить в газетные киоски «Красный китайский огонь» по Индии. Премьер-министр Шастре заявляет, что китайские коммунисты хотят доминировать в мире, совет он требует от Пакистана и Индии прекратить огонь через 48 часов. Шрила Прабхупада приехал в дом Игарвалов Сторлинг и Портментс в 4 часа утра, и Гоппел пригласил его переночевать на диване. Их квартира в Тунхаусе состояла из небольшой гостиной, столовой, мини-кухни, двухспаленной верху и ванной. Здесь они жили с двумя маленькими детьми. А Горвалы жили в Батлере уже несколько лет и считали себя состоявшимися в хорошем социальном кругу. Поскольку их квартира была настолько в связи с тем, что места было мало, «Они решили, что будет лучше, если с вами снимет комнату в YMCA и будет приходить к ним в гости днем». Разумеется, жилая площадь не была настоящей трудностью, она была его. Как он впишется в атмосферу Батлеров? Он был их гостем, поэтому они должны были рассказать о нем своим друзьям и соседям. Шрила Прабхупада сразу же становился диковинкой для всех, кто его видел. В тревоге миссис Агарвелл решила, что вместо того, чтобы заставлять людей строить догадки о странном человеке в оранжевых одеждах, живущем в ее доме, лучше дать им возможность узнать о нем из газет. Она объяснила свой план Прабхупаде, и тот рассмеялся, понимая, что он не вписывается в общую картину. Салли поспешила в редакцию Питтсбургской газеты, но интервьюер не смог понять, почему этот человек должен стать интересным материалом. Тогда Салли отвела его в местную газету «Батлеры Игл», где его присутствие было воспринято как действительно заслуживающее внимание. 22 сентября в газете «Батлеры Игл» появилась статья «Свободно владея английским». Приверженец индуистского культа объясняет, почему он решил посетить Запад. К Агарвалам приехал фотограф. В квартире была сделана фотография Шрилы Прабхупады, стоящего в гостиной и держащего в руках открытый том Шримад Пхагаватам. Надпись гласила «Посол Пхаттиюрги». Статья начиналась так. Так, невысокий и смуглый мужчина в выцветших оранжевых шторах и белых купальных туфлях вышел вчера из компактного автомобиля и вошел в YMCA Батлера, чтобы принять участие в собрании. Он, А.С. Пхаттиведан Тасвамиджа, посланник из Индии к народам с Запада. В статье Шримад Пхагаватам назывался библейской литературой, а Шрила Прабхупада ученым-учителем. Далее в статье говорилось следующее. «Моя миссия – возродить в людях сознание Бога», – говорит Свамиджи. «Бог – Отец всех живых существ тысячах различных форм», – объясняет он. «Человеческая жизнь – это этап совершенствования в эволюции, если мы упускаем послание, то проходим этот процесс анного», – считает он. Пхаттиведан Тасвамиджа живет как монах и не разрешает женщинам прикасаться к своей пище. Во время шестинедельного океанского путешествия и в квартире Гарвала в Батлере он готовит еду в латунной кастрюле с отдельными уровнями для приготовления на пару лиса, овощей и хлеба одновременно. «Он строгий вегетарианец, и ему разрешено пить только молоко чудодейственную пищу для младенцев и стариков», – отметил он. «Если бы американцы уделяли больше внимания своей духовной жизни, они были бы гораздо счастливее», – считает он. У Агарвалов было свое мнение о том, зачем Прабхупада приехал в Америку, чтобы финансировать его книги, и ничего больше. Они были уверены, что он надеялся лишь на встречу с кем-то, кто мог бы помочь ему с публикацией его Шримад Бхагаватам, и что ему не нужны последователи. По крайней мере, они надеялись, что он не будет делать ничего такого, что привлекало бы внимание, и чувствовали, что таков был и его менталитет. «Он не создавал волн», – говорит Салли Агарвал. «Ему не нужна была толпа. Ему ничего не было нужно. Он хотел только финансировать свои книги. Возможно, Прабхупада, в виде их нервозности, решил держаться в тени из уважения к своим хозяевам. Однако по просьбе Прабхупада мистер Агарвал каждый вечер с шести до девяти устраивал в своей квартире что-то вроде Дня Открытых Дверей. Салли – это была довольно интеллектуальная группа, в которой мы состояли, и они были очарованы им. Они не знали, о чем его спросить. Они не знали достаточно. Это было похоже на сон из книги. Кто бы мог подумать, что встретят с вами в чьей-то гостиной в Батлере, Пенсильвания. Это было просто потрясающе. В центре Америки среднего класса. Мои родители приехали издалека, чтобы увидеть его. Мы знали многих людей в Питтсбурге, и они подошли. Его появление здесь было очень необычным. Но настоящий интерес к нему проявлялся только как к любопытству. У него была пишущая машинка, которая была одним из немногих его владений, и зонтик. То, что он всегда носил с собой зонтик, произвело фурор. И это было немного ему было холодно, и он лысел, поэтому всегда носил эту шапочку, которую ему кто-то шил, как шапочку для плавания. Это было своего рода сенсацией. И он был настолько гениален, что, увидев кого-то дважды, он знал, кто это, он запоминал. Он был гениальным человеком. Или если он встречался с ними в нашей квартире и видел их в машине, он запоминал их имя, махал рукой и называл их имя. Он был гениальным человеком. Он нравился всем людям. Они были поражены тем, насколько он умен. Но больше всего их поразила тот, как он запомнил их имена. И его рюмор. Он все время выглядел таким серьезным, но был очень юморным человеком. Он выглядел грозно, но был очень обаятельным. Он был самым легким гостем в моей жизни, потому что, когда я не мог проводить с ним время, он опевал, и я знал, что он совершенно счастлив. Когда я не мог с ним разговаривать, он опевал. Но с ним было так легко, потому что я знал, что ему никогда не бывает скучно. Я никогда не чувствовал никакого давления или напряжения из-за его присутствия. С ним было так легко, что, когда мне приходилось заботиться о детях, он просто напевал. Это было так здорово. Когда мне нужно было что-то делать, он просто счастливо напевал. Он был очень хорошим гостем. Когда приходили люди, они всегда курили сигареты, но он говорил, не обращайте внимания. Не думайте об этом. Он так и говорил. Не думайте об этом. Потому что он знал, что мы другие. Я не курил в его присутствии. Я знал, что не должен курить в присутствии отца Гопала, поэтому считал его таким же. Он никому не создавал проблем. Однажды вечером один из гостей спросил Прабхупаду, что вы думаете об Иисусе Христе? И Прабхупада ответил, он – сын Божий. Затем он добавил, что он – гость, тоже сын Божий. Всем было интересно услышать, что с вами принял Иисуса Христа как сына Божьего. Гопал, его целью не было заставить вас изменить свой образ жизни. Он не говорил никому, что нужно стать вегетарианцем или что-то в этом роде. Все, чего он хотел, это следовать тому, чем вы являетесь, но быть лучше. Он не подчеркивал, что мы должны отказаться от многих вещей. Шрила Прабхупада придерживался регламентированного распорядка дня. Каждое утро он проходил шесть или семь кварталов от YMCA до Stirling Apportments и приходил туда около семи. Когда он только приземлился в Нью-Йорке, у него в багаже был большой сверток с сухими хлопьями, похожими на овсяные хлопья. Этого запаса хватило на несколько недель, и каждое утро за завтраком он брал немного с молоком. В семь сорок пять Гоппола уходил на работу, а около девяти тридцати Прабхупада начинал готовить на кухне свой обед. Он делал свои капхати вручную, даже без скалки. Он работал один в течение двух часов, пока миссис Агарвел занималась домашними делами и ухаживала за детьми. В одиннадцать тридцать он принимал прасад. Сали, когда он готовил, то использовал только одну конфорку. Кастрюля на нижнем уровне создавала пар. На дне лежала кастрюля, и пар создавал пар для приготовления многих других овощей. Так что примерно неделю он готовил этот большой обед, который был готов около одиннадцати тридцати, а Гоппол всегда приходил домой на обед около девенадцати. Я подавал Гопполу сэндвич, а потом он возвращался на работу. Но я не сразу понял, что еда, которую готовят с вами, понравится и нам, поэтому он стал готовить этот полуденный обед для всех нас. И нам очень понравилось. Нам было интересно показать ему, что мы знаем об Америке. А он никогда не видел таких вещей. Было так весело водить его в супермаркет. Ему нравилось открывать упаковку с окрой или замороженными бобами, и не надо было их чистить, резать и делать все эти вещи. Он каждый день открывал морозилку и просто выбирал продукты. Было забавно наблюдать за ним. Он сидел на диване, пока я убирала пылесосом, и ему это было так интересно, и мы долго об этом говорили. Он был таким интересным. Каждый день он устраивал большой праздник, и все было очень весело. Нам очень нравилось. Я помогал ему резать. Он добавлял специи, и мы смеялись. Он был самым приятным человеком, самым приятным человеком. Я действительно чувствовала себя его дочерью, даже за такое короткое время. Как будто он был моим свекром. Он был друг у моего свекра, но я действительно чувствовала себя очень близко с ним. Ему все нравилось. Он мне нравился. Я считала его потрясающим. После обеда Прабхупада уходил, примерно в час дня, и шел в YMCA, где, по мнению Агарвалов, работал над своими записями до пяти. Он возвращался в их квартиру около шести часов вечера, после того, как они принимали пищу. Они ели мясо, поэтому миссис Агарвал следила за тем, чтобы перед его приходом все было убрано. Когда однажды он пришел рано, она сказала, «О, с вами Джи, мы только что приготовили мясо, и запах будет очень неприятен для вас». Но он сказал, «О, не думайте об этом. Не думайте об этом». Вечером он беседовал с гостями. Обычно гости брали кофе и другие прохладительные напитки, но в девять часов он просил стакан теплого молока. Он оставался и говорил до девяти тридцати или десяти, а затем мистер Агарвал отвозил его обратно в YMCA. Прабхупада также каждый день сам стирал свою одежду. Он стирал свою одежду в ванной комнате Агарвалов и развешивал ее сушиться на улице. Иногда он сопровождал Агарвалов прачечную и с интересом наблюдал за тем, как американцы стирают и сушат свою одежду. Салли показалось, что он очень интересуется американским укладом и людьми. Салли, нашему мальчику Бриджу было шесть или семь месяцев, когда приехал с вами, а индийцы любят мальчиков. С вами понравился Бридж. Он был там, когда Бридж впервые встал. Когда Бридж в первый раз сделал попытку и у него получилось, с вами встал и захлопал. Это был праздник. В другой раз наш ребенок проглотил зубами туфли с вами. Я подумал, о, эти туфля. Они прошли всю Индию, а мой ребенок их грызет. Вы знаете, что чувствует мать? Почти каждый вечер он сидел на заднем дворе у соседей. Мы сидели там иногда с ним, или мы оставались в гостиной. Однажды что-то случилось с нашей маленькой девочкой, Помелой, которой было всего три года. Я водил ее в воскресную школу, и в воскресной школе она узнала об Иисусе. И когда она видела с вами Джи в одежде и все такое, она называла его с вами Иисусом. И вот однажды, когда она спервые осенила, она назвала его с вами Иисусом, а с вами улыбнулся и сказал, и поведет их дитя малое. Это было так забавно. Прабхупада выступал перед различными группами населения. В начале октября он выступил в клубе Львов и получил официальный документ, да будет известно, что Ачеп Хартиведанта с вами был гостем клуба Львов города Бартлер, штат Пенсильвания, и в знак признательности заказанные услуги клуб выражает эту благодарность. Он также выступал с лекциями в Игрик и в колледже-семинарии святого Фиделиса в Хермании, штат Пенсильвания, и регулярно беседовал с гостями в доме горвалов. Когда профессор Ларсин, заведующий кафедрой философии в государственном колледже Слиперирок, прочитал в газете Батлер Игла при езде индийского с вами ведического ученого, он позвонил домой о горвалов, чтобы пригласить Прабхупаду прочитать лекцию в кампусе. Аллен Ларсин, я позвонил по номеру, указанному в газетной статье, но оказалось, что с вами Джи действительно живет в комнате в Игрик МСИА. Когда я приехал, он ждал на углу улицы, и я забрал его. Он выглядел очень одиноким. Когда мы уехали в Игрик МСИА, я попросил его произнести его имя для меня, чтобы я правильно его понял, когда представил его моему классу. Он сказал «Свамиджи Бхаттиведанта», а затем стал объяснять мне, что это значит. Поскольку я не привык к индийским именам, ему пришлось повторить это несколько раз, прежде чем я правильно понял. Он не проявил никакого нетерпения по поводу моей медлительности. Даже на этом раннем этапе нашего общения я был убежден, что этот человек обладает внутренней стабильностью и силой, которой будет очень трудно поколебать, и это первоначальное впечатление еще больше укрепилось в течение довольно напряженных дней. Сто студентов из нескольких классов собрались послушать лекцию, когда Прабхупада в своей естественной, неотрепетированной манере прошел по проходу, поднялся по трём деревянным ступеням и вышел на простую деревянную сцену. Он сел, прямо искрестив ноги, и начал тихо петь «Харе Кришна», закрыв глаза. Затем он встал и заговорил, без пюпитра и микрофона, а также ответил на вопросы зрителей. Программа длилась всего 50 минут и закончилась внезапно, когда прозвучал звонок, возвещающий о начале следующего занятия. Аллен Ларсин, после первого занятия я немного поговорил со своим Иджа, сидя на скамейке на лужайке перед компусом. Большую часть времени, когда он не был непосредственно вовлечен в беседу, он повторял короткую молитву, перебирая молитвенные отчётки пальцы. Он сидел, скрестив ноги, и мы разговаривали взад-вперёд. Он сказал, что деревья вокруг нас очень красивые, и спросил, что это за деревья. Я ответил, это теневые деревья. Тогда он сказал, что жаль, что это не фруктовые или ореховые деревья. Обеспечивают продовольствием и приносят пользу людям. В час дня Прабхупада снова читал лекцию. После этого он проводил доктора Махана Шарму, члена факультета, который присутствовал на лекции, и его 16-летнюю дочь минив в резиденцию доктора Шармы в университетском городке. Прабхупада принял тёплое молоко и сухофрукты, по просьбе доктора Шармы благословил его дом и коснулся лба его дочери в знак благословения. Около трёх часов профессор Ларсен отвёз его обратно в Батлер. Алан Ларсен, свамиджи представлял себя как индийского учёного, который приехал на короткое время, чтобы заняться переводами. Я никогда не думал о нём как о миссионерии. Но в течение дня во мне росла тёплая привязанность к этому человеку, потому что он был безусловно, это был хороший человек, который нашёл свой путь к стабильности и миру, что бывает очень редко. Лекция в Пенсильвании дали Прабхупаде первое представление о том, как его послание будет воспринято в Америке. На персе Содружества в Бостоне он сказал в своём стихотворении, «Я уверен, что когда это трансцендентное послание проникнет в их сердце, они непременно почувствуют радость и таким образом освободятся от всех несчастливых условий жизни». Теперь этот принц и проверялся на практике. Смогут ли они понять? Смогут ли они заинтересованы? Сдадутся ли они? 15 октября Шрила Прабхупада получил письмо отцу Мати Марарджи из Бамбеи, «Пуджи с вами, я получил ваше письмо от 24-го числа и рад узнать, что вы благополучно добрались до США, переболив морской болезнью. Я благодарю вас за приветствие и благословение. Я знаю, что к настоящему времени вы уже полностью оправились от болезни, должно быть, поддерживаете хорошее здоровье. Я был рад прочитать, что вы начали свою деятельность в Штаты и уже прочитал несколько лекций. Я молю господа Бала Кришну дать вам достаточно сил, чтобы вы могли нести послание Шри Пхагватам. Я считаю, что вам следует оставаться там до тех пор, пока вы полностью не оправитесь от болезни, и возвращаться только после того, как вы выполните свою миссию. Здесь все в порядке. С уважением, искренне ваш, Суматимарарджи Прабхупада счел особенно важной последнюю строчку этого письма, его доброжелатель убеждал его остаться в Америке, пока он не завершит свою миссию. Он сказал иммиграционным властям в Нью-Йорке, что пробудет в Америке два месяца. У меня есть месячное спонсорство в Батлерии, думал он, а потом у меня не будет поддержки. Так что, возможно, я смогу остаться еще на месяц. Так он сказал о двух месяцах. Суматимарарджа, однако, убеждала его остаться. Он видел, что перспективы проповедовать американцам были хорошими, но чувствовал, что ему понадобится поддержка из Индии. Во всяком случае, он достаточно долго пробыл в Батлере, и теперь у него оставался один месяц в Америке. Поэтому он решил отправиться в Нью-Йорк и попытаться проповедовать там, пока его время не стекло. Но сначала он хотел посетить Филадельфию, где договорился о встрече с профессором Санскрита, доктором Норманом Брауном, из Пенсильванского университета. Миссис Агарвелл был жаль, что он ушел. Салли, через месяц я действительно полюбила с вами. Я чувствовала себя в некотором роде защищенной, а он хотел поехать в Филадельфию. Но я не могла представить, я сказала ему, я не могла представить, что он поедет в Филадельфию на два дня. Он собирался выступить там, а затем отправиться в Нью-Йорк. Но в Нью-Йорке он никого не знал. Если в Филадельфии ничего не получится, он просто поедет в Нью-Йорк, а там никого не будет. Я просто не мог себе этого представить. Мне стало плохо. Я помню ночь, когда он уезжал, около двух часов ночи. Я помню, как он сидел там столько, сколько мог ждать, прежде чем Гоппел отвез его в Питтсбург, чтобы посадить на автобус. Гоппо достал горсть мелочи, и я помню, как рассказывал ему, как положить деньги в щель, чтобы он мог принять ванну на автобусной станции, ведь он должен был принимать ванну несколько раз в день. Гоппел объяснил ему, как это сделать, и рассказал об автоматах в Нью-Йорке. Он сказал ему, что можно есть, а что нельзя, и дал ему эти монеты в носке, и это все, что он оставил нам. Будучи саньяся, Шрила Прабхупада привык забирать вещи и покидать одно место ради другого. Будучи проповедником, он не испытывал угрызений совести, оставив спокойную жизнь дворецкого. YMCA. Он не испытывал привязанности к домашней среде обитания, где он готовил и беседовал с Алия Гарвелл о пылесосах, замороженных продуктах и американских нравах. Но почему он поехал в Батлер? И почему он едет в Нью-Йорк? Он видел в этом милость Кришны. Как чистый преданный Кришны, он хотел стать инструментом для распространения сознания Кришны. Его пребывание в Батлере было полезным. Он на собственном опыте познакомился с американской жизнью и обрел уверенность в том, что его здоровье крепкое, а его послание доступно для передачи. Он был рад, что в Америке есть необходимые ингредиенты для его индийской вегетарианской диеты и что люди понимают его английский. Он понял, что случайно разве лекции здесь и там имеют ограниченную ценность, и что, несмотря на противодействие со стороны устоявшихся религий, люди в отдельности очень заинтересованы в том, что он хочет сказать 18 октября. Он отправился из Батлера через Филадельфию в Нью-Йорк. Библиотека Шрила Прабху подолил он тотом 1 глава 14 «Борьба в одиночку» «Я сидел сзади и молча слушал его собрание. Он говорил всякую безличную чепуху, а я молчал. Однажды он спросил, не хочу ли я выступить, и я заговорил о сознании Кришны. Я возразил, что он говорит о философии и всякой ерунде от Икор Крайо. Он попытался отступить и сказал, что он не говорил, а говорил Икор Крайо. Я сказал, вы представляете его. Это одно и то же. Тогда он сказал мне, Свамидже, вы мне очень нравитесь, но вы не можете говорить здесь. Но хотя наши философские взгляды расходились, и он не позволил мне говорить, он был добр, и я был добр к нему. Шрила Прабхупада в беседе Прабхупада никого не знал в Нью-Йорке, но у него был знакомый, доктор Мамурти Мишра. Он написал Дру Мишри из Батлера. Приложив к письму рекомендательное письмо, которое Парамананда Мехра дал ему в Бомбее. Он также позвонил доктору Мишри, который приветствовал Прабхупаду, пригласив его присоединиться к нему в Нью-Йорке. На автобусном терминале портового управления его встретил студент доктора Мишри, прибывший из Филадельфии, и сопроводил его прямо на индийский фестиваль в городе. Там Прабхупада встретился с доктором Мишрой, а также с Рави Шанкаром и его братом, танцором Удаем Шанкаром. Затем Прабхупада проводил доктора Мишру в его квартиру на Реверсой Драйв, 33, рядом с рекой Гуксон. Квартира находилась на 14 этаже и имела большие окна, выходящие на реку. Доктор Мишра выделил Прабхупаде отдельную комнату. Доктор Мишра был драматической, демонстративной личностью, любил бросать взгляды и делать выразительные жесты руками. Он регулярно употреблял такие слова, как «чудесный» и «прекрасный». Представляя собой искусно отполированный образ того, каким должен быть гуру, он был тем, кого некоторые жители Нью-Йорка называли с вами из верхнего города. До приезда в Америку доктора Мишра был ученым-сонскритистом, гуру и врачом. Он написал ряд книг, таких как «Учебник психологии и йоги самоанализ и самопознание и труд», основанный на учении их философомойниста Шакары. После приезда в Соединенные Штаты он продолжал заниматься медициной, но, начав принимать учеников, постепенно прекратил свою практику. Хотя он был саньяся, он не носил традиционные шафрановые тхоти-курта, а вместо этого носил шитые на заказ пиджаки-нэру и белые брюки. У него был смуглый цвет лица, в то время как у Прабхупады золотистые и густые черные волосы. В свои 44 года он был достаточно молод, чтобы быть сыном Прабхупады. Доктор Мишра страдал от плохого здоровья, когда в его жизни появился Шрила Прабхупада, и приход Прабхупады показался ему идеальным лекарством. Рамамурти Мишра, его святейшество Прабхупада Пхаптиведан Тогосвамиджа действительно сбил меня с ног любовью. Он действительно был воплощением любви. Мое тело превратилось в скелет, и он действительно вернул меня к жизни, своей готовкой, и особенно своей любовью и преданностью Господу Кришне. Я был очень ленив в том, что касалось готовки, но он вставал и готовил. Доктор Мишра оценил, что Прабхупада, готовя с точностью химика, готовил множество блюд, и что он жадностью принимал пищу. Рамамурти Мишра, он дал мне не хлеб, он дал мне просадом. Это была жизнь, и он спас мне жизнь. В то время я не был уверен, что выживу, но его привычка есть вовремя, независимо от того, был я голоден или нет, мне очень нравилось. Он вставал и говорил, хорошо, это Пхагават Прасадам, и я отвечал, хорошо. Джан Сувал, давняя ученица доктора Мишры, часто видела Шрилу Прабхупаду и своего учителя вместе в квартире на реверсный драйв. Джан Сувал, я помню с вами джеребенком, в том смысле, что он был очень невинным, очень простым человеком, очень чистым. Впечатление, которое я получил от доктора Мишры, заключается в том, что он считал Сувамиджи отец, который был добрым и хорошим. Но в основном Сувамиджи чаще всего называли как ребенок, то есть он был прост в классическом, прекрасном смысле. Доктор Мишра сказал мне, когда я впервые познакомился со Сувамиджи, что он был очень святым человеком, очень религиозным, погруженным в сознание Бога. Сувамиджи был очень милым. Я сам помню его как очень, очень хорошего человека, даже в практических деталях жизни в Нью-Йорке, которые, казалось, очень сильно его волновали, потому что он был практичным человеком и искал лучшее место для начала своей работы. Я очень хорошо помню, что он всегда тщательно стирал свою одежду каждый вечер. Я приходил и заставал группу студентов в гостиной в квартире доктора Мишры, а в ванной комнате висели оранжевые одежды Сувамиджи. Шрила Прабхупада иногда обсуждал с Дром Мишры цель своего визита в Америку, выражая введение своего духовного наставника об утверждении сознания Кришны на Западе. Он просил доктора Мишру рассказать ему о том, что он сделал. Мишра просил его помочь, но доктор Мишра постоянно ссылался на свою преподавательскую работу, которая его очень занимала, и на свои планы покинуть страну в ближайшее время. Через несколько недель, когда содержать Прабхупаду в квартире стало неудобно, доктор Мишра перевел его в свою студию Хайонгим на пятом этаже дома по западной 72-й улице, недалеко от Центрального парка. Большая студия находилась в центре здания и включала в себя кабинет и примыкающую к нему отдельную комнату, где Прабхупада и остановился. В ней не было окон. Философски расходясь с Прабхупадой, доктор Мишра принимал абсолютную истину в безличной форме, или брахман, как высшую. Прабхупада подчеркивал превосходство личностного свойства, или Бхагавана, следуя в ведической теистической философии, согласно которой наиболее полное понимание абсолютной истины является личностным. В Бхагавадгите говорится, что безличный брахман подчинен Бхагавану и является его эманацией, подобно тому как солнечный свет является эманацией планеты Солнца. Этому выводу учили ведущие традиционные ачарьи Древней Индии, такие как Рамануджи и Мадхва, а Шрила Прабхупада находился в ученической преемственности от Мадхвы. Д.Р. Мишра, с другой стороны, следовал за Шкарой, который учил, что безличное присутствие абсолютной истины, это все во всем и что личность Божества в конечном итоге является иллюзией. В то время как теистическая философия Прабхупады принимала индивидуальное духовное Я, Атма, как вечного слугу Верховного Духовного Существа, Пахагавана, а взгляды Д.Р. Мишры принимали Духовное Я не как отдельного человека. Скорее, его идея заключалась в том, что, поскольку каждый человек тождественен Богу, Верховному Брахману, нет необходимости поклоняться Богу вне себя. Как сказал бы Д.Р. Мишра, все едино. Прабхупада задал вопрос, если каждый из нас на самом деле является Высшим, то почему этот Высший страдает и борется в материальном мире? Д.Р. Мишра возразил, что Высший лишь временно прикрыт иллюзией и что через Хаха-йогу и медитацию человек становится просветленным, понимая, все это, Высшее. Прабхупада снова возразил, но если бы Высшее могло быть покрыто иллюзией, тогда иллюзия была бы больше, чем Бог, больше, чем Высшее. Прабхупада считал Д.Р. Мишрума и Ваде за то, что он невольно согласился с тем, что Майя, иллюзия, Высшая абсолютной истины. Для Шрила Прабхупада безличная философия была не только неприемлема, но и оскорбляла личность Божества. Как говорит Кришна в Пхагавадгите, 7.24, 9.11, «Неразумные люди, не знающие меня, думают, что я принял эту форму и личность. Из-за своих малых познаний они не знают моей высшей природы, которая неизменна и верховна. Глупцы высмеивают меня, когда я появляюсь в этом человеческом облике. Они не знают моей трансцендентной природы и моего верховного господства над всем сущим. Господь Читания также решительно опроверг философию Моевады, все верховные личности Божества духовно, включая его тело, роскошь и атрибутику. Философия Моевады, однако, закрывает его духовное богатство и отстаивает теорию безличности. Перед тем, как приехать в Америку, Шрила Прабхупада написал в своем Пхагаватам, «Чистолюбивые философы Моевади стремятся слиться существованием господа». Эта форма мукти, освобождение, означает отрицание своего индивидуального существования. Другими словами, это своего рода духовное самоубийство. Это абсолютно противоположно философии Бхакти-йоги. Бхакти-йоги предлагают бессмертие индивидуальной обусловленной душе. Если же человек следует философиям Моевады, он упускает свою возможность стать бессмертным после отказа от материального тела. По словам господа Кайтания, Моевади Кришна и Парджх, имперсоналисты Моевади, великие обидчики господа Кришны. Таким образом, господь Кайтания пришел к выводу, что если человек даже услышит комментарий Шиукары, вся его духовная жизнь будет испорчена. Доктор Мишер был доволен тем, что присоединился к философии Шрилы Шкары и позволил Прабхупаде оставаться с господом Кришной и Пхагавадгитой. Но Шрила Прабхупада отметил, что даже Шахакара признавал, что личность Бога, Кришна, или Нарая, вечно существует за пределами материального мира, поэтому он является трансцендентной личностью Нрио Парауваэкт. Прабхупада, вставший нищенствующим, временно зависел от доброй воли своего знакомого Махаявади, с которым он регулярно ел и общался и от которого принял приют. Но как же это было неудобно. Он приехал в Америку, чтобы чисто и смело говорить о Кришне, но его ограничивали. Батлери его ограничивала чувствительность хозяев и среднего класса, теперь его заставляли молчать по-другому. К нему относились с добротой, но считали его угрозой. Д.р. Мишра не мог допустить, чтобы его ученики услышали исключительно прославление Господа Кришны как Верховной Личности и Божества. Проводя большую часть времени в своей новой комнате, Шрила Прабхупада продолжал печатать и переводить. Но когда доктор Мишра проводил свои занятия по йоге, Прабхупада иногда выходил и проводил киртану или лекцию. Роберт Нельсон, один из первых молодых единомышленников Прабхупада в Нью-Йорке, я был на служении у доктора Мишры, и доктор Мишра Свамиджа сидел на скамейке, и вдруг доктор Мишра останавливает служение, широко улыбается и говорит, Свамиджа споет нам песню. Я думаю, что доктор Мишра не позволил ему говорить. Кто-то сказал мне, что доктор Мишра не хотел, чтобы он проповедовал. Каждое утро, за несколько часов до рассвета, Прабхупада вставал, принимал ванну, воспевал Харе Кришну на четках и работал над переводом, а за окном его закрытой комнаты без окон наступал рассвет и просыпался город. У него не было печки, поэтому ежедневно ему приходилось идти пешком семь кварталов до в квартире на реверс и драйв. Он готовил еду. Когда он выходил на оживленную улицу, было уже позднее утро. Он шел на север по Коламбус-авеню среди непрерывного потока пешеходов, останавливаясь на каждом перекрестке, чтобы вдохнуть ветерок с реки. Вместо пейзажей маленького городка Батлер прошел через ряды 30-этажных офисных зданий на Колумбус-авеню. На уровне улиц располагались мастерские по ремонту обуви, кондитерские, прачечные и рестораны континентальной кухни. На верхних этажах располагались кабинеты врачей, дантистов и адвокатов. На 75-й улице он поворачивал на запад и шел через квартал с квартирами из коричневого камня, а затем через Амстердам к Бродвейу с его парком в центре острова. Зелень здесь точнее было бы назва черной, поскольку она была покрыта копотью и городской грязью. На Бродвее располагались продуктовые и мясные лавки, их прилавки выходили на тротуар, а на скамейках в тонкой полоске парка между северным и южным движением сидели старики. Последний квартал на 75-й перед Реверсайдом на Драйв стояли многоэтажные жилые дома со швейцарами. В доме 33 по Реверсайд Драйв тоже был швейцар. Иногда Прабхупада гулял в Реверсайд парке. Осторожно, чтобы не повредить сердце, он любил длинные участки и ровные площадки для прогулок. Иногда он шел в студию доктора Мишра по 72-й улице на Амстердам и специя для своей кухни. Иногда он бродил по Манхэттену, не имея определенного направления, а иногда ездил на автобусах в разные районы города. По выходным Прабхупада сопровождал доктора Мишра в его ашрама Ананда, расположенный в часе езды к северу от города, в Монро, штат Нью-Йорк. Джан Суэл, который обычно подвозил их, подслушивал их оживленные разговоры беседы на заднем сиденья ее машины. Хотя они говорили на хинде, она слышала, как их разговоры переходили в громкие, кричащие споры, после чего они снова становились друзьями. Вананда ашраме Прабхупада обычно проводил киртану, и ученики доктора Мишра присоединялись к нему в песнопениях и даже в танцах. Доктор Мишра особенно любил песнопения Прабхупады. Рамамурти Мишра я никогда не видел и не встречал ни одного преданного, который бы так много пел. И его киртана была просто восхитительна. Если вы внимательны и расслаблены, этот голос оказывает очень сильное электрическое воздействие на ваше сердце. Вы не можете избежать этого. 99% студентов, хотели они того или нет, вставали, танцевали и подпевали. И я чувствовал себя очень благословенным, встретившись с такой великой душой. Харви Коэн, посетитель Ананда Ашрама, все встали рано и отправились на утреннюю медитацию. Доктор Мишра был одет в золотой пиджак в индийском стиле, а его ученики уже глубоко погрузились в него, когда я вошел в комнату. Все подушки были заняты, поэтому я выбрал место в задней части комнаты, где можно было прислониться к стене, чтобы облегчить себе медитацию. С одной стороны сидел пожилой индиец в шифранном одеянии и закутанный в розоватой шерстяной одеяло. Казалось, он что-то бормотал про себя, и я позже выяснилось, что он молился. Это был с вами Пхактиведанта. На его лбу красовался белый в ее ображниче знак, а глаза были полузакрыты. Он выглядел очень безмятежным. Харви пытался, но у него не получалось выполнять Раджа-йогу. Он был новичком в Ананда-шраме и приехал только на выходные. Во время утренней медитации он обнаружил, что его больше привлекает зеленая дымка над озером за окном, чем круг на стене, на который он должен был медитировать. Харви, я пошел в свою комнату. Дождь усиливался и бил по окнам. Это было мирно, и я был рад остаться один. Некоторое время я читал. Вдруг я почувствовал, что кто-то стоит в дверном проеме. Присмотревшись, я увидел, что это с вами. Он был закутан в свое розовое одеяло, похожее на шаль. Можно войти? Спросил он. Я утвердительно кинула, и он спросил, можно ли ему присесть в кресло в углу. Что вы читаете? Он улыбнулся. Дневники кофе, ответила я, чувствуя себя немного неловко. Он сказал, и я отложил книгу. Он спросил, что я делаю время и интересуюсь ли я йогой. Какой вид йоги вы изучаете? Я не очень много знаю об этом, ответил я, но думаю, что хотел бы изучать хохо-йогу. Это не произвело на него впечатление. Есть вещи получше этого, объяснил он. Есть это высшие, более прямые формы йоги. Прхатти-йога, самая высокая, это наука преданности Богу. По мере того, как он говорил, я все сильнее осознавал, что он прав. Он говорил правду. Меня охватило жуткое экстатическое чувство, что этот человек, мой учитель. Его слова были так просты. И все выходные я не отрывая смотрел на него. Он сидел такой спокойный и величественный, с теплом. И он попросил меня навестить его, когда мы вернемся в город. Доктор Мишра читал лекции с безличной интерпретацией Бхагавадгиты согласно Шкаре, а Прабхупада, когда ему разрешали говорить, возражал ему. Однажды Прабхупада попросил Доктора Мишра помочь ему в распространении движения господа Кайтанья, но Доктор Мишра уклонился от ответа Прабхупады, сказав, что считает Прабхупаду воплощением Кайтанья Махапрабху и поэтому не нуждается в помощи. Прабхупада ответил, что, поскольку Мишра это также имя ца господа Чайтанья, Доктор Мишра должен помогать распространять движение господа Чайтанья. Шрила Прабхупада предложил привлечь его к проверке санскрита к своим переводам Шрима Бхагаватам, но Доктор Мишра отказался решение, о котором он позже пожалел. Хуртал Ларч, ученик Ананда Шрама, моя непосредственная встреча с ним произошла на кухне. Он был очень конкретен и твердо знал, что будет есть только то, что приготовит сам. Он приходил и говорил, принесите мне кастрюлю. И когда я приносил ему кастрюлю, он говорил, нет, побольше. Тогда я приносил кастрюлю побольше, а он говорил, нет, поменьше. Тогда он говорил, принеси мне картошку, и я приносил ему картошку. Он готовил еду очень, очень тихо. Он никогда не говорил много. Он готовил картошку, потом овощи, потом капоты. После приготовления он ел на улице. Обычно он готовил столько, чтобы хватило над доктором Мишру и еще пять-шесть человек. Каждый день он готовил столько, когда был там. Я научился у него готовить капоти. Обычно он оставался только на выходные, а потом уезжал обратно в город. Думаю, он считал, что именно там должна быть его основная работа. Это, конечно, так, но что он мог там делать, не имея ни денег, ни поддержки? Он думал остаться там всего на несколько недель, а потом вернуться в Индию? А пока он работал над своими рукописями Шрима Пхагаватом, гулял по Манхэтину и писал письма. Он изучал новую культуру, практически просчитывал и с надеждой представлял, как привнести сознание Кришны в западный мир. Свои мысли он изложил Сумати Марарджи. 27 октября Насколько я знаю, американский народ очень хочет узнать об индийском способе духовной реализации, и в Америке существует множество так называемых игаашрамов. К сожалению, их не очень-то жалует правительство, и стало известно, что в таких игаашрамах эксплуатируют невинных людей, как это было и в Индии. Единственная надежда заключается в том, что они духовно настроены, и если здесь будет проповедоваться культ Шрима Пхагаватом, это принесет им огромную пользу. Шрила Прабхупада отметил, что американцы также хорошо принимают индийское искусство и музыку. Чтобы увидеть, как их принимают, он посетил выступление мадрасийского танцора Баласа Расвати. Я отправилась посмотреть на танец вместе с подругой, хотя за последние 40 лет ни разу не посещала подобные танцевальные церемонии. Танцовщица успешно справилась с демонстрацией. Музыка была в индийских классических мелодиях, в основном на языке санскрит, и американская публика оценила их по достоинству. Так я воодушевился, увидев благоприятные обстоятельства, связанные с моей будущей проповеднической работой. Он сказал, что Бхагавата можно проповедовать и через музыку и танцы, но у него не было средств, чтобы это сделать. Христианские миссии, опираясь на огромные ресурсы, проповедуют по всему миру, так почему же преданные Кришны не могут объединиться и проповедовать Бхагаватам по всему миру? Он также отметил, что христианские миссии были неэффективны в борьбе с распространением коммунизма, в то время как движение Бхагавата могло бы быть эффективным благодаря своему философскому, научному подходу. Он намеренно заронил семи вдохновения в разум преданный, богатый Сумати Мараджи 8 ноября Прабхупада написал своему крестному брату Тиртхи Махараджа, который стал президентом Гауди и Матха, чтобы напомнить ему, что их духовный учитель, Шрила Пхатисидханта Сарасвати, имел сильное желание открыть проповеднические центры в западных странах. Шрила Пхатисидханта несколько раз пытался сделать это, посылая Саньяси в Англию и другие европейские страны, но, как отметил Прабхупада, без каких-либо ощутимых результатов. Я приехал в эту страну с той же целью, и, насколько я могу судить, здесь, в Америке, есть очень хорошие возможности для проповеди культа господа Чаитания. Прабхупада отметил, что есть некоторые группы Махаяванди, у которых есть здания, но они не привлекают много последователей. Но он разговаривал со свами Нихилананда из миссии Армакришны, который высказал мнение, что американцы подходят для Бхаттийоги. Я здесь и вижу хорошее поле для работы, но я один, без людей и денег. Чтобы открыть здесь центр, у нас должно быть свое здание. Если руководители Гаудия Мадха рассмотрят возможность открытия своего филиала в Нью-Йорке, Шрила Прабхупада был готов управлять им. Но без собственного дома, по его словам, они не могли вести миссию в городе. Шрила Прабхупада писал, что они могли бы открыть центр во многих городах страны, если бы его братья-боги сотрудничали. Он неоднократно подчеркивал, что, хотя у других групп нет подлинной духовной философии Индии, они покупают много зданий. У Гаудии Мадха, однако, не было ничего. Если вы согласитесь сотрудничать со мной так, как я предложил выше, я продлю срок действия моей визы. Срок действия моей нынешней визы заканчивается в конце ноября этого года. Но если я получу ваше подтверждение немедленно, то продлю срок действия визы. В противном случае я вернусь в Индию 9 ноября, 6 часов, 0 минут, когда Прабхупада сидел один в своей комнате на пятом этаже в студии йоги доктора Мишры, внезапно погас свет. Так он пережил первые мгновения отключения электричества в Нью-Йорке в 1965 году. В Индии перебои с электричеством случались часто, поэтому Прабхупада, удивившись тому, что то же самое произошло в Америке, оставался невозмутимым. Он начал напевать мантру Харе Кришна на своих щетках. Тем временем за пределами его комнаты весь Нью-Йорк погрузился во тьму. Масштабное отключение электричества внезапно оставило без света весь город, запирив 800 тысяч человек в метро и затронув более 30 миллионов человек в 9 штатах и 3 канадских провинциях. Спустя два часа в квартире доктора Мишры появился человек со свечами и фруктами. Он обнаружил Прабхупаду в приятном настроении, сидящем в темноте и воспевающем Харе Кришна. Мужчина сообщил ему о серьезном характере такого отключения света в Нью-Йорке, Прабхупада поблагодарил его и снова вернулся к воспеванию. Отключение света продолжалось до 7 часов утра следующего дня. Шрила Прабхупада получил ответ на свое письмо от 8 ноября, адресованное Тиртхи Махараджи в Калькуту. Прабхупада объяснил свою надежду и планы остаться в Америке, но подчеркнул, что его крестные братья должны выразить ему свое доверие, а также оказать ощутимую поддержку. Его крестные братья не работали сообща. Каждый лидер был больше заинтересован в сохранении своего собственного здания, чем в совместной работе с остальными по распространению и учения господа читания по всему миру. Как же они могли разделить видение Шрилы Прабхупады о создании филиала в Нью-Йорке? Они бы восприняли это как его отдельную попытку. И все же, несмотря на маловероятные шансы, он обратился к их миссионерскому духу и напомнил желаниях их духовного учителя, Шрилы Пхатисидханты Сарасватих Кьюро. Их гуру Махараджа хотел, чтобы сознание Кришны распространилось на западе. Но когда Прабхупада наконец получил ответ Тиртхи Махараджа, он нашел его неблагоприятным. Его крестный брат не стал возражать против того, чтобы он попытался сделать что-то в Нью-Йорке, но вежливо сказал, что средства Гаудия Матха не могут быть использованы для такого предложения. Прабхупада ответил, это не очень обнадеживает, но все же я не тот человек, который будет разочарован. На самом деле в ответе Тиртхи Махараджи ему почудилась надежда, и он рассказал своему крестному брату о недвижимости, которую недавно нашел для продажи на западной 72-й улице, 143. Здание шириной всего 18,5 футов и глубиной 100 футов состояло из магазина на первом этаже, подвала и мезонина. Прабхупада назвал Тиртхи Махараджи цену 100 тысяч долларов с первоначальным взносом в 20,000 долларов, и отметил, что это здание в два раза больше, чем их исследовательский институт в Калькуте. Прабхупада задумал, что в подвале будет кухня и столовая, на первом этаже лекционный зал, а в мезонине личные апартаменты с отдельной зоной для божества господа Кришны. Прабхупада называл себя человеком, которого нельзя разочаровать. Он был убежден, что если бы существовал центр, куда люди могли бы прийти послушать чистого преданного, то подлинная богосознательная культура Индии может зародиться в Америке. Но поскольку он ставил свои планы в зависимости от приобретения дорогого здания на Манхэттине, его цель казалась недостижимой. Тем не менее он остойчиво писал видным преданным в Индии, хотя они не проявляли интереса к его планам. Почему бы им не помочь, думал он. В конце концов, они были преданными Кришны. Разве не должны преданные откликнуться и основать первый храм Кришны в Америке? Конечно, он был квалифицирован и уполномочен распространять послания Кришны. Что касается места, то Нью-Йорк был, пожалуй, самым космополитичным городом в мире. Он нашел здание, не очень дорогое, с хорошим расположением, и была большая потребность в храме Кришны здесь, чтобы компенсировать пропаганду индийских Маеваде. Кришны Пхакты, которым он писал, понимали господа Кришну не просто как индуиста божество, но верховный Господь, которому поклоняется весь мир. Поэтому им должно быть приятно видеть, как в Нью-Йорке поклоняются Кришне. Сам Кришна сказал в Пхагавадгите, отбросьте все другие обязанности и предайтесь мне. Так что если они были преданными Кришне, то почему бы им не помочь? Что это за преданные, который не хочет прославить господа? Но Шрила Прабхупада не судил заранее, кто будет служить миссии Кришны, а кто нет. Он полностью предался и полностью завесел от Кришны, и, повинуясь своему духовному учителю, он обращался за помощью каждому, без различия. Там была Сумати Марарджи. Она помогла ему опубликовать Пхагаватам и отправила его в Америку. В недавнем письме к ней он лишь намекнул, я просто даю вам идею, и если вы серьезно подумаете над этим вопросом и посоветуетесь со своим возлюбленным Господом Бала Кришной, то, несомненно, будете просвещены в этом вопросе. Есть возможности, конечно, есть необходимость, и долг каждого индийца, особенно преданных Господа Кришны, заняться этим вопросом. Но ответа он не получил. Он не слышал о ней с тех пор, как Батлер, хотя ее слова показались ему пророческими, и они не давали ему покоя, я считаю, что вы должны остаться там, пока полностью не оправитесь от болезни, и вернуться только после того, как выполните свою миссию. Теперь Сумати Мараджи должна совершить нечто грандиозное. Он сказал ей об этом прямо, поэтому я думаю, что для этой цели можно немедленно открыть храм Бала Кришны в Нью-Йорке. И как преданные господа Бала Кришны, вы должны выполнить эту великую и благородную работу. До сих пор в Нью-Йорке нет ни одного храма индусов, достойного поклонения, хотя в Индии так много американских миссионерских учреждений и церквей. Поэтому я попрошу вас совершить этот благородный поступок, и он в историю мира войдет тот факт, что первый индуистский храм начала строить благочестивая индуистка Сримати Сумати Мараджа, которая является не только крупным бизнес-магнатом в Индии, но и благочестивой индуисткой и великой преданной господа Кришны. Это задание для вас, и в то же время славное. Он заверил ее, что у него нет стремления стать владельцем дома или храма в Америке, но для проповеди задание будет просто необходимо, они должны общаться с добросовестными преданными господа, участвовать в киртане, прославляющим господа, слушать учения Шримат Бхагватам, иметь близкое общение с храмом или местом пребывания господа, им должна быть предоставлена широкая возможность поклоняться Господу в храме. Под руководством добросовестного преданного могут быть предоставлены такие возможности, и путь Шримат Бхагватам открыт для всех. Он сообщил что нашел здание, как раз подходящее для этой великой миссионерской работы. Оно было идеальным, как будто его построили только для этой цели. А ваша простая готовность совершить этот поступок завершит все гладко. Дом практически трехэтажный. Первый этаж, подвал и два этажа наверху, со всеми необходимыми удобствами для проведения газа, отопления и так далее. Первый этаж можно использовать для приготовления Прасадама Бала Кришны, потому что проповеднический центр будет предназначен не для сухих спекуляций, а для реальной выгоды, для вкусного Прасадама. Я уже проверил, как людям здесь нравится овощной Прасадам, приготовленный мной. Они забудут о миссии и будут оплачивать расходы. Американцы не такие бедные люди, как индийцы, и если они ценят какую-то вещь, то готовы потратить любую сумму на такое увлечение. Их эксплуатируют, просто жонглируя словами и телесной гимнастикой, и все равно они тратятся на это. Но когда они получат реальный товар и почувствуют удовольствие, вкушая очень вкусный Прасадам Бала Кришны, я уверен, что в Америке появится уникальная вещь. Теперь, согласно его планам, у него оставалась неделя в Америке. Мой срок пребывания в Америке закончится к 17 ноября 1965 года. Но я верю в твое предсказание, ты должен остаться там, пока полностью не восстановишь свое здоровье, и вернуться после того, как выполнишь свою миссию. Общество Тагар Нью-Йорк Инк сердечно приглашает вас на лекцию Сознание Бога Ачепхативеданта с вами дата воскресенье 28 ноября 1965 года время лекции 15 часов 30 минут чай 16 часов 30 минут места проведения Нунди Хаус 364 Т.H. Стрит с вами Бхативеданта широко уважаемый в Индии ученый и религиозный лидер ненадолго приезжает в Нью-Йорк Он занят монументальной работой по перевод 60-томного шрима пхагватом санскрита на английский язык 28 ноября Даут Харун никогда не встречался со Шрилой Пхагватом он был музыкантом жил в центре города и часто посещал собрание общества Тагура на 64 улице Даут Харун я поднялся в центр города вошел в зал и заметил что сцена пуста а несколько человек сидят в задней части зала я прошел вперед а я сидел в центральном проходе потому что обычно люблю сидеть впереди потом я увидел пожилого джентльмена сидящего справа и он как бы притянул меня к себе я подошел и сел рядом с ним и тут я заметил что он перебирает четки несмотря на то что четки были в мешочке я слышал их и видел как двигается его тело и я почувствовал себя очень комфортно потому что это было тот к чему я привыкла когда я сидела и оглядывала зал он повернулся и улыбнулся мне мило он кинул головой я кинул головой он улыбнулся и отвернулся затем он снова повернулся ко мне и мягко спросил не из Индии ли я я ответил нет сэр я не из Индии я отсюда из Соединенных Штатов он повернулся обратно и продолжил напевать на четках в следующий раз он обернулся и спросил не индуист ли я я ответил нет сэр я не индуист Я мусульманин. И он сказал, о, очень хорошо, очень хорошо. Да, я много раз слышал, как дети в Индии читают Коран. И тогда он обернулся, его тело двигалось, раскачивалось, и он работал со своими бусами. Потом было еще несколько обменов любезностями, как бы между делом. А затем на сцену поднялась дама и объявила, что лекция начинается и, если присутствующие могут поплодировать оратору, они поприветствуют его на сцене. В этот момент мужчина, рядом с которым я сидел, положил руку мне на плечо и сказал, простите, сэр, не могли бы вы оказать мне услугу? Я ответил, да, любую. Он сказал, не могли бы вы присмотреть за моими книгами? Я посмотрел на пол, а у него было несколько коровок с книгами, зонтик и еще несколько предметов. Я сказал, да, я присмотрю за ними. А он сказал, извините. Он прошел по проходу и, к моему удивлению, поднялся на сцену. Это был тот самый человек, которого я пришел послушать, с вами Бхактиведанта. Он поднялся на сцену, представился людям и попытался заставить их выйти вперед. Он говорил, выходите вперед, выходите вперед. Несколько человек вышли вперед. Здесь были смешанные пары, много индийцев, мужчин и женщин, в основном среднего возраста, а некоторые, студенческого, много профессоров и дам. Затем он начал свою речь. Он сразу же приступил к делу. Он просто начал восклицать, провозглашая величие творца и то, что самое важное, помнить о творце и помнить о Боге. Он начал рассказывать о сознании Бога, о том, что такое сознание Бога, и о том, что Бог есть везде, и о том, что нам всем следует помнить о Боге, неважно, как мы его называем, какими именами мы его называем, но мы должны называть его. Он провел демонстрацию, которая была очень трогательной. Он скандировал Харе Кришна, Харе Рамы и говорил о силе и спасительной благодати этой мантры. Он взял немного прервался на полпути и выпил воды. Последнее, что он сказал, спускаясь с подиума, это тот, что у него есть копья Шримы Бхагаватам. Он объяснил, что работал над ними и что они вышли в трех томах и стоят 16 долларов. Затем он закончил и спустился вниз. Многие люди подходили к нему. Кто-то робко, кто-то с энтузиазмом. Некоторые сжали ему руку и просили книги. Сначала вокруг него собралось около 15 человек, которые разговаривали с ним и задавали вопросы. Когда вокруг было так много людей, он подошел ко мне и сказал, «Сэр, не могли бы вы оказать мне еще одну слугу? Не могли бы вы взять на себя продажу книг? Люди будут приходить к вам за книгами, так что продавайте книги и кладите деньги в эту маленькую коробочку, «А я через минуту подойду к вам». Я сказал, «Хорошо». Пока он разговаривал с людьми, ко мне подходили другие. Наверное, они думали, что я его секретарь или попутчик, и люди подходили ко мне и задавали личные вопросы о нем, на которые я не мог ответить, потому что не знал. Некоторые люди покупали книги или просматривали их. Так продолжалось, а я пытался слушать его разговоры с людьми и одновременно заниматься продажей книг. Некоторые люди искали гуру и пытались выяснить, кем он должен быть. Некоторые из них действительно допрашивали его. Но он просто улыбался и просто отвечал на все их вопросы. Помню, он сказал им, «Вы узнаете? Нет никакого давления. Вы узнаете, являюсь ли я вашим гуру». Он предложил людям пойти прочитать книги. Потом группа уменьшилась примерно до полудюжины человек, а те, кто остался, просто смотрели на него, а некоторые были слишком робки, чтобы подойти к нему. Он подошел к ним и заговорил с ними, успокоив их. Позже он подошел, мы пересчитали коллекцию, и я помог ему паковать его коробку и отнести вниз коробки с оставшимися книгами. Когда мы расставались, он очень благодарил меня, а я дал ему свое имя, адрес и номер телефона и купил комплект Шримад Пхагаватам. Библиотека Шрила Прабху подолила Мтатам 1 глава 15 и оказать вам помощь не представляется возможным. Я приехал сюда в столь преклонном возрасте и не для осмотра достопримечательностей и не ради личных интересов. Это для того, чтобы в интересах всего человечества я пытаюсь внедрить науку Кришны, которая действительно сделает их счастливыми. Поэтому долг каждого преданного господа Кришны – помогать мне всеми способами. Из письма Сумати Марарджи прошел ноябрь, наступил декабрь, и Прабхупада, получив продление визы, остался. Америка казалась такой роскошной, но со многими вещами было трудно смириться. Сирены и звонки пожарных и полицейских машин, казалось, разорвут его сердце. Иногда по ночам он слышал, как на человека нападают и зовут на помощь. С первых дней пребывания в городе он заметил, что повсюду пахнет собачьим пометом. И хотя это был такой богатый город, он редко мог найти манго, чтобы купить его, а если находил, то оно было очень дорогим и обычно не имело вкуса. Из своей комнаты он иногда слышал гудки океанских лайнеров и мечтал о том, что когда-нибудь он отправится в кругосветное плавание с партией Сакиртаны, проповедуя во всех крупных городах мира. Погода опустилась ниже нуля, холоднее, чем он когда-либо испытывал в Индии. Ежедневно ему приходилось идти гульцону против западного ветра, от которого даже в обычный зимний день перехватывало дыхание, слезились глаза и немело лицо. В штормовой день порывы ветра могли даже сбить человека с ног. Иногда холодный дождь превращал улицы в ледяное месиво. Холод становился особенно сильным, когда человек приближался к безлюдному, продуваемому всеми ветрами району Вестсайдрайв, где время от времени вихри таинственно поднимали воздух коричневые листья и бумажный мусор. Шрила Прабхупада носил пальто, которое дал ему доктора Мишра, но он не отказывался от своего тхоти, несмотря на холодные ветреные прогулки. С вами Нихилананда из Миссии Армакришна посоветовал Прабхупаде, что если он хочет остаться на западе, то должен отказаться от традиционной индийской одежды и строгого вегетарианства. По его словам, в этом климате миссия и спиртное, а также брюки и пальто были почти необходимостью. Перед тем как Прабхупада покинул Индию, один из его крестных братьев показал ему, как нужно питаться на западе с помощью ножа и вилки. Но Прабхупада и не думал перенимать западный образ жизни. Его советники предостерегали его не оставаться чужаком, а проникнуться духом американской жизни, даже если это означало нарушение обетов, которые он давал в Индии. Почти все индийские иммигранты отказывались от своих старых привычек. Но идея Прабхупада была иной, и его нельзя было переубедить. Другим, возможно, пришлось бы пойти на компромисс, думал он, но они пришли выпрашивать технологические знания из Запада. Я пришел не для того, чтобы что-то выпрашивать, говорил он, а для того, чтобы что-то дать. В своих уединенных странствиях Шрила Прабхупада завел знакомство с несколькими местными жителями. Среди них был мистер Рубен, турецкий еврей, работавший кондуктором в Нью-Йоркском метро. Мистер Рубен встретил Прабхупаду на скамейке в парке, будучи общительным человеком и путешественником по миру, сел и заговорил с индийским святым человеком. Мистер Рубен, похоже, он знал, что его храмы будут заполнены преданными. Он смотрел и говорил, «Я не бедный человек, я богатый. Есть храмы и книги, они существуют, они есть, но время отделяет нас от них». Он всегда упоминал мы и говорил о том, кто послал его, о своем духовном учителе. В то время он не знал людей, но говорил, «Я никогда не бываю один. Мне он всегда казался одиноким человеком. Именно это заставило меня думать о нем как о святом человеке, или, который всегда ходил один. Я не верю, что у него были последователи». Когда погода не была дождливой или ледяной, Прабхупада садился на автобус до Центрального вокзала и посещал Центральную библиотеку на 42-й улице. Там находились его Шримабхагаватом некоторые из тех самых томов, которые он продал американскому посольству в Нью-Дели, и ему доставляло удовольствие видеть их в квартатете и узнавать, что их регулярно берут и читают. Иногда он прогуливался по ЮН. Плозор Ейли подходил к Нью-Диахаус на 64-й улице, где он познакомился с мистером Алхотрой, сотрудником консульства. Именно через него он связался с обществом Тагора и получил приглашение выступить с лекцией на одном собрании в ноябре. Проезжая в автобусе по 5-й авеню, он смотрел на здания и представлял, что когда-нибудь их можно будет использовать в сознании Кришны. К некоторым зданиям он проявлял особый интерес, одно на 23-й улице и одно с куполом на 14-й улице и привлекли его внимание. Он думал о том, как материалисты построили такие сложные здания и при этом не предусмотрели ничего для духовной жизни. Несмотря на все великие технологические достижения, люди чувствовали себя пустыми и бесполезными. Они построили эти великие здания, но дети ходили на ЛСД 2 декабря. Заголовки New York Times, больницы Нью-Йорка сообщают о заметном росте числа случаев употребления ЛСД, поступивших на лечение. Протест против участия США в войне во Вьетнаме нарастает. Погода становилась все холоднее, но снега в декабре не было. На Коламбус-авеню магазины продавали рождественские елки, а в континентальных ресторанах горела праздничная иллюминация. На 72-й улице Ассоциации розничных торговцев установила высокие красные столбы, увенчанные зелеными мишурными елками. С верхушек деревьев по беем сторонам улицы свисали гирлянды из мишуры, которые охватывали улицу и соединялись в красные мишурные звезды, окруженные разноцветными огоньками. Хотя Шрила Прабхупада не делал рождественских покупок, он посетил множество книжных магазинов Орентейл Е, Самвизорс, Дабл Дэ, Тэрэгэн и другие, пытаясь продать свои Шримадбхагаватам. Миссис Фербер, жена владельца книжной галереи Параган, считала, Прабхупада приятный и чрезвычайно вежливый маленький джентльмен. В первый раз, когда он позвонил, она не заинтересовалась его книгами, но он попробовал еще раз, и она взяла несколько томов. Прабхупада заходил к ней примерно раз в неделю, и поскольку его книги продавались регулярно, он собирал их. Иногда, когда ему нужны были экземпляры для личной продажи, он заходил и забирал их у миссис Фербер, а иногда звонил ей, чтобы спросить, «Как иду дела с его книгами продаю». Миссис Фербер, каждый раз, когда он приходил, он просил стакан воды. Если клиент обращался с такой просьбой, я обычно говорила, «Вот кулер с водой». Но поскольку он был пожилым человеком, я, конечно, не могла им этого сказать. Он всегда был очень вежлив, очень скромен и очень неученый. Поэтому, когда бы он не попросил, я лично приносил ему чашку воды. Однажды Прабхупада разговаривал с миссис Фербер об индийской кухне, и она упомянула, что ей особенно нравятся самосы. В следующий раз, когда он навестил ее, он принес поднос к самосами, которые она с удовольствием съела. Харви Коден часто приходил в комнату 501, чтобы навестить с вами, который так впечатлил его в Анандашраме. Харви, помещение, которое он занимал, было крошечным офисом в задней части общества йоги в Верхней Манхатине. Я стал регулярно приходить туда, и мы сидели лицом друг друга на полу в этом маленьком кабинете с его пишущей машинкой и новым магнитофоном на двух чемоданах. Там же стояла коробка с книгами, которые он привез из Индии, и цветная репродукция и танцевальных фигур, на которую он часто смотрел. Я сказал с вами Бхаттиведанте, что я художник, и он попросил меня, пожалуйста, нарисовать картину с танцующими, которая, как он объяснил, изображала господа Чайтанью и его ученики. Картина называлась Сакартенны. Когда бы я не приходил к нему, с вами всегда был рад меня видеть. Я рассказывал ему о себе, и мы вместе воспевали Харри Кришну в его комнате много вечера в той зимой. Я садился на поезд в центре города и своей квартиры, чтобы навестить его. 11 января 1966 года премьер-министр Лал Бахадур Шастре умер от сердечного приступа во время визита в Россию. Премьер-министр был личным знакомым Шрилы Прабхупада в Индии и поклонником его перевода Шримад Пхагаватом. У него был запланирован визит в Америку, и Прабхупада рассчитывал получить от него личную санкцию на выделение средств из Индии. Его безвременная смерть стала большим препятствием в планах Шрилы Прабхупады приобрести здание на западной 72-й улице, 143. Эйл Торы показали ему здание, и он уже мысленно создал интерьер для поклонения Божеству и раздачи Прасадамма. Деньги должны были прийти из Индии, и премьер-министр Шастре должен был дать личную санкцию на выделение средств. Но внезапно все изменилось. 14 января Прабхупада решил написать владельцу здания, господину А.М. Хартманну. Он объяснил, как его планы были нарушены, и предложил новый план. Теперь премьер-министр, господин Лаубахадур Шастре, внезапно умер, и я в большом недоумении. Поскольку сейчас очень трудно получить деньги из Индии, я прошу вас разрешить мне использовать это место для Международного Института Сознания Бога, по крайней мере, в течение некоторого времени. Дом уже столько дней стоит пустым и не используется, и я узнал, что вы платите налоги, страховку и другие платежи за дом, хотя не имеете от него никакого дохода. Если вы, однако, предоставите это место этому общественному учреждению, вы, по крайней мере, сэкономите на налогах и других сборах, которые вы сейчас платите просто так. Если я смогу начать работу учреждения немедленно, то, конечно, смогу получить поддержку на месте, и в этом случае мне не придется получать деньги из Индии. Я также прошу вашу честь стать одним из директоров этого общественного учреждения, потому что вы предоставите место для его начала. Эй-эм Хартмана это не интересовало. В тот же день, когда он написал мистеру Хартману, Прабхупада получил письмо от сэра Падампада Сингхания, директора очень крупной организации Джейкаи в Индии. Прабхупада написал сэру Падампаджа о финансовой поддержке, и его ответ вселил в него надежду. Семья Сингхании была не только сказочно богатой, но и ее члены были преданными господа Кришны. Мой дорогой, Свамиджа, я просмотрел ваше письмо. Мне очень приятно отметить вашу идею возвести в Нью-Йорке храм Шри Радха Кришны. Я думаю, что предложения хорошие, но есть следующие трудности. 1. Мы должны отправить иностранную валюту на строительство храма, для чего необходима санкция правительства. Без санкции правительства никакие деньги не могут быть отправлены за границу. Если правительство Индии согласится, то можно подумать о возведении храма в Нью-Йорке 2. Я сомневаюсь, что на эту небольшую сумму в 7 лакхов 110 тысяч долларов можно построить храм в Нью-Йорке. Я имею в виду красивое строительство с индийским типом архитектуры. Чтобы построить храм в индийском стиле архитектуры, нам нужно послать человека из Индии. Это две основные трудности, в остальном же ваша идея очень хороша. У Шрилы Прабхупада и мистера Сингхании возникло принципиальное разногласие. Строительство великолепного индийского храма в Нью-Йорке обошлось бы в многие миллионы долларов. Прабхупада, конечно, знал, что если подампат Сингхании захочет, то сможет выделить миллионы долларов. Но как тогда они вывезут столько денег из Индии. Поэтому Прабхупада снова предложил им потратить всего семь лакхов. После покупки дома, писал он, мы можем построить на нем еще один этаж с куполом храма, чакры ит. У Прабхупады была своя линия рассуждений, господь Дворкадиша продемонстрировал свое великолепие в дворке 16 тысяч цариц и, подразумевается, что он построил дворец для каждой царицы. И дворцы были украшены драгоценностями и камнями так, что в них не было необходимости в искусственном освещении. Так что ваша концепция строительства храма господа Кришна заключается в пышности. Но мы, жители Вриндабана, а во Вриндабане не таких дворцов, как ваши дворки. Во Вриндабане много лесов и коров на берегу Джамуны, и Господь Кришна в детстве играл роль мальчика-пастушка без всякой царской пышности, которая привыкливы, жители дворки. Поэтому, когда дворкские вала встретятся с Вриндабанскими вала, может возникнуть посредничество. Благодаря богатству сыра Падампата, подобному двораке, и преданности Шрилы Прабхупады, подобной двораке, Господь Кришна, владыка как двораке, так и двораке, мог поклоняться должным образом 21 января он получил ответ Бонна Махараджи. За две недели до этого Прабхупада написал своему крестному брату, директору Института Восточной Философии Виндавания, что он нашел место для храма в Нью-Йорке и хочет установить там божество Радхи Кришна. В своем ответе Бонна Махараджи привел смету на 14-ти дюймовые латунные божества Радхи Кришны, но предупредил, что начать поклонение божеству будет тяжелым делом ответственность. Шрила Прабхупада что после открытия храма некоторые люди, даже из Америки, могут быть доступны, как я вижу в мессии Рамакришны, а также во многих обществах йоги. Поэтому я пытался открыть здесь храм, потому что этого хотел Шрила Прабхупада, Пхатисидхан Тхасарасвати. Прабхупада также попросил Бонна Махараджу оказать содействие правительству в получении разрешения на выделение денег, которые, по его мнению, должен был пожертвовать Падам под Синхханье. Он упомянул, что вел обширную личную переписку с вице-президентом Индии, Дром Бонна Махараджи. Радха Кришнан, который также был известен как Бон Махараджи. Скажите ему, что это необычный храм для поклонения, а международный институт сознания Бога, основанный на Шримад Пхакбатам, 22 января, когда Шрила Прабхупада молился о получении Радха Кришны в Нью-Йорке, на город обрушила снежная буря. В то утро Шрила Прабхупада, который, возможно, никогда раньше не видел снега, проснулся и подумал, что кто-то побелил бок соседнего здания. Только выйдя на улицу, он обнаружил, что это был снег. Температура была 10 градусов. В городе было введено чрезвычайное положение, но Прабхупада продолжал свои ежедневные прогулки. Теперь ему приходилось идти по плотному снегу, под шинелью была лишь тонкая тхоти, а голова была покрыта шапкой с вами. Главные дороги были расчищены, но многие тротуары были занесены снегом. Вдоль полосы парка, разделяющей Бродвей, порывистый ветер нагромоздил снежные валы высотой до плеч и похоронил скамейки. Киоски на Бродвея, покрытые слоями плаката и объявления, теперь были покрыты дополнительными слоями снега и льда. Но, несмотря на непогоду, жители Нью-Йорка по-прежнему выгуливали своих собак, причем на пятом цех теперь были дождевики Макиновс. Такое баловство со стороны американских собаководов вызвало у Прабхупада чувство удивленного восхищения. Подъезжая к Вест-Энд-Авеню, он обнаружил, что швейцары, как обычно, дуют в подавая сигналы такси, но при этом рассыпают соль, чтобы растопить лед и создать безопасные условия тротуара перед зданиями. В Риверсайд-Парке скамейки, дорожки и деревья были покрыты льдом и давали мерцающие отражения неба. Из новостей, представители избирательной службы объявили о первом существенном увеличении призыва со времен войны в Корее, многомесячный мир завершился бомбардировкой Северного Вьетнама американскими ВВС, забастовка нью-йоркского транзитного транспорта закончилась через три недели, а лидер транзитных рабочих умер в тюрьме от сердечного приступа 30 января на восточное побережье обрушили сильные метели. На город обрушило семь двоймов снега, а скорость ветра достигала 50 миль в час. Городские доставили теплые комнаты и питание людям, живущим в многоквартирных домах без отопления. Был закрыт аэропорт имени Кеннеди, а также железнодорожная линия и дороги, ведущая в город. Во второй раз за восемь дней из-за снегопада было объявлено чрезвычайное положение. Будучи одиночкой, Шрила Прабхупада не мог ничего сделать ни с чрезвычайной ситуацией со снегом, ни с международной войной, он считал их лишь симптомами века Кали. В материальном мире всегда будет царить несчастье. Но если он смог привезти Радху и Кришну в здание в Нью-Йорке, то для верховного господа не было ничего невозможного. Даже в разгар Кали-юги может наступить золотой век, и люди получат облегчение. Если американцы смогут принять сознание Кришны, весь мир последует за ними. Видя глазами священных писаний, Шрила Прабхупада пробивался сквозь пургу и шел по тонкой тропе, чтобы поддержать свою миссию сознания Кришны. 4 февраля он снова написал Тиртхи Махараджа, который согласился попытаться получить санкцию правительства, если сначала получит письменное подтверждение от ответственного донора, обещавшего выделить средства на храм. Прабхупада сообщил ему, что дарителем будет Сарпадам под Сингханье, и приложил к письму благосклонное письмо господину Сингханье от 14-го числа. Прабхупада напомнил своему крестному брату, Шрила Прабхупада Пхатисидханта хотел, чтобы такие храмы были в зарубежных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Дли, я лично беседовал с ним когда, впервые встретился с ним в Ультаданге в 1922 году. Теперь у меня есть шанс исполнить его трансцендентный приказ. Я просто прошу вашей благосклонности и милости, чтобы эта попытка увенчалась успехом 5-го февраля планы, которые Шрила Прабхупада строил вокруг обещания поддержки со стороны Падампата Сингханье, оказались под угрозой срыва. Дворакавала написал, чтобы выразить свое недовольство по поводу у здания на 72-й улице. Боюсь, что я не могу согласиться с вашим предложением купить небольшой дом и возвести над ним что-то. К сожалению, такое предложение мне не подходит. Сайт храм должен быть небольшим, но его нужно построить правильно. Я вполне согласен, что сейчас вы не можете тратить много денег, но в пределах той суммы, которую может выделить правительство, вы должны построить что-то в соответствии с архитектурой индийских храмов. Только тогда мы сможем произвести определенное впечатление на американский народ. Это все, что я могу написать вам в этой связи. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли в себе силы написать мне. Прабхупада не воспринял это письмо как окончательное. Он сохранял надежду, что сэр Падампадсингханье по-прежнему будет давать деньги на храм, если только удастся организовать перевод денег. Он продолжал писать своим крестным братьям и другим преданным, прося их попытаться обеспечить санкция правительства. Он сохранил свое устремление, даже несмотря на то, что единственный потенциальный донор отверг его идею возведения чакры и купола на вершине обычного двухэтажного здания 15 февраля из комнаты 501 он перебрался на два этажа ниже, в отдельную комнату. Я сменил комнату на номер 307 в том же здании, что и вышеупомянутое, для лучшего воздуха и света. Оно находится на перекрестке двух дорог Колумбус-авенюр и 72-й улицы. Улица. По словам доктора Мишры, Прабхупада переехал, чтобы иметь свое собственное место, независимое от общества Мишра-йоги 16 февраля Прабхупада написал владельцам универсального книжного дома в Бомбее, давая некоторые советы по продаже своего Шрима к Пхагаватам в Бомбее. Он объяснил, что пытается основать храм Радха Кришны и что один крупный промышленник Индии обещал оплатить расходы. Поскольку казалось, что он может остаться в Соединенных Штатах еще на много дней, он хотел, чтобы дом книги взял на себя ответственность за продажу его книг по всей Индии. Они были его агентом по продаже его книг в Махараштри, но теперь он рекомендовал им взять на себя ответственность во всех провинциях и представить его книги в колледжах и университетах по всей Индии. Он также просил, чтобы они перечислили на его банковский счет деньги за проданные до сих пор книги 26 февраля. А Пэт Хорваткер из универсального книжного дома ответил, «Я не могу сообщить вам радостной новости о ходе продажи Шримад Пхагватам, потому что тема эта религиозная и лишь небольшая часть общества может лично заинтересоваться этими книгами. Мы пытались переправить их через некоторых книг и торговцы в Нагпур, Ахмадабад, Пуна и так далее, но с изжалением вынуждены сообщить вам, что через некоторое время эти продавцы возвращают книги за ненадобностью. Поэтому мы не только без энтузиазма согласились на ваше предложение заняться продажами по всей Индии, но и думали попросить вас назначить на наше место других людей, которые будут представлять вашу программу продажи в Махараштри. Пока что они продали всего шесть комплектов его книг, за что собирались перевести на его счет 172 рупия. Это вряд ли обрадовало автора. И снова Индия не заинтересовала его. Даже в стране религия и религиозные темы были интересны лишь небольшой части общества. 4 марта еще одна обратная ситуация 8 февраля Шрила Прабхупада обратился с письмом к новому премьер-министру Индии Риганди, прося ее санкционировать выдачу денег из Индии. Ответ датированный 25 февраля пришел из Нью-Дели от официального секретаря премьер-министра господина Эл Какха. Дорогой Исвамиджа, премьер-министр ознакомилась с вашим письмом от 8 февраля 1966 года. Она высоко ценит о дух, который побудил вас нести духовное послание Шримад Пхагват Гитая и Шримад Пхагват в другие страны. Из-за критической ситуации с иностранной валютой, в которой оказалась страна, она очень сожалеет, что не сможет помочь вам отсюда в реализации вашего плана по созданию храма Радха Кришны. Но у Прабхупады были другие надежды. После письма премьер-министра он снова написал Тиртхи Махараджа, попросив его обратиться к Дру Радха Кришну с просьбой убедить правительство дать разрешение на выделение средств. Он ждал в течение месяца. Ответа не было. Очевидно, его крестные братья не чувствовали себя обязанными проповедовать в Америке. Он писал, что нуждаются в их поддержке, чтобы продолжать проповедовать в Америке, потому что это было так дорого. Он объяснил, что тратит на это сумму, эквивалентную одной тысяче рупий в месяц. Поэтому я каждый день рассчитываю получить от вас положительный ответ. Но ответа не последовало. 18 марта он снова написал Сэру Падампату Сингханье, прося его прислать человека из Индии для наблюдения за работами по строительству храма в Нью-Йорке, как ранее предлагал мистер Сингханье. Никаких сведений об ответе на этот запрос нет. Прабхупада снова написал Сумати Мараджа, прося ее, пожалуйста, прислать ему мантру Харе Кришна, чтобы сопровождать ее воспевание. Он также просил ее, чтобы в будущем, когда он будет посылать много людей из Индии, она оказывала им содействие, предоставляя бесплатный проезд на пароходе Сандиа Стимши Плайнс. Нет ответа. По мере того, как его финансовое положение становилось все более острым, а надежды все более напряженными, поддержка из Индии молча прекращалась. Его безответная корреспонденция сама по себе была своего рода посланием, громким и ясным, мы не можем вам помочь. Хотя никто не поддерживал его, Шрила Прабхупада верил в приказ своего духовного наставника и волю Кришны. Премьер-министр ответил однозначным отказом. Но он получил еще одно продление визы. Теперь его последней надеждой был Сэр Падам Подсинханье. Прабхупада знал, что это настолько влиятельный человек в Индии, что при желании он мог бы послать деньги. Он был последней надеждой Прабхупады 2 апреля Сэнханье не ответил лично. Он поручил своему секретарю, мистеру Ишваре Аиру, написать Прабхупаде, основательно развеяв его последние надежды на приобретение здания в Нью-Йорке. Сожалением вынужден сообщить, что Сэр Падам Поджи в настоящее время не заинтересован в схеме строительства Храма Радха Кришны в Нью-Йорке. В связи запросом, содержащимся в последнем письме пункт вашего письма, Сэр Падам Поджи должным образом получил ваши книги Шрима Бхагатам из вашего офиса в Деле. С преданностью, видя его издалека, крошечную фигурку, прогуливающуюся по улицам и проспектам Манхэттена среди множества других крошечных фигурок, иностранца, чья виза почти закончилась, мы видим лишь внешний облик Шрилы Прабхупады. Эти дни борьбы были достаточно реальными и очень трудными, но его трансцендентное сознание всегда преобладывало. Он не жил в Манхэттенском сознании, но был поглощен зависимостью от Кришны, как и тогда, когда на Джаладоте он страдал от сердечных приступов, чтение Катаниакаритума давало ему нектарин жизни. Он уже добился успеха. Конечно, он хотел предоставить Радхи Кришне храм в Нью-Йорке, но его успех заключался в том, что он помнил о Кришне, даже в Нью-Йорке зимой 1965-66 годов, независимо от того, признавал его мир или нет. Не проходило и дня, чтобы он не работал над книгой Кришны, Шримад Пхагаватом. И не проходило дня, чтобы он не предлагал пищу Кришне и не говорил о философии Пхагаватгиты Кришны. Господь Кришна говорит в Пхагаватгите, «Для того, кто видит меня повсюду и видит все во мне, я никогда не потерян для него, и он никогда не потерян для меня». И Кришна заверяет своих чистых преданных, «Мой преданный никогда не будет побежден». У Прабхупады никогда не было сомнений на этот счет. Единственный вопрос заключался в том, обратят ли американцы внимание на чистого преданного в их среде? В этот момент казалось, что никто не собирается воспринимать его всерьез. Библиотека Шрила Прабхупадалил Мтатом 1 глава 16 Свобода проповедовать «Сейчас я сижу в Нью-Йорке, величайшем городе мира, таком великолепном городе, но мое сердце всегда стремится к той Вн-Двенне. Я буду очень счастлив вернуться в свою Вн-Двенне, в это священное место. Но тогда, почему ты здесь? Сейчас, потому что это мой долг. Я принес вам послание. Потому что мне приказал мой начальник, мой духовный учитель, чтобы у тебя не было вы должны поехать в западные страны и распространять эти знания. И вот, несмотря на все мои трудности, все мои неудобства, я здесь. Потому что меня обязывает долг. Из лекции Шрилы Прабхупады комната 307 никогда не предназначалась для использования в качестве резиденции, рейма или лекционного зала. Это был всего лишь маленький, узкий кабинет без мебели и телефона. Дверь у него была закрыта большим матовым стеклом, какие обычно ставят в старых офисах, над дверью находилась фрамуга со стеклянными створками. Прабхупада расстелил одеяло на полу перед своим металлическим ящиком для ног, который теперь стал импровизированным столом, где он писал спал на полу. Здесь не было никаких удобств для приготовления пищи или даже для купания, поэтому ежедневно ему приходилось ходить в квартиру доктора Мишры. Когда он жил в комнате 501 в Ягаашраме доктора Мишры, доктор Мишра финансировал его нужды. Но теперь Прабхупада бы предоставлен сам себе, и все, что он мог выручить от продажи своих книг, он должен был использовать для своего ежедневного содержания и для оплаты ежемесячной аренды в размере 70 долларов 2 доллара. Он заметил, что в супермаркете Вестенда за небольшой порошок Чили просит 25 центов, что в 10 раз больше, чем он заплатил бы в Индии. У него не было гарантированного дохода, его расходы возросли, а физические удобства уменьшились. Но, по крайней мере, у него было свое собственное место. Теперь он мог проповедовать, как ему вздумается. Он приехал в Америку, чтобы говорить о Кришне, и с самого начала он находил возможность сделать это, будь то на неформальной встрече в гостиной Агарвалов или перед официальным собранием в клубе Львов Батлера, на занятиях по санскриту доктора Нормана Брауна. В то же время он не придавал большого значения лекциям, которые собирались только один раз, но он не придавал большого значения лекциям, на которых собравшиеся могли услышать его только один раз. Это была главная причина, по которой он хотел иметь собственное здание в Нью-Йорке, чтобы люди могли регулярно приходить, воспевать Харе Кришна, принимать прасады в его обществе, слушать его речи с Пхагавадгитой и Шримадпхагаватом. Переезд из студии йоги в небольшой офис внизу дал Прабхупаде то, что он искал свое собственное место, но даже эфемистически это место нельзя было назвать храм. Его имя было написано на двери, и каждый, кто искал его там, мог найти его. Но кто придет туда, своей пышностью и красотой храм должен был привлекать людей. Кришна. А вот в комнате 307 все было наоборот, голая нищета. Даже человеку, интересующемуся духовными темами, было бы неудобно сидеть на полу без ковра в комнате, напоминающей узкий железнодорожный вагон. Один из учеников доктора Мишра подарил ему катушечный магнитофон, и Прабхупада записал несколько своих уединенных бхаджанов, которые он пел под собственный ручной аккомпанемент цимбалы. Он также записал длинное философское соведение в Гитапанихат. Даже если никто не придет, сказал ему Шрилабхатисид Тхантасарасвати, ты можешь продолжать петь в четырех стенах. Но поскольку теперь он был свободен говорить свое послание в новой ситуации, которую предоставил ему Бог, он решил читать лекции три вечера в неделю, в понедельник, среду и пятницу, всем, кто придет. Его первые аудитории состояли в основном из людей, которые слышали о нем или встречались с ним в студии йоги доктора Миши. И несмотря на бедность его комнаты, встречи стали для него источником новой жизни. 18 марта свой оптимизм он выразил в письме к Суматимараджа, я был очень воодушевлен, когда вы написали, я чувствую, что вам следует остаться там, пока вы полностью не оправитесь от болезни, и вернуться только после того, как вы выполните свою миссию. Я думаю, что эти строки, продиктованные вами, слова господа Бала Кришны, выраженные через вашу доброту. Вам будет приятно узнать, что мое здоровье пришло в норму, и моя миссионерская работа успешно продвигается. Я надеюсь, что мой проект по созданию храма Шри Шри Радха Кришны также будет реализован по милости господа. С тех пор, как я приехал в Нью-Йорк из Батлера, штат Пенсильвания, я снял вышеуказанную комнату за 70 долларов в месяц и читаю лекции по Бхагват Гите Шрим от Бхагват Сопровождая их Сонкиртанной, и американские дамы и господа приходят послушать меня. Вы будете удивлены, узнав, что они не понимают языка Сонкиртаны, но слушаются вниманием. Движение, которое я начал здесь, совершенно ново для них, потому что американцы в основном знакомы с гимнастикой индийских йогов, которую здесь выполняют некоторые индийские йоги. Они никогда не слышали о культе Бхакте в науке о Кришне, и все равно не слышат меня. Это большой успех для меня. За закрытыми окнами комнаты 307 опустилась поздняя зимняя ночь. Слова Прабхупады сопровождаются приглушенными звуками автомобильных клаксонов и сирен с улицы, а иногда и поразительными аккордами одинокого туманного горна на Гуцоне. Несмотря на то, что в комнате пусто, в ней тепло. Прабхупада говорит о второй главе Пхагавадгиты. Теперь Арджуна в недоумении. Он в недоумении, сражаться или не сражаться. Увидев перед собой своих родственников, с которыми ему предстояло сражаться, он был в недоумении. И вот спорит с Кришной. Вот в чем суть, Кришна, верховная личность Божества. Голос Прабхупады серьезен, убедителен. Иногда его речь становится высокочастотной и прерывистой. Его культурная британская дикция несет в себе тяжелый бенгальский акцент. Вдруг он делает паузу в своей лекции и обращается к кому-то в комнате. Прабхупада, что это? Что? Прабхупада, что это за книга? Мужчина, ну, это перевод Бхагавадгиты. Прабхупада явно недоволен тем, что, пока он говорит, кто-то просматривает книгу. Это в ритле похоже на уважение, оказываемое ученым-оратором, описанное в Шримад Бхагаватом. Прабхупада, ну, нет, вы можете меня услышать. Я слышу. Прабхупада, да, не обращайте внимания. Просто слушайте меня. Он выступает в роли учителя, поправляющего своего ученика. Конечно, нет никаких веских причин, по которым кто-то из его случайных гостей должен чувствовать себя обязанным подчиняться ему. Он просто умаляет их о внимании и в то же время требует его просто выслушайте меня, пытаясь убедить их в том, что сознание Кришны. Вы слышали, что принимать духовного учителя нужно после тщательного изучения, точно так же, как человек выбирает невесту или жениха после тщательного изучения. В Индии они очень осторожны. Поскольку браки юноши и девушек происходят под руководством родителей, родители очень тщательно следят за этим. Точно так же человек должен принять духовного учителя. Это необходимо. Согласно ведическим предписаниям, у каждого должен быть духовный учитель. Возможно, вы видели священную нить. У нас есть священная нить. Мистер Коэн. Вы видели священную нить? Прабхупада делает паузу. Его слушатели не обратили внимания на тонкие белые шнуры, которые он носит под рубашкой верхней части тела. На протяжении тысячелетий брахманы в Индии носили такие нити, расположенные по диагонали через весь торс, перекинутые через левое плечо и спускающиеся до правой талии. Брахма держит в день напевая священную мантру Гаятри. Но для американцев все это в диковинку. Сам Прабхупада для них экзотика. Его серые кадары обернуты вокруг плеч, он сидит, скрестив ноги, на тонкой подушке, а они сидят лицом к нему по другую сторону его сундука, который теперь служит столом и пюпитром. В тесной комнате им тесно друг с другом. Он хрупкий, маленький и чужой для них, но каким-то образом он абсолютно уверен в себе, что не имеет ничего общего с тем, что он иностранец в Нью-Йорке. Посетители чувствуют его сильное присутствие. На его лбу аккуратно вертикально проходят две белые линии. Его бледно-персиковая одежда собрана в свободной складке вокруг тела. Он останавливается лишь на несколько секунд, чтобы спросить, не видели ли они священную нить. Эта священная нить, знак того, что у человека есть духовный учитель. Здесь, конечно, такого различия нет, но, согласно индуистской системе, у замужней девушки тоже есть какой-то знак, чтобы люди могли понять, что эта девушка замужем. Она носит красный знак, чтобы другие могли знают, что она замужем. А как называется эта линия, по разделению волосах? Часть Прабхупада, хм. Часть Прабхупада, как пишется, часть Прабхупада, расстаться. Это расставание также имеет определенный смысл. Они знают английский, а он знает гиту. Но он знает много английского, в то время как они практически ничего не знают о гите, которую ему приходится кормить их с ложечки. Но иногда он просит их помочь с английской лексикой. Если часть находится в середине, значит, у девушки есть муж, и она происходит из уважаемой семьи. А если часть здесь, значит, она проститутка. Легким жестом он поднимает руку голове, но так и не дотягивается до нее. Однако полужест каким-то образом явно указывает на часть сбоку головы. И снова, когда девушке хорошо, когда она одета, следует понимать, что дома у нее есть муж. А когда она плохо одета, то следует понимать, что ее муж не дома. Видите? И платье вдовы, это очень много признаков. Так и священная нить, это знак того, что человек принял духовного учителя, также как красная метка символизирует, что у девушки есть муж. неочарованы тем, что кажется описанием индийских социальных обычаев. Внимательный слушатель может понять более широкий контекст речи Прабхупады, каждый должен принять духовного учителя. Это тяжелая тема для случайной аудитории. Зачем нужно брать духовного учителя? Разве это не только для Индии? Но он говорит, у каждого должен быть духовный учитель. Что такое духовный учитель? Может быть, он принятие духовного учителя, это просто еще один предмет культуры индуизма, как нить, или часть женских волос, или платье вдовы. Зрители могут легко отнестись к его обсуждению как своего рода культурная экспозиция, подобно тому, как человек с комфортом смотрит фильм о привычках жизни людей в чужой стране, хотя у него нет намерения перенимать эти привычки как свои собственные. С индусов, и это не значит, что американцы должны их носить. Но эти индуистские верования интересны. На самом деле у Прабхупады нет иного мотива, кроме как излагать абсолютную истину так, как он слышал ее в ученической преемственности. Но если бы кто-нибудь в этой комнате вагонной форме задался вопросом, должен ли я предаться духовному учителю, он столкнулся бы с экзистенциальным присутствием подлинного гуру. К его слова можно относиться как угодно. На каждом этапе жизни духовный учитель направляет человека. Чтобы давать такие наставления, духовный учитель должен быть очень совершенным человеком. Иначе как он может направлять? И вот Арджуна знает, что Шри Кришна совершенная личность. Поэтому он принимает его айяст и хмт и пропанным. Санскрит. Никто не знает на нем ни слова. Но для Шрилы Прабхупада никогда не возникает вопросов, даже если они не понимают трансцендентный звук стру очистит их. Это его авторитет, и он не может его опустить. И даже при первом впечатлении она производит впечатление ученого авторитета, оригинальные, хотя и чужие, слова мудрецов. Я просто предаюсь тебе, и ты принимаешь меня как своего дружественные разговоры не могут разрешить недоумения. Дружеские беседы могут продолжаться годами, но решения нет. Поэтому здесь Арджуна принимает Кришну как духовного учителя. Это значит, что, чтобы не продиктовал Кришна, он должен принять это. Нельзя отрицать приказ духовного мастер. Поэтому нужно выбрать духовного учителя, почему приказу не совершишь ошибки. Предположим, вы в качестве духовного учителя, и он неправильно вас направляет. Тогда вся ваша жизнь будет испорчена. Поэтому нужно принять духовного учителя, чье руководство сделает вашу жизнь совершенной. Таковы отношения между духовным учителем и учеником. Это неформальности. Это большая ответственность, как для ученика, так и для духовного учителя. И да, ученик, но если ученик находится в неведении до того, как Прабхупада, да. Прабхупада признает, что вопрос серьезный. Именно для ответов на подобные вопросы, от учеников невежества он оставил пенсию в Индии и приехал в Америку. Студент, как он узнает, какого мастера выбрать? Потому что у него нет знаний, чтобы принять мудрые решения. Прабхупада, да. Итак, первое, что нужно сделать, это искать духовного учителя, так же как вы ищете какую-то школу. Вы должны иметь хотя бы предварительное представление о том, что такое школа. Вы не можете искать школу и пойти в магазин тканей. Если вы настолько невежественны, что не знаете, что такое школа и что такое магазин тканей, тогда вам будет очень трудно. Вы должны знать хотя бы, что такое школа. Таким образом, это знание выглядит следующим образом. Тэдвиджны сосэй бюрам и в психика кэцэм и паэра триаё брамонихам Согласно этому стиху, духовный учитель необходим человеку, который стремится к трансцендентному знанию. В Шримад Бхага там есть еще один стих, Тэзам тгуру пропади тот жиджн суре аю аты мэм. Человек должен искать духовного учителя, если он интересуется трансцендентными предметами. Если человек хотя бы не знаком с ней и имеет предварительных знаний о трансцендентных вещах, как он может спрашивать у духовного учителя? Его собеседник выглядит довольным. Лекции не являются подготовленной речью на определенную тему. Несмотря на серьезность и глубокую научность, она охватывает несколько философских моментов. При этом он никогда не делает пауз, подыскивая слова. Он точно знает, что хочет сказать, и вопрос лишь в том, сколько может вынести его аудитории. Но иногда его настроение становится легким, и он сочувствует своим соотечественникам в Нью-Йорке, посмеиваясь над их общими трудностями, предположим, идет сильный снегопад, и весь Нью-Йорк-город завален снегом, и все вы испытываете неудобства. Это своего рода страдания, но вы не можете его контролировать. Иногда он хвалит учеников доктора Мишры за то, что они так хорошо научились у своего учителя, сейчас то, чем учит доктора Мишра, очень хорошо. Он это очень хорошо, но это кто я? Можно узнать из Пхагавадгиты я не есть это тело. А иногда гость неожиданно задает вопрос, не относящийся к делу, и с вами терпеливо пытается его рассмотреть. Однако за терпимостью Прабхупады всегда скрывается его настроение. Иногда он говорит быстро, и чувствуется его желание как можно скорее утвердить сознание Кришны на западе. У него нет последователей, всего несколько книг, нет храмов, и он открыто заявляет, что идет на перегонки со временем, я старый человек. Я могу идти в любой момент. Так что за формальным доставкой философия сознания Кришны, это беспокойство, почти отчаянное желание убедить хотя бы одну душу принять сознание Кришны. Немедленно. Теперь стесненные обстоятельства, связанные с Батлером, Ананда Шрамом и доктором Мишрой, остались позади. Он может свободно говорить об абсолютной истине в полном объеме. Всю свою жизнь он готовился к этому, но все еще открывает для себя лучшие способы представления Кришны, исследует свою западную аудиторию, проверяет ее реакцию. Мы всегда должны помнить, что он Бог. Он всемогущ. Все ли его никто не может победить? В красоте, что касается красоты, когда он был на поле боя кто-нибудь из вас видел изображение Кришны? Видел ли кто-нибудь из вас когда-нибудь видел Кришну? О нет! Голос Прабхупады затихает, и он делает паузу, оглядывая аудиторию. Никто из них никогда не видел Кришну. Никто из них не имеет ни малейшего представления о Господе Кришне. В Индии сотни миллионов людей ежедневно поклоняются Господу Кришне как вечной форме всей красоты истиной и созерцают его изящную форму в скульптуре с живопись и танца. Его философские учения в Бхагавадгите известны всем, а Прабхупада его интимный эмиссар. Однако дамы и господа в комнате 307 безучастно смотрят на свами. Прабхупада рассказывает о подлинном смысле посещения священного места в Индии. Нужно отправиться в святое место, чтобы найти там какого-нибудь умного ученого в духовном знании и вступить с ним в связь. Точно так же, как я живу в Индване. В Индване живет много крупных ученых и святых. Поэтому в такие святые места нужно ехать не просто для того, чтобы искупаться в воде. Нужно быть достаточно умным, чтобы найти какого-нибудь духовно развитого человека, живущего там, получить от него наставление и получить от этого пользу. Если человек привязан к месту паломничества, чтобы искупаться, но не испытывает влечение к тому, чтобы получить там наставление от ученых людей, он считается ослом. Сэйвогу кэрго. Гэо означает корова, Акхарасил. Так что вся цивилизация движется как цивилизация коров и ослов. Все отождествляют себя с телом. Да, вы хотите говорить? Женщина, в местах, известных как тайные места. Прабхупада, священный. Да. Женщина, это священные места? Прабхупада, да. Женщина, разве не факт, что из-за встречи святых и более продвинутых людей магнетизм становится сильнее? Прабхупада, о, да, конечно. Конечно. Поэтому само место обладает определенным магнетизмом. Женщина, да, и когда? Прабхупада, точно так же, как в Ндване, это практично. Вот я сейчас сижу в Нью-Йорке, величайшем городе мира, таком великолепном городе, но мое сердце всегда стремится к той Вдване. Женщина, да. Прабхупада, да. Я несчастлив здесь. Женщина, да, я знаю. Прабхупада, я буду очень счастлив вернуться в свою Виндавану, это священное место. Но потом, почему ты здесь? Сейчас, потому что это мой долг. Я принес вам послание люди. Потому что мне приказал мой начальник, мой духовный учитель, все, чему ты научился, ты должен отправиться в западные страны и распространять это знание. Поэтому, несмотря на все мои трудности, все мои неудобства, я здесь. Потому что меня обязывает долг. Если я пойду и сяду в Виндаване, это будет хорошо для моих личных удобств. Мне будет очень комфортно там, и у меня не будет никаких беспокойств, ничего подобного. Но я пошел на риск в этом преклонном возрасте, потому что я связан долгом. Я связан долгом. Поэтому я должен исполнить свой долг, несмотря на все неудобства. Посторонний открывает дверь и нерешительно заглядывает внутрь. Пробхупада, прекращая лекцию, да, да, ходите. Вы можете прийти сюда. Роберт Нельсон был похож на медлительного, простого деревенского парня с домашними манерами, хотя и вырос в Нью-Йорке. Ему было 20 лет. Он не был частью растущего движения в хиппи, не принимал марихуану или другие наркотики и мало общался. Он был одиночкой. Он получил техническое образование в общественном колледже Ститте Найленда и пробовал себя в бизнесе по производству пластинок, но без особого успеха. Его интересовал Бог, и он посещал различные духовные собрания по всему городу. Однажды вечером он забрел в общество йоги, чтобы послушать лекцию доктора Мишры, и там впервые увидел Прабхупаду. Роберт с вами сидел, скрестив ноги, на скамейке. Было собрание, и доктор Мишра стоял перед группой людей, там было около пятидесяти человек, и он говорил на тему «Я есть сознание». Доктор Мишра говорил, а затем широкой улыбкой представил «Свами». «Свамиджи здесь», сказал он. И он повернулся и взмахнул рукой для большого представления. Это было прекрасно. После этого доктор Мишра говорил около часа. Сайт «Свами» не говорил. Он пел песню. После этого я подошел к нему. Он широко улыбнулся и сказал, что ему нравится, когда молодые люди принять сознание Кришны. Он был очень серьезен в этом вопросе. Он хотел, чтобы все молодые люди. И я подумал, что это очень мило. В этом есть смысл. И я захотел помочь. Мы простояли там, разговаривая, около часа. У Мишры сзади была библиотека, и мы просмотрели некоторые и прочее. Потом и гуляли. Мы посмотрели на фотографии с вами на стене. К тому времени было уже очень поздно, и Прабхупада сказал, чтобы мы приходили на следующий день в 10 в его офис внизу. На следующий день, когда Роберт Нельсон пришел в комнату 307, Прабхупада пригласил его войти. Комната явно не предназначалась для проживания, здесь не было ни туалета, ни душа, ни стула, ни кровати, ни телефона. Стены были выкрашены в темный, мрачный цвет. Прабхупада показал Роберту трехтомник Шримад Пхагаватам, который Роберт купил за 16 долларов 50 копеек. Затем Прабхупада протянул ему небольшой листок бумаги с напечатанной на нем мантрой Харе Кришна. Роберт, когда Сламиджи передавал мне этот листок, на его лице была такая широкая улыбка, словно он передавал мне весь мир. Мы провели вместе целый день. В какой-то момент он сказал, мы собираемся поспать. Он лег там, у своего маленького стола, и я сказал, я тоже устал. Я лег в другом конце комнаты, и мы отдохнули. Я просто лег на пол. Это было единственное место, где можно было это сделать. Но он отдыхал недолго, часа полтора, я думаю, и остаток дня мы провели вместе. Он рассказывал о господе Чайтанье и о том, как господь проводит время, и показал мне маленькую картинку с изображением господа Чайтанье. Затем он начал рассказывать о преданных господа Кайтанье, Нетинандии от Двайте. У него была фотография пяти из них и фотографии его духовного учителя. Он говорил что-то на санскрите, а потом переводил. Правда, комната была не очень большая. Вы очень разочаруетесь, если увидите его. Роберт Нельсон не смог оказать Прабхупаде ту помощь, в которой он нуждался. Господь Чайтанье утверждает, что в распоряжении человека есть четыре актива, его жизнь, деньги, ум и слова. Хотя бы одну из них он должен отдать служению Богу. Роберт Нельсон, казалось, не мог отдать всю свою жизнь сознанию Кришны, а что касается денег, то их у него было очень мало. Его интеллект также был ограничен, и говорил он невыразительно, не имея широкого круга друзей или знакомых, с которыми можно было бы пообщаться. Но он был привязан к Свами, и из восьми миллионов жителей города он был практически единственным кто, проявил к нему личный интерес и предложил помощь. Опираясь на свой опыт работы в звукозаписывающем бизнесе, мистер Роберт, как называл его Свами Джа, разработал схему создания записи пения Свами Джа. Люди постоянно выпускали альбомы. Он объяснил, что на них можно ставить практически все, что угодно, и они всегда будут приносить прибыль или, по крайней мере, выходить в плюс. Так что потерять деньги будет практически невозможно. Это был способ, как он думал, помочь сделать Свами известным, и он попытался убедить Прабхупаду в этой идее. И Прабхупада не стал отговаривать мистера Роберта, который, казалось, жаждал оказать эту услугу. Роберт, мы с вами пошли в одну звукозаписывающую компанию на 46-й улице. Мы пришли туда, и я начал говорить, а человек был весь в делах. Он был деловой и злой, они сочетаются. Тогда мы пришли туда с кассетой и попытались поговорить с ним. С вами говорил, но мужчина сказал, что не может убрать кассету. Я думаю, он прослушал запись, но не стал ее выкладывать. Так что мы были обескуражены. Но он ничего не сказал по этому поводу. Прабхупада занимался бизнесом в Индии, и он не собирался думать, что может внезапно заняться бизнесом в другой стране по совету молодого парня из Нью-Йорка. Кроме того, он приехал не по делам, а проповедовать. Роберт, однако, был с энтузиазмом предлагая служение. Возможно, он не стал бы обычным учеником Брахмачари, но у него было желание служить Кришне. Для Прабхупада отказать ему было бы равносильно тому, чтобы отказать заинтересованному западному молодому человеку. Прабхупада пришел, чтобы рассказать о Кришну, чтобы представить песнопение, и если мистер Роберт захочет помочь, сделав аранжировку для американского альбома, то это будет только приветствоваться. Мистер Роберт и с вами представляли собой странное сочетание. Прабхупада был пожилым и степенным, глубоким знатоком пхагаватом из санскрита, в то время как Роберт Нельсон был бесхитростным, даже в западной культуре, и неумелым в житейских делах. Они шли вместе, с вами в зимнем пальто, с имитацией мехового воротника, индийских тхоти и белых остроносых туфлях, мистер Роберт в старых брюках цвета хаки и старом пальто. Прабхупада шел быстрыми, решительными шагами, обгоняя громоздкого, развалистого, грузного мальчика, который подружился с ним. Мистер Роберт должен был помогать Прабхупаде в проведении презентации для бизнесменов и владельцев недвижимости, но сам он вред для был ловким парнем. Он был невинен. Роберт, однажды мы зашли в большое офисное здание на 42-й улице. Арендная плата составляла тысячи долларов за целый этаж. Я стоял и разговаривал с этим человеком, но не понимал, откуда возьмутся все эти деньги. С вами хотел большое помещение, и я не знал, что сказать этому человеку. Прабхупада хотел большое место, а большое место, это большая цена. У него не было денег, а у Роберта Нельсона были только чеки по безработице. Тем не менее Прабхупада был заинтересован. Если бы им удалось найти здание, это стало бы большим шагом в его миссии. К тому же это был еще один способ привлечь мистера Роберта. Кроме того, Кришна мог сделать все, что угодно, дать все, что угодно, или действовать любым способом, обычным или чудесным. Так что у Прабхупады были свои доводы, а у мистера Роберта свои. Хорошее место для открытия Храма Кришны. Мы зашли внутрь, поднялись на второй этаж, увидели агента по ренде и ушли. Я думаю, это было пять тысяч в месяц или десять тысяч в месяц. Мы дошли до определенного момента, и деньги стали слишком большими. И тогда мы уехали. Когда он заговорил о цены, я решил, что лучше не надо. Пришлось остановиться. В другой раз Роберт Нельсон отвез Прабхупаду на автобусе в отель Колумбии на западной 46 улице 70. В отеле был номер, который Прабхупада рассматривал для возможного использования в качестве храма, но, опять же, это было очень дорого, а денег не было. Иногда Роберт делал покупки для Прабхупады на деньги своих чеков по безработице. Однажды он купил футболки оранжевого цвета. Однажды он пошел в магазин и купил кухонные кастрюли и сковородки, а также несколько футболамок для фотографий Прабхупады с изображением господа Чайтани и его духовного учителя. Роберт, однажды я хотел узнать, как приготовить пирожные к апатии, и с вами сказал, 100 долларов, пожалуйста, за рецепт. 100 долларов, пожалуйста. Я пошел и взял немного денег, но не смог достать 100 долларов. Но он все равно показал мне рецепт. Он учил меня готовить и постоянно повторял, мойте руки, мойте руки и есть нужно только правой рукой. И кто бы не встречал с вами, он почти всегда производил впечатление. Они начинали улыбаться ему в ответ, а иногда говорили друг другу забавные и приятные вещи. Английский язык с вами всегда был очень техническим. Я имею ввиду, что у него был большой словарный запас. Но иногда люди с трудом понимали его, и вам приходилось помогать. Ресторан The Paradox, расположенный на 64 East 7th Street в нижней Местсайде, был посвящен философии Жоржа Сава и макробиотической диете. Это была витрина ниже уровня улицы с небольшими обеденными столиками, расставленными вокруг освещенного свечами помещения. Еда была недорогой и с хорошей репутацией. Чай подавали бесплатно, сколько душей угодно. Больше чем ресторан, Paradox был центром духовных и культурных интересов, местом встреч, напоминающим кафе Greenwich Village или Парижа годов. Человек мог провести в Paradox целый день, ничего не купив, и никто не жаловался. В Paradox собиралась мистическая публика, интересующаяся учениями Востока. Когда новости о новом с вами в доме доктора Мишры достигли парадокса, они быстро распространились. Харви Коин и Билл Эпштейн были друзьями. Харви был свободным художником, а Билл работал в парадоксе. После того, как Харви несколько раз побывал у Прабхупады в яга-студии доктора Мишры, он зашел в парадокс и начал рассказывать Биллу и другим друзьям о новом с вами. Билл, однажды вечером я работал в Пэридиакс, когда ко мне подошел Харви и сказал, я ходил к Мишри, а там новый с вами, и он просто потрясающий. Я занимался макробиотикой и буддизмом, так что поначалу мне было все равно. Но Харви был победителем и теплый человек, и, похоже, его это заинтересовало. Он сказал, почему бы вам не приехать в город? Я бы хотел, чтобы вы это увидели. Поэтому я отправился на одну из лекций на 72-й улице. Я вошел туда и почувствовал определенное присутствие с вами. У него был какой-то очень сосредоточенный, напряженный вид. Он выглядел бледным и каким-то слабым. Думаю, он только что приехал сюда и многое пережил. Он сидел и напевал на своих четках, которые носил в маленьком мешочке льбусин. Один из студентов доктора Мишры заговорил, и в конце концов он представил с вами. Он сказал, мы, луны для солнца с вами. Он представил его таким образом. С вами встал и заговорил. Я не знал, что думать об этом. В то время единственными моими шагами были я познакомился с индийским учением через Рамакришну, но это был первый случай, когда, насколько мне известно, религия Бхати пришла в Америку. Билл Эпштейн, в отличие от Роберта Нельсона, был щеголем и романтиком, с длинными волнистыми темными волосами и бородой. Он был симпатичным и энергичным и взял на себя функцию информирования людей в ресторане о духовных новостях города. Однажды он стал заинтересовавшись новым с вами, он сделал его постоянной темой разговора в ресторане. Билл, я зашел в заднюю комнату и спросил Ричарда, менеджера, я отнесу немного еды с вами. Вы ведь не против? Он сказал, нет. Бери все, что хочешь. И я взял немного коричневый ирис и другие вещи, и я принес их туда. Я поднялась наверх, постучала в дверь, но ответа не последовало. Я постучал снова, увидел, что свет горит, потому что дверь была стеклянной, и наконец он ответил. Я очень испугался, потому что никогда не принимал учителей. Он сказал, ходите, входите, садитесь. Мы начали разговаривать, и он сказал мне, первое, что делают люди, когда встречаются, проявляют друг другу любовь. Они обмениваются именами, обмениваются едой. Он дал мне кусочек яблока и показал магнитофон, который у него был, вероятно, для записывания его песнопения. Затем он спросил, вы когда-нибудь занимались песнопениями? Я ответил, нет, я не скандировал раньше. Он сыграл песнопения, а затем заговорил со мной еще раз. Он сказал, ты должен вернуться. Я ответил, ну, если я вернусь, я принесу тебе еще еды. Джеймс Грин, 30-летний преподаватель столярного дела в Купер-Юниан, погрузился в восточную философию. Он жил в том же квартале, что и парадокс, и начал слышать о с вами от Харви Каэна и Билла Эпштейна, регулярно обидая в ресторане. Джеймс, на самом деле именно Харви и Билл дали толчок развитию. Я помню, как однажды вечером Мишры, на которых с вами Джилиш присутствовал, но не говорил. Ученики и Мишры, казалось, были больше увлечены телесным аспектом йоги. Похоже, это была одна из жалоб Свамиджи. Его комната на 72-й улице была совсем маленькой. Он жил в довольно узкой комнате с дверью на одном конце. Свамиджи располагался вдоль одной стороны, и нам было довольно тесно. Ширина комнаты, возможно, не превышала 8 футов, и в ней было довольно тускло. Он сидел на своем тонком матрасе, а мы на полу. Мы не скандировали. Мы просто приходили, и он читал лекцию. Не было никакого другого направления, кроме лекции по Бхагавадгите. Я прочитал много литературы, и в своей застенчивости я искал мастера. Я думаю, во мне не было ни агрессии, ни стремления к успеху. Я был просто слушателем, и это казалось правильным, слушать Бхагавадгиту, поэтому я продолжал приходить. Казалось, что дальше все будет развиваться. Стало приходить все больше и больше людей. Потом стало тесно, и ему пришлось найти другое место. Новая группа из Парадокса была молодой и модной, в отличие от пожилых, более консервативных людей, посещавших занятия Прабхупады в центре города. В те дни еще необычно было видеть человека с длинными волосами и бородой, и когда такие люди стали приходить на собрание с вами вестсайди, некоторые из пожилых людей были встревожены. Как заметил один из них, с вами Пхаптиведан начал подбирать людей другого типа. Он подбирал их на бауэре или на чердаках. Они приходили в смешных шляпах и серых одеялах, накинутых на себя и пугали меня. Дэвид Аллен, 22-летний искатель, пришедший из парадокса, только что переехал в город, оптимистично настроенный тем, что читал об экспериментах с наркотиками. Он видел старую группу как некую суетливую группу пожилых женщин вестсайди слушал лекции с вами. Дэвид, тогда мы еще не были известны как хиппи. Но это было странно для людей, которые изначально привлекали его. Им пришлось по-другому относиться к этой новой группе. Я думаю, что большинство учителей из Венди до того времени имели последователей старшего возраста, иногда богатые вдовы обеспечивали им источник дохода. Но свамиджи сразу же переключился на более молодую и бедную группу людей. Следующее, что произошло, это то, что Билл Эпштейн и другие начали говорить о том, что для свами было бы лучше приехать в центр города, в нижний мест сторона. Там действительно что-то происходило, но почему-то не происходило в центре города. Люди в центре города действительно нуждались в нем. Дэунтаун бы прав, и он созрел. Там кипела жизнь. Вокруг было много энергии. Библиотека Шрила Прабхупадали 1 глава 17 на Буэре и я не понимал разницы между друзьями и врагами. Мой друг был потрясен, узнав, что я переезжаю на Буэре, но, хотя я прошел через множество опасностей, я никогда не думал, это опасность. Везде я думал, это мой дом. Шрила Прабхупада в беседе апрель 1966 года кто-то проник в комнату 307, когда Шрила Прабхупада не было дома, и украл его пишущую машинку и магнитофон. Когда Прабхупада вернулся в здание, вахтер сообщил ему о краже, неизвестный грабитель разбил стекло фрамуги, забрался внутрь, забрал ценности и сбежал. Когда Прабхупада слушал, он убедился, что виновником кражи был сам уборщик. Конечно, доказать это он не мог, поэтому с разочарованием принял потерю. Некоторые друзья предложили взамен его старую пишущую машинку и магнитофон. В письме в Индию он описал кражу как потерю более тысячи рупий, 157 долларов. Понятно, что такое преступление, как то, что было совершено в моей комнате, очень распространено в Нью-Йорке. Таков путь материльной природы. У американцев все в достатке, а рабочие получают около 100 рупий в качестве ежедневной зарплаты. И все равно есть воры из-за отсутствия характера. Социальное положение не очень хорошее. Прабхупада сказал Джозефу Фуэрстеру, билетному агенту с Циндии, что вернется в Индию через пару месяцев. Это было 7 месяцев назад. Теперь, впервые после своего приезда, Прабхупада вернулся в кассу Сайнди в Бруклине. Он рассказал о краже мистера Фуэрстеру, который ответил, «Добро пожаловать в клуб», и поведал Прабхупаде о недавней краже его собственного автомобиля. Он объяснил, что такие вещи не являются чем-то необычным для Нью-Йорка. Он рассказал Прабхупаде об опасностях города и о том, как избежать краж и грабежей. Прабхупада слушал, покачивая головой. Он сказал мистеру Фуэрстеру, что американская молодежь заблуждается и запуталась. Он обсудил свои планы по возвращению в Индию и показал мистеру Фуэрстеру одну из своих пхагаватам. Прабхупада совсем полдухом, живя в комнате 307, что помешает уборщику снова совершить кражу. Харви Коин и Билл Эпштейн посоветовали ему переехать в центр города и заверили, что тому у молодежи будет больше заинтересованных сторонников. Это было привлекательное предложение, и он начал пересматривать его. Тогда Харви предложил Прабхупаде свою студию на Буэре. Харви работал коммерческим художником в рекламной фирме на Мэдисон и Веню, когда недавно полученное наследство потолкнуло его к переезду в лофт на Буэре, чтобы заняться собственной карьерой живописца. Но он начал разочаровываться в Нью-Йорке. Группа знакомых, подсевших на героин, стала приходить к нему и пользоваться его щедростью, а недавно его лофт был ограблен. Он решил покинуть город и уехать в Калифорнию, но перед отъездом предложил Прабхупаде разделить его лофт с Дэвидом Алленом. Дэвид Аллен слышал, что Харви Коэн переезжает в Сан-Франциско, если он может сдать в субаренду свой лофт А.К.Р. Харви знал Дэвида не очень долго, но в ночь перед тем, как Харви должен был уехать, он случайно встретил Дэвида три раза в трех разных местах Нижнего Истсайда. Харви воспринял это как знак того, что ему следует сдать лоф Дэвиду, но при этом он специально говорил, что с вами тоже должен переехать. Когда Прабхупада готовился покинуть свой адрес на 72-й улице, его знакомый электрик, работавший в этом здании, пришел предупредить его. Бауэри не место для джентльмена, возразил он. Это было самое коррумпированное место в мире. Вещи Прабхупады были украдены из комнаты 307, но переезд на Бауэри не выход. Новый дом Шрилы Прабхупады Бауэри имел долгую историю. В начале годов, когда Манхэттен был известен как Новый Амстердам и находился под контролем голландской вестинской кампании, Питер Минуит, губернатор Новых Нидерландов, проложил дорогу севером на юг, которую назвали Буэри, потому что по биом ее сторонам находилось множество бувери, или ферм. Это была пыльная проселочная дорога, усыпанная причудливыми голландскими домиками и окаймленная персиковыми садами, растущими в поместье Питера Весанта. Во время американской революции она имела стратегическое значение как единственный сухопутный въезд в Нью-Йорк и стала частью дороги, ведущей в Бостон. В начале годов на Буэри преобладали немецкие иммигранты, позже, в конце века, здесь стали преобладать евреи, и постепенно он превратился в центр театральной жизни города. Однако, как описывает история Нижнего Манхэттена, после 1870 года наступил период знаменитого вырождения Буэри. Здесь появились фальшивые аукционные залы, салоны, специализирующиеся на пятицентовом виски и на каудропы, сенсационные музеи, грязные кишащие крысами застоявшиеся пивные, а также песня Чарльза М. Хойта Буэри. Буэри. Я больше никогда туда не пойду. Навсегда закрепили его в сознании как место невыразимой коррупции. Реакция друга Электрика Прабхупады не была необычной. Буэри до сих пор известен во всем мире как скит-раву, место разорения и бездомных алкоголиков. Возможно, Электрик из верхнего города занимался бизнесом в Буэри и видел, как беспризорники сидят, передавая друг другу бутылку, или лежат без сознания в сточной канаве, или, пошатываясь, подходят к прохожим и пьяные, натыкающиеся на них, чтобы попросить денег. Большинство из семи или восьми тысяч бездомных Буэри спали в ночлежных домах, которые требовали, чтобы они освобождали свои комнаты в течение дня. Им некуда было идти, нечем заняться, и они слонялись по улицам, молча стояли на тротуарах, прислонившись к стене, или медленно передвигались в одиночку или группами. В холодную погоду они надевали сразу два пальто и несколько костюмов, а иногда грелись у костра, который разводили в городском мусорном баке. Ночью те, у кого не было жилья, спали на тротуарах, порогах и углах улиц, заползали выброшенные коробки или растягивались бок о бок возле решетки. Кражи были обычным делом, пока человек спал, его карманы могли обыска 10 или 20 раз. Уровень госпитализации и смертности в Буэре был в 5 раз выше, чем в среднем по стране, и многие бездомные носили следы недавних травм или насилия. Лофт Прабхупады, 94 Буэре, находился в 6 кварталах к югу от Хьюстон-стрит. На пересечении Хьюстон и Буэре в плотном потоке машин сходились беспризорники. Когда машины останавливались на светофоре, к ним подходили бомжи, мыли лобовые стекла и просили денег. К югу от Хьюстона в первых кварталах располагались в основном магазины ресторанных принадлежностей, ламповые лавки, таверны и ланчиониты. Здания были трех и четырех этажные, старые, узкие, тесные доходные дома, их торцы закрывали тяжелые пожарные лестницы. Движение на Буэре было направлено в верхние и центральные районы города. Движение по беем сторонам улицы, и постоянный поток машин проходил плотно. Во время вотечения рабочего дня среди медленно движущихся заброшенных зданий бодро проходили рабочие люди. Окна многих магазинов были закрыты защитными железными воротами, но за воротами владельцы магазинов зажигали свои разнообразные лампы, чтобы привлечь потенциальных оптовых и розничных покупателей. Девяносто четвертый Буэре находился всего в двух шагах к северу от Хистер стрит. На углу располагалась просторная таверна полумесяц, которую посещали в основном соседские алкоголики. Над таверной возвышался четырехэтажный отель Буэре Флопхаус, отмеченный неоновой вывеской Полмахаус, которая была закрыта защитной металлической клеткой и свисала со второго этажа на больших цепях. Вход в отель на Буэре 92, в котором не было вестибюля, а только заброшенный коридор, покрытый грязно-белой плиткой, находился не более чем в шести футах от входа на Буэре 94. 94-й Буэре представлял собой узкое четырехэтажное здание. Оно давно было выкрашено в серый цвет и имело привычную облицовку в виде массивной черной пожарной лестницы. На улицу выходила потертая черная двустворчатая дверь, стеклянные панели которые были укреплены куриной проволокой. Над дверью висела табличка A.R.3 RDN4TH, означавшая, что на этих этажах проживают художники-резиденты. Первый этаж следующего к северу здания 96-й Буэре использовался под склад, а его фасад вход был закрыт ржавыми железными воротами. На Буэре 98 находилась еще одна таверна у Гарольда меньше и мрачнее, чем полумесяц. Таким образом, квартал состоял из двух салонов, одного дома и двух зданий с лофтами. В 1960-х годах лофт-жилье только зарождалось в этом районе Нью-Йорка. Городские власти разрешили художникам, музыкантам, скульпторам и другим деятелям искусства, которым требовалось больше места, чем в большинстве квартир, жить в зданиях, построенных как фабрики в XIX веке. После того, как на этих заброшенных фабриках установили огнеупорные двери, ваны, душевые кабинки и отопление, художник мог недорого использовать большое пространство. Это были чердаки Лофт Харви Каэна, расположенный на верхнем этаже дома 94 по Буэри, представлял собой открытое пространство длиной почти 100 футов, с востока на запад, и шириной 25 футов. Он хорошо освещался солнцем с восточной стороны, со стороны Буэри, и имел окна в западной части А, также световой люк. Открытые стропила потолка возвышались над полом на 12 футов. Харви Коден использовал Лофт в качестве художественной студии, и силажи с картинами до сих пор стоят вдоль стен. В северо-западном углу были отгорожены кухни и душ, а в 15 футах от окон со стороны Буэри стояла межкомнатная перегородка. Эта перегородка не шла от стены до стены, а была открыта с обоих концов, и до потолка не хватало нескольких футов. Именно за этой перегородкой Прабхупада имел свою личную жилплощадь.